Антонина Дмитриевна Коптяева. Товарищ Анна. Часть третья. Первая. Белорозовые колокольчики вьюнка светлели на кустах шиповника. Гибкие побеги его нежно обвивали колючие ветки, густо обросшие рыжими шипами, и нетронутые блистающие влажной свежестью цветы перемешивались с жесткими, в грубой кожуре зелеными ягодами. А шиповник так широко раскинул ветви, так стопорщился весь, точно шагал по лесной поляне, гордясь своей легкой, прекрасной ношей. «Это любовь», — промолвила Валентина, проезжая мимо шиповника. Она протянула руку, сорвать один колокольчик, но за ним потянулся целый побег и весь куст задрожал. «Прости», — сказала Валентина шиповнику. «У тебя осталось еще так много». Она прицепила цветок к шляпе, тихонько запела, складывая тут же слова на неожиданно найденную мелодию. Но песни здесь складывались странные. Валентина пела, а Кирик, ехавший с ружьем на передовом олене, за которым шли привязанные гуськом еще три оленя, с удовольствием прислушивался к ее голосу. Он звучал для него, как голос большой невиданной птицы. Теперь она успокоилась. Кирик действительно знал тайгу от отдельных примет, вроде изгиба безыменной реченки или груды скал. Они добирались со всей точностью его расписания. Валентина видела в горном ручье выдру, плывшую с рыбой в зубах. Видела молодого медведя, спокойно разбиравшего гнилую пень в каких-нибудь сорока шагах от ее палатки. Руки ее ныли от комаринных укусов, от перьев птиц, которых она ощипывала почти на каждой остановке, сама превращаясь в такие минуты в голодного зверька. Осваиваясь тайгой, иногда скучая, иногда уставая, она забывала бояться и пела обо всем, что попадалось ей на глаза. О клочьях белого мха, свисавших с деревьях, о юных пушистых елочках, о матово-сизых ягодах голубики. В этом пении была особенная прелесть. Иногда порыв ветра прижимал к ее открытому рту все на комарника. Валентина смеялась, отбрасывала ее на поля шляпы. Хорошая баба, доктор-то, думал Кирик, точно пришитый на своем плоском седле. В начале пути он очень опасался, как бы не пришлось вернуться обратно. Доктор Валентина раза четыре падала с оленя, один раз чуть не сломала руку, и Кирик совсем было растерялся, увидав ее плачущей. А сейчас она едет, как ездят все женщины его племени. Едет и поет так, что у Кирика щекочет в горле, и ему самому тоже хочется петь. Заезжая с нею в таежные поселки, он рассказывал там, какие штуки умеет она выделывать голосом, и увлекаясь, тоненько взвизгивал к великому удовольствию своих веселых слушателей. Его всюду встречали радостно, и каждому встречному Кирик сообщал новости. «Доктора везу, оспу надо делать». Заметив испуганное недоумение, он торопливо объяснял. «Руку поцарапает маленько и помажет, вовсе не больно. Сила тогда входит в человека, большая сила. Тогда красная старуха оспа убегает от него». После этого Кирик с гордостью показывал вьюг, в котором хранилась добрая молодая оспа. Но все-таки это было удивительно и непонятно. Как сумели такую огромную спасительную силу поместить в крохотные стеклянки? Как она не разрывала такую хрупкую оболочку? В глубине души Кирик подозревал, что все это не так просто, как объяснял ему председатель артели. Сначала он был твердо уверен, что доктор – шаманка, но эта уверенность несколько поколебалась, когда Валентина упала с оленя и ушиблась, как маленькая девочка. «Может, не шаманка, а может и шаманка», – говорил себе Кирик и, окончательно сбитый с толку, слово в слово повторял объяснение Патрикеева, почти ничего от себя не прибавляя. В доказательство он сбрасывал рукав летней дошки, показывал случайному слушателю свою руку со спиненными знаками. Тот, если у него еще не было прививки, а задачи нацокал языком, разглядывая таинственные шарамы или также закатывал рукав. И оба смеялись, сравнивали свои метки. Валентина пробовала протестовать против таких остановок, но потом смирилась. Проехать без капсы было невозможно, это явилось бы самым грубым нарушением таежного этикета. К тому же проезжий, будь он из племени Эвенков или Якут из притоков Амалоя, передаст новость дальше. Капсы с поразительной быстротой распространяет по тайге все, что достойно внимания. Второе. Кирик остановил оленей, смотрелся в зеленый навес ветвей и начал торопливо заворачивать обратно. — Что там, Кирик? — спросила Валентина, тоже всматриваясь на ничего не замечая. — Круг дать надо. Мрачно кинул Кирик, колотя пятками по бокам своего оленя. Вьюг зацепился за ствол дерева, захрупали, посыпались сухие ветви и содранные коринки. — Зачем круг? Почему обратно? Красная старуха тут ходила. — Постой, я хочу посмотреть, — сказала Валентина. — Чего ты боишься? У тебя же прививка есть. Нечего тебе бояться. — Есть-то есть. Нечего бояться. Да не больно нечего. Кирик еще ворчал, но строгий вид и голос Валентины и тайное боязливое любопытное желание испытать силу прививки подействовали. Кирик остановил оленей, уже завороченных в другую сторону. — Иди, посмотри, — сказал он сердито и полез в карман за табаком. Валентина спрыгнула с седла и стала пробираться вперед среди густых и мягких пихтовых елочек. Над молодой порослью траурно чернили столетние кедры, угрюмо теснились могучие ели, поднимая свечи побегов, пахучих и светлых. Стену черной хвои прорезали скорбно-синеватые лиственницы, покрытые красной завязью шишек, как брызгами свернувшейся крови. Пахло прелью сыростью, глухой, дикой, недосягаемой солнцу и ветру. У Валентины невольно сжалось сердце, и она оглянулась на Кирика. Он сидел на седле, согнув в коленях высоко подобранные ноги, почти касаясь носками своих узких торбосов железного батала на шее оленя. Олень, приподняв голову так же, как Кирик, тревожно, но кротко смотрел на Валентину, тонувшую в мрачной зелени леса. Вся фигура Кирика выражала безмолвный вопрос. «Может, не пойдешь?» «Нет, пойду», — ответил взгляд Валентины, но она так и встрепенулась, когда Кирик, ерзнувший в седле, нечаянно пнул по боталу. Дребезжащий звон железа прозвучал здесь особенно зловеще. Разводя руками ветви густого подлеска, Валентина прошла еще и остановилась. Скрытые в зелени висели на деревьях кожаные обопревшие коконы саваны. От прогнивших оленей шкур, в которых были зашиты когда-то трупы умерших мужчин, женщин-эвенки хоронили на земле, уже не веяло с мрадом. Легко держались подвешенные на ремнях высохшие обветренные кости. Невдалеке виднелись остатки брошенных чумов, обтянутых такими же сгнившими оленьями шкурами. Валентина с тяжелым чувством обошла выморочное становище. Копылья рассохшихся нарт черными клыками торчали повсюду. Валентина переступила через груду тряпок, проросших травой, смахнула паутину у входа и, наклоняясь, вошла в чум. Вот кто-то прилег в углу на постели, да так и не встал. Тонкий скелет, облипший остатком одежды, слабо белел в полумраке. А вот и другой свернулся на земляном полу у очага. Когда это было? Знал ли кто-нибудь о трагедии, разыгравшейся здесь, на крохотном жилом островке? Валентина еще раз прошла между чумами. Смерть скалилась на нее из каждого угла. Живые покинули больных и умерших, и сами, наверное, погибли неподалеку. Так вот вымирали от оспы целые города, целые области, подумала Валентина, пытаясь представить ужасающие эпидемии далекого прошлого. Только в России умирало ежегодно до полумиллиона человек. Что мы знаем об этой проклятой болезни? Мы до сих пор не знаем средства ее лечения. Валентина вспомнила, что Андрей тоже переболел оспой, и нежное, почти материнское чувство к нему шевельнулось в ней. Третье. Дикая глушь и какая страшная даль, где-то на краю земли. И это горы с голокаменистыми вершинами и гранитными осыпи в серо-зеленых лишайниках, по которым никогда не ступала нога светлокожего человека. Долины мрачные, чернолесистые и суровое молчание заросших осокой болот. Разве не здесь до сих пор открывают горные хребты длиною сотни километров? Какую силу должен иметь народ, который оживит эти мертвые пустынные пространства? Мысль об опасностях поездки, о важности своей миссии вызвала у Валентины чувство гордости. Она подумала о том, что она проявила не меньшую настойчивость, чем Андрей и Анна, для того, чтобы стать полноценным нужным человеком. Их двое. Они поддерживали друг друга, а меня даже ободрить некому было. Я никому не обязана своими знаниями и положением. Сознание того, что она довольна своим положением, даже удивило ее. Она огляделась. Вид вымершего поселка снова ужаснул ее, но среди этого потрясающего молчания, где она могла слышать и собственное дыхание, и стук собственного сердца, она с особенной силой ощутила значение своего бытия. Это я. Да, это я, сказала она вслух. Мое призвание привело меня сюда, мое человеческое я, мною созданное. Мы с Кириком двигаемся на этих бедных олежках, как казаки-первооткрыватели, как Хабаров, как Дежнев, плывший на своих качах. Разве тайга не похожа на море? И если мы затеряемся здесь, кто сможет отыскать нас? Но чего? Спросил Кирик, нетерпеливо ожидавший ее, не слезая с седла. Он ни за что не хотел ступить на эту страшную землю. Он слишком хорошо помнил смерть братьев и матери, и многих других своих сородичей. Опухшие багровые лица, глаза, склеенные гноем, кровавые и гнойные струпья по всему телу. Страх пережитого снова встал перед Кириком. — Чего? — кричал он гневно. — Чего смотрела? — Ничего, никого там нет, Кирик. Всех кончал, молодой и старый. Кирик хотел было выругаться, но побоялся, чтобы не накликать плохого, торопя оленя. — Всякий хворь-то есть, не всех ворают вместе. Это пришел, всех положил. По что так? — спросил он, когда они уехали далеко от опасного места. — Потому что оспа поражает всех поголовно. Никто не может устоять против этой болезни, а передается она на огромные расстояния, и зараза ее на вещах сохраняется годами. Валентина задумалась. Картина страшного опустошения все еще стояла перед нею. — Это очень старая болезнь, Кирик. Пришла она к нам с юга, из жарких стран, из Китая, из Африки. Я знаю, что старая. У нас ее старухой зовут. Красная старуха. Она и черная бывает, когда простая оспа, то все тело покрывается таким горохом белым, а при черной оспе горох черно-красный. Это кровь в гнонячках. — Я знаю. Я видел. И краснеет, и чернеет. И старая. И не подохнет, однако. — Нет, Кирик, теперь она уже издыхает, — сказала Валентина, снова повеселев. Четвертое. У груды небрежно сведенной рыбы сидела на высоком помосте женщина в желтом сатиновом платье и рубахе. Внизу на песчаной косе темнели чумы. В одном из них особенно громко, в ясной свежести лесного летнего утра плакал ребенок. Он плакал хорошо, не жалея своей маленькой грудки, изредка умолкая, чтобы передохнуть, и мать, нанизывая рыбу на бечевку, с удовольствием прислушивалась к его сильному голосу. Ребенок не камень, чтобы лежать молча. Тоненькие тугие косицы мотались по острым скулам Эвенки, по ее узким, под спадающей рубахой плечам. Выпрямившись во весь свой малый рост, миловидная и легкая она посмотрела вверх по берегу, блестя глазами полными света и солнца. Потом она приложила к смуглому лбу щиток ладони и радостно засмеялась. К поселку приближалась полдесятка чужих оленей. Грязные ручонки детей, смуглого снящиеся руки женщин, серая кожа стариков. Преодолевая собственную тревогу и боязнь первых дней, Валентина преодолевала и косность лесных жителей. «Мыться! Кирик, скажи, чтобы все приходили ко мне чисто вымытые. Пусть без мыла, пусть в холодной воде, но вымыться надо. И надеть что почище, и чтобы не расчесывали руками царапины, которые я сделаю». Валентина принимала празднично одетых людей возле чума. Столом ей служила перевернутая нарта, накрытая свернутой палаткой. Валентина вытирала перед прививкой кожу пациентов спиртом, а Кирик неодобрительно морщился. «Можно горячей вода сварить, как в бане. Зачем спиртом мыться? Выпить лучше». И мужчины, и веселые, скуластые девушки вполне разделяли мнение Кирика, принюхивались, вздыхали и удивлялись расточительности доктора. «Будь Валентина купцом, геологом, просто путешественником, посуда со спиртом давно бы исчезла. Но ее звание доктора было покоряюще обаятельным в своей новизне и загадочности. Старого охотника, известного своей храбростью от Учура до Верхови и далекого Аймикона, уговаривали долго. «Стыдно тебе, детка Михаила!» — укоряли его и вены. «А если умру?» — упрямился старик. «Я две больших оспы видел. Не трогала меня старая старуха. А когда ее на молодую поменяю, она сердиться может». Потом он пустился на хитрости. «Когда все будут привиты, все будут здоровы?» «Будут здоровы», — сердито подтвердил Кирик, уже охрипший от разговоров. «Значит, мне и заболеть не от кого будет». Рыболовы даже заахали от такого мудрого рассуждения. Кирик тоже не сразу нашелся, что возразить. Потом он полез в карман, вынул из гаманка пачку денег. Прежде чем отделить трехрублевку, он старательно поплевал на пальцы. «Вот», — сказал он гордому собой старику, — «так могут поплевать на оймекони или в крест хольджои. Это может сделать больной оспой. А потом эти деньги привезут сюда. Так ходят болезни. Почему они так ходят, я не понял. Но если оспа летает по ветру, то в моем кармане ей совсем хорошо». Михаил опритих, помолчал, подумал и начал стаскивать рубаху со своего смуглого худого тела. Вечером Валентина долго сидела над речным порогом. Вода неслась перед ней пенистым ревущим потоком, кипела буграми, налетая на камни, прыгала, как лосось, изгибая в облаках брызг черно-зеленую спину. А немного ниже по руслу, косо относя к отлогому берегу рваные шматки пены, она текла сплошной глинцевитой, лоснящейся массой, отдыхая после стремительного бега. Было грустно и хорошо сидеть на стволе упавшего дерева и смотреть на движение реки, на деревья противоположного берега, черные, точно обугленные на фоне багрово-красного вечернего неба. Мрачно и величественно, как в стихах Верхарна, подумала Валентина и встала. Но вдруг увидела, внизу, по глубокому броду, двигались к поселку рыбаков оленные всадники. Один олень отбился в сторону и плыл, закинув за спину рога. И, казалось, не от зари, а от какой-то рогастой головы струилась по реке кровавая полоса. Пятое. Снова вспыхнул сухой хворост на кострах. Рыбачки выбегали из чумов, на ходу оправляя платья и косы. Явился и Кирик. Сел на песке у огня, расчесал пальцами жесткие вихры, запалил трубочку, ту, что выменял на глухарей у старика Коббы. Веселая, беззаботная болтовня началась у костра. Приезжие женщины с наивным любопытством осматривали Валентину. Они трогали ее сапожки, щупали мягкие волосы, тенявшие светлым блеском смуглый загар ее лица и шеи. Их темные маленькие руки легко прикасались к ее розовым ладоням, ее мужскому костюму, к ее гребенкам. Она только улыбалась, позволяя вертеть себя, как им вздумается, забавляясь непосредственностью своих лесных сестер, еще более живых и простодушных, чем она сама. С ними были дети. Валентина присела у вьяков, сложенных на песке, развязала мягкие ремни, вынула из корыца плетенки крепенькую, спокойную девочку. Девочка была по уши мокрая, но толстощекая, накусанная комарами личика, ее широко улыбалась беззубым ртом. Сжав кулачонки, она потягивалась всем уставшим тельцем, смешно отставив задок, чумазая, пропахшая острым зверушечьим запахом и все-таки прелестная своей детской нежной пухлостью и теплотой. «Надо мыть», — сказала Валентина матери, сразу угадывая ее по мягкому, тревожному блеску глаз. «Мыть надо!» «Мыть надо», — повторила Ивенка и, смеясь, оглянулась на большой костер. «Кирик! Мыть надо!» Кирик переспросил и тоже засмеялся, начал говорить по-своему горячо и оживленно, потому как сочувственно слушали все и хохотали потом. Валентина поняла, что он рассказывал про баню артели. Она сама принесла теплой воды в котелке, щурясь от дыма, начала мыть девочку, придерживая ее подгрудку, сильно намыливая ее опущенные плечики и круглую спинку. Ребенок удивленно молчал, только покряхтывал, но под конец операции закатился громким плачем. «Мыло в глаза попало», — пояснила Валентина матери и, взяв котелок, окатила девочку остатком воды и завернула ее в свое полотенце. «Вот теперь мы совсем славные!» «Хорошая девка-то, а?» — спросил подошедший Кирик и пощелкал пальцами. «Эй, какой хороший!» Девчонка опять улыбалась, и всем было очень весело. «Говорят», — сказал Кирик, кивая на приезжих и венков, «говорят, охотники нашего рода кочевали туда». Он махнул рукой на водораздел Амалоя и Сантара, чернивший над лесом на тускло-красном уже остывающем небе. «Жаль», — спокойно ответила Валентина. «Хорошо, что Кирик рассказывает им, что у нас там делается», — подумала она впервые так полно и радостно, ощущая свою связь со всем, что делалось там. Она сидела, покачивая на руках ребенка, смотрела на темно-бронзовое с длинным приплюснутым носом лицо Кирика и думала об Анне примиренно и нежно. «Уехала родня», — говорил Кирик, очень огорченный. «Верста за сорок уехала, а может, за шестьдесят». «Может, и за шестьдесят», — рассеянно повторила Валентина, занятая своими мыслями. «Повидаться бы надо», — продолжил Кирик. «Больно уж надо». «Почему же у них нелады из-за мелочей», — думала Валентина, не слушая Кирика. «Неужели Андрей мелочный? Разве я не могу без него жить? Просто он показался мне лучше всех, кого я встречала. Любовь Анны к нему только подтолкнула меня. Странно даже и грустно, но, кажется, я уже забываю о нем». «Надо бы повидаться-то. Может, заедем?» «Заедем». «Куда заедем?» — встрепенулась Валентина. «К родне заедем. Давно не видел». «А где она?» «Давер сорок, а может, шестьдесят. Чаю попьем». Валентина посмотрела на него с изумлением. Лицо его было упрямо неподвижно. «Чаю попьем». Валентина не знала, смеяться ей или сердиться. «А может, полечишь кого?» — мягко, но настойчиво продолжал свое Кирик. «Давно ездим. День-два лишний не беда». «Нет, мы поедем завтра не в гости, а вниз по Амалую, к Якутам», — твердо сказала Валентина. «Потом поедем вниз. Сколько лет не видел». «Кирик!» «Я знаю, Кирик!» «Я везде идет. Целый месяц идет. Два дня лишний не беда». Ветлугин облокотился на стол, уставился на стенку невидящим взглядом. Выпуклые глаза его, обведенные снизу густыми синяками, смотрели тускло, точно подернутой дымкой. «Привязался, как пес», — прошептал он с грустной покорной издевкой над собой. «То погладят тебя от полноты сердечной, то бьют по носу». «Андрей да Андрей! Вот жестокая игра чувств! Я мечтаю о ней, дико радуюсь и глупею от одного ласкового слова, а тот проходит, даже не замечая обожания моего божества. Истинная трагедия!» Ветлугин хотел обмакнуть перо в плоскую чернильницу, но в ней тонула, отчаянно барахталась муха. «Вот дрянь какая!» — сказал Ветлугин и снова задумался. «Нет, все-таки подло устроен человек», — решил он после всех размышлений. «Целым миром управлять может, а со своими чувствами никак не справится. Барахтается, как вот эта муха». Но мухи в чернильнице уже не было. Она сидела на отношении, которое Ветлугин собирался подписать, старательно вытирала голову лапками. Жирная черта, проведенная мушиным брюшком, чернела на бумаге, по обе стороны ее красовался тончайший узор мелкого накрапа, следы лап и крыльев. «Ты удивительное существо, способное пристыдить кого угодно», — сказал Ветлугин, сбрасывая муху концом пера и еще более размазывая чернила. «Но что сказала бы Анна Сергеевна, увидя на деловом письме такой розчерк?» «Отвратительно. В самом деле я превращаюсь в этакого жалкого нытика». Ветлугин взял испорченное отношение и пошел было в машинное бюро, но на пороге столкнулся с Анной. «Я вернусь сию минуту», — сказал он, здоровая с ней. «Вот женщина, не расположенная к меланхолии», — размышлял он, идя по коридору. «Мне бы так. Ей, наверное, и в голову не приходит, что ее Андрюша может изменить. С другой женщиной он, возможно, и не изменил бы, но Валентина. Она его уже приручила. О, злая рыжая ведьма!» «Я к вам по очень серьезному делу», — сказала Анна, придвигаясь к столу вместе с креслом. «Только что получен запрос из Треста о разведке Долгой горы. Просят дать наше окончательное заключение». Анна чуть помедлила, рассеянно перебирая по столу пальцами. «Неудобно, что все это придется делать без самого подосеного. Понимаете, неудобно получается, но это очень срочно. Он же писал туда. Андрей, теперь нужно решить. Мои соображения вам известны. Как там сейчас, на Долгой?» «Как?» Витлугин пожал плечами, сделал неопределенное движение рукой. Глаза его задумчиво сощурились. «Все тоже пусто». «Значит... значит...» Витлугин вспомнил разведчиков и старателей, работающих на свой риск на канавах Долгой горы. Не фанатики же они в самом деле. Что их всех привязало там? Разведка россыпи по ключу под горой давала хорошие данные. Золото шероховатое, яркое, поддается скварцам. Золото дано местному происхождению. Выхода пород на Долгой тоже обещали многое. «Ну, как вы думаете?» — поторопила Анна. «Я думаю, нужно еще раз съездить туда и посмотреть», — сказал Витлугин. Лицо Анны заметно просветлело. Эта проклятая гора, затянувшая Андрея, доставила ей немало тревог. Анна внимательно вгляделась в лицо Витлугина. Он не был мстительным и мелочным, и Анна особенно оценила это сейчас. «Но как он изменился?» — подумала она. «Такой был веселый, говорун, сияющий такой, а сейчас поблек и постарел, пожалуй». «Надо поехать туда завтра», — предложил Витлугин после небольшого молчания, нервно играя незажженной папиросой. Опустившийся рукав белоснежной нижней рубашки беспомощно выглянул из-под манжеты его ковбойки. «Тогда лучше подождем представителя треста, он приезжает на днях», — сказала Анна краем глаза, успев заметить и невинный беспорядок в костюме Витлугина, и крохотную, ловко пригнанную заплаточку на его рукаве. «Следит за собой, как опрятная вдовушка», — подумала она доброжелательно, но нахмурилась, недовольная тем, что отвлеклась посторонней мыслью. «Он приезжает на днях, правда, он приезжает по другому вопросу, ознакомится с введением новой системы на руднике, но он работал и по разведкам, а я за это время договорюсь с правлением треста». Анна пошла было к двери, но вернулась еще и сказала серьезно. «Мне хочется, чтобы у вас все было хорошо». Она вспыхнула до корней волос под быстрым взглядом Витлугина и добавила. «Так радостно видеть счастливых людей, а вы стоите счастья!» Седьмое. Витлугин ехал позади всех, небрежно кинув поводья. Глаза его рассеянно блуждали по сторонам. Вот этой же дорогой ехала весной Валентина с Андреем. «Как она обрадовалась тогда поездке с ним, даже скрыть не сумела», — вспоминал горестно Витлугин. «И меня приласкало. Мы будем друзьями. Вечное утешение для влюбленных неудачников. Благодарю покорно». Витлугин сердился, но тут же представлял, с какой радостью поехал бы он к Валентине при первой возможности. «Да, Виктор Павлович», — говорил он себе, почти не глядя на дорогу, предоставляя лошади вести себя, как ей вздумается. «Вы, конечно, поехали бы, но возможности такой не предвидится. Ну-ка, я завтра махну в тайгу, а у меня восемь тысяч рабочих, сборка драк, введение новой системы работ на руднике. Размахнулась Анна Сергеевна. Ничего себе, почти на четыреста квадратных метров. В одну такую выработку колокольню Ивана Великого упрятать можно. И поеду, я тыщу свою хорошую где-нибудь в якутском таборе. А она сурово занята. Может быть, палатку ставит, может, с больными возиться. Ведь Лугин сердито тряхнул головой, точно хотел отогнать невеселые навязчивые мысли. Осмотрелся, и вдруг в стороне от дорожки увидел что-то синее. Кругом возвышался могучий сосновый лес. Развалы камней чернели между стволами деревьев. Густо разросся шиповник. Рябина клонилась, отяжеленная гроздями желтоватых ягод. Было дико, глухо, но что-то странно волнующее, домашнее, привлекало внимание Витлугина. Он свернул с дорожки и поехал прямо через кустарник. На земле, покрытой сухими сосновыми иглами и вылощенными шишками, лежала смятая шелковая косынка. Синяя косынка с мраморным пятнистым узором. Витлугин поднял ее и с минуту с отчаянно бьющимся сердцем всматривался в знакомый узор. Он помнил каждую складочку на платьях Валентины. Это была ее косынка. Она как будто хотела напомнить Витлугину о его любви. Он поднес было косынку губам, но остановился. Как она попала сюда? Разве Андрей и Валентина ехали не по дороге? Значит, они сворачивали сюда? Может быть, они сидели вот здесь и целовались? И... Боже ты мой! Витлугин взглянул еще и не узнал знакомого узора. Все расплылось. Он поднес косынку ближе глазам и вытер ею навернувшиеся злые слезы. Восьмое. У новой канавы, особенно глубокой и просторной, сидел рабочий разведчик. Одна нога его была обута в сапог, широконосый, рыжий, стоптанный. Другую ногу он неторопливо и ловко обертывал куском парусины. Сапог-то потерял, что ли? Спросил его Витлугин. Рабочий поднял голову. Он был средних лет, весь точно обитый. Линялая рубаха, сопревшая от пота, так и расползалась на его плечах и широкой груди. Узнав Витлугина, он улыбнулся. — Работаем, — заговорил он, продолжая свое занятие. — Сапог-то? Нет, не потерял. Ногу я убил. Лом уронил, ну и зашибся. Распухла нога-то. Не идет в сапог. — Так тебе лечиться надо, а не работать, — сердито посоветовал Витлугин. — Где же тут лечиться? — просто сказал рабочий. — К вам на прииск идти далеко, в бараке сидеть тошно. — Вот прикроем здесь все работы, тогда подлечишься, — желчноиспытующе сказал Витлугин. Рабочий спрятал концы веревки, завязанной им под лодыжкой, сунул забинтованную ногу в короткий опорок и только после этого глянул из-под лобья на Витлугина. — Так, — произнес он. В голосе его прозвучало осуждение и даже угроза. — Ловко придумано. Как же вы прикроете дело без Андрея-то Никитича? Конечно, вам все равно, будут работать на Долгой горе или не будут, а мы тут, можно сказать, душой прикипели. — Да ведь нет ничего. Рабочий молча встал, порылся в кармане, достал бумажку, вытряхнул из нее на ладонь блестящие желтые кружки и поднес ладонь к самому лицу Витлугина. — Это как называется, товарищ инженер? — Это золото. Сразу забыв обо всем, что волновало его, Витлугин начал рассматривать светлые крупинки. — Золото было такое же, какое встречалось в россыпи внизу, на Звездном. — Где ты его взял? — Здесь, вот в этой канаве. В скварце попало. — Только оно в цельных кусках было, в руде, как полагается, а я его растолок. Витлугин покачал головой. — Зря. Но кто теперь поверит, что оно отсюда? — Мы же без умысла, — сказал рабочий бледнее. — Сколько радости у нас было, хотели как лучше. Вы ведь сейчас сами большие, сами маленькие. — А еще попадается? — Да нет, покуда. Мы сегодня со всей охотой метро-два прошли, хотя скала сплошная, все нет и нет. — Значит, опять нет. Тоже с сожалением повторил Витлугин и обратился к Анне, подходившей вместе с представителем Треста. Вот здесь была обнаружена и сразу выклинилась жилка золотом, вкрапленным в кварцы. Все стали рассматривать найденное золото. — Но это золото похоже на то, что нам показывали внизу, на левом увале россыпи, — заметил представитель Треста, перекатывая пальцем острые желтые крупинки на своей пухлой ладони. — Похоже, потому что этот челдон растолок образцы руды, — сказал Витлугин. Представитель Треста обернулся к рабочему, который то краснел, то бледнел от волнения. — Как же вы, голубчик, работаете на разведке и позволяете себе так поступать? — И я вот убежден, что коренное месторождение в этой долине уже разрушено. И не здесь надолго оно было основным, а в отлогих гольцах Верховья. Ведь золото-то обнаруживается по течению всего ключа. Чем же вы меня разубедите теперь? Ведь это же преступление. Разве вы не знаете, что здесь каждое вещественное доказательство должно быть сохранено для документации? Для этого оно внеприкосновенно, как мертвое тело до приезда следователя. — Ну и дурак, — подумал Витлугин, сразу обрушив все свое раздражение на трестовского инженера и уже оскорбляясь за рабочего, который с подбитой ногой притащился на этот крутой водораздел и целый день работал со всей охотой. — И что ездят такие вот умники? Сидел бы у себя в тресте. Будут работать надолго или не будут? Ему ведь все равно, а для нас это вопрос жизни. Девятая Тун-тун-тун Железо кричало звонко, страстно, и этот отрывистый зов далеко разносился по дикой долине. Андрей, сидя, съехал с крутизны по скользкому плотному маховищу и несколько минут сидел неподвижно, упираясь ногами в затравевший дерн, на котором в сухих косматых кочках поднимался корявый ольховник. Широкий зубчатый лист медлительно колебался перед самым лицом Андрея. Андрей потянулся к нему, сорвал его губами, он был шершав и прохладен. За лесом все так же звонко долбил буркий стона, завезенный сюда с разведочной базы еще зимой. Слушая далекий звон железа, Андрей зажмурился. Казалось, звенела вся земля, теплая, под августовским солнцем. Тоненький звук выделился еще в этом стоне, в лесном слитом шорохе. Андрей открыл глаза. Прямо перед ним бегала на валежине крохотная печуга, боязливо вертела головкой в широком воротничке, сердито и жалко стопорщенных перьев. Он смотрел на нее и не шевелился, любуясь ею. Осмелев, она перебежала через его вытянутую ногу, и тогда он совсем близко, под сухими былками прошлогодней травы, увидел ее гнездышко. Уже оперившиеся птенцы смирно лежали в нем, сбившись в серую кучку, блестели из нее черными бисеринками глаз. «Так вот оно дело-то какое!» — сказал Андрей и засмеялся. Он встал и подкинул выше тяжелый рюкзак и пошел с ружьем в руках сквозь ольховник на звон бура. Шелковые сито-паутины висели между кустами. Неподвижно сидели на них хозяева-пауки, выставив круглые скорлупки спин. Андрей то и дело смахивал с лица липко их плетение. Он шел, грузно топча траву, усталый от целого дня ходьбы. Ручные буры, привезенные со светлого, были уже установлены на новом ключе. Продовольствие заброшено, и Андрей пробирался на разведку, где находился Челков. По уговору он должен был уже закончить свою работу, чтобы после встречи с Андреем двинуться прямо тайгой на Звездный. Разведка Долгой горы страшно беспокоила их обоих. Андрей шел и думал о предстоящем отдыхе у разведчиков. Это не то, что зимой в палатке, когда волосы примерзают к подушке. Подумал он, споткнулся о невидимой в траве камень и улыбнулся и этому камню, и своим мыслям, и тому животно-жизнерадостному ощущению своей крепкой молодости, которая делала его счастливым участником жизни, кипевшей в окружающем его зеленом мире. Сотни глаз смотрели на двуногое чудовище из-под каждого камня, из-под каждого листа. Множество живых существ невидимо поедали друг друга, жертвовали собой для других, охорашивались, трудились. И все вместе создавали жизнь. Жизнь. Андрей засмеялся тихим счастливым смехом и снова пошел, бережно неся в себе это счастье жизни, наполнявшее его душу почти детской свежестью. Его деловые заботы и волнения оставили его сейчас, ему ни о чем не хотелось думать. И Анна, с которой он расстался, почти желая этого, чтобы восстановить прежнюю ясность своих отношений к ней, и Валентина, и даже Маринка, все отошли от него. И он ощущал и любил сейчас здесь, под высоким горным небом, только одного себя. Непуганные тетерева и вальшнепы вырывались, треща крыльями из-под самых его ног, и он впервые, необжигаемый страстью охотника, орал им вслед. Зеленый снизу, голубой и синий сверху, мир встает огромной птицей, свищет, щелкает, звенит. Ему казалось, что вся прелесть охоты пропала от обилия этого летающего мяса, от легкости убить. Но он просто не мог убить в этот день, когда все в нем распустилось и разнежилось, как молодой лист, вывернувшийся из почки. Когда Андрей вышел из чащей на светлый косогор, то низкое багровое солнце показалось ему совсем тусклым. Небо тоже было тусклое. Где-то далеко горела тайга. Андрей остановился, потянул носом легкий запах гарри. Так вот пахло в детстве, когда по сопкам гуляли огни весенних палов, когда цвел лиловато-розовый багульник, и лягушки скрипели хором на теплых болотах. Десятое. Барак разведчиков стоял у самого ручья, на каменистом мысу. Одинокий, низкий, но такой надежно уютный со своим срубом из толстенных тополевых бревен, сблекло зеленым дерном крыши с окошками подслеповатыми и глубокими, как бойницы. Костер, разложенный у воды, еще дымился. Неподалеку в ямке-садке, выложенной камнями, игралось десяток хайрюзов. Тут же валялся чайник и котелок, облепленный рыбьей чешуей. Андрей бросил на угли сухого хворосту, повесил чайник на обгорелую жердь, и, волоча за лямку рюкзак, пошел к бараку. Там было пусто, темновато, прохладно, пахло баней, под порогом в два ряда висели веники. Челкова не было в бараке, но вещи его, простая котомка и телогрейка, лежали особняком в углу на широких нарах. Андрей положил рюкзак и патронтаж, повесил ружье, постелил на краю нар свой плащ и прилег отдохнуть, пока вскипит чайник. Миска с голубикой стояла недалеко от него на столе. Андрей потянулся было к ней, но так и не дотянулся. Заснул с вытянутой рукой, с улыбкой на обветренном лице, обросшим щетиной. Он спал и уже во сне взял эту миску, но он держал ее не один. Синие глаза Валентины смотрели на него из-за тонких, блестящих, золотящихся ресниц. Чуть шевелились ее губы, но слов не было слышно. Под этим голубым взглядом неровно, стесняя дыхание, забилось сердце Андрея. «Что скажете?» — попросил он, наклоняясь, и точно к иконе приложился, поцеловал ее беззвучно шевелившиеся губы. От этого неощутимого поцелуя, от щемящей боли в груди он проснулся и, ничего не понимая, сел на нарах. Было темно. Кругом сонно дышали люди, вверху открытой двери слабо серебрился край звездного неба, а на порожке дрожал красноватый от свет костра. Посидев минуту, Андрей снова лег и вдруг понял, что ему жаль утраченного сна, что ему хочется еще видеть Валентину с этим взглядом, открывающим всю нежную горечь ее затаенного чувства. Андрей не пытался анализировать свое отношение к Валентине. Он и не мог сделать это сейчас, когда все в нем как-то сдвинулось с места. Не было ничего чувственного в мыслях о ней, но чудесная нежность и умиление перед ее красотой переполняли его сейчас восторженной, благодарной радостью. Он лежал неподвижный и легкий, широко открыв глаза, улыбался, бережно перебирался встречи с Валентиной. Ее слова, жесты, взгляды. Она была прекрасна. Она понимала, она любила его. Радость Андрея все росла. Он почти задыхался. Его потянуло на воздух, он встал, неслышно ступая по земляному полу. Вышел из избушки. В прохладе крепкой августовской ночи плескался невидимый в камнях ключ. Ветер шелестел травой и листьями, потрескивал костер. Казалось, самые звезды шуршали ворсинками фосфорического мерцающего света. Звенящий удар пронесся над долиной. Андрей вздрогнул. И снова раздался удар, железный, кованый. На Кейстонии возобновили работу. Андрей взглянул на одинокую черную фигуру, колдовавшую у костра над таким же черным котелком, и медленно пошел к буру по едва заметной тропинке. Буровой станок, высокий и легкий по контуру, четко вырисовывался в свете пылающего костра. Чумазый кочегар возился у топки, искры огненной метели укружились над ним. Андрей поговорил с мастером, посмотрел, как промывальщик делал промывку вынутой из скважины породы. Проба оказалась хорошая, и это еще больше подняло настроение Андрея. Не зря было потеряно время, не стыдно было возвращаться домой. Он постоял еще у станка и пошел обратно. Одиннадцатое. Увидев черную глыбу барака над слабо освещенной линией берега, Андрей вспомнил, что он с утра ничего не ел и сразу заспешил, ускорил шаги. Вместе с дымом костра он вдохнул запах ухи и почти сбежал вниз. На камнях у огня сидел Чулков. Они поздоровались просто, хотя расстались недели две назад, и оба были очень рады видеть друг друга. «Завтра подадимся к дому», сказал Чулков, помешивая в котелке ложкой. «Покуда вы доберетесь до здешней разведочной базы, я уже на Звездном буду. Прямиком-то отсюда километров пятьдесят, не больше». «Да, пожалуй, не больше», задумчиво согласился Андрей. «Вдвоем они долго трудились над ухой, пили чай, мыли в ручье посуду, потом закурили». «Значит, вы домой», сказал Андрей. Он сидел, охватив руками колени, ширился от дыма папироски, взгляд его, устремленный на огонь, был далек и безразличен. «Да, домой», сказал Чулков, и усмехнулся неожиданно горестно. «Ходишь вот так по тайге день-деньской. Велика она, матушка, а ты перед ней, как семечко на ветру. Плохо, когда его нет дома-то». Горечь этих слов заставила Андрея очнуться от своих дум. Он пристально взглянул на Чулкова. Он почувствовал неловкость от того, что никогда не интересовался личной жизнью преданного ему человека. «Как же вы? Неужели совсем один на свете?» «Один», сказал Чулков. «Видимо, его что-то разбередило, и ему хотелось поговорить». «Один, как перст, и всю жизнь в лесу», сообщил он еще нерешительно, но тут же стал рассказывать. «Отец мой русский был, а женился на якутке, крестьянствовал в наслеге. Семья у нас была большая, заимку освоили добрую, а после захудали. То ячмень вымерзал, то скот падал. Пошел я тогда батраком в соседний наслег, долго там жил, и был там якут. Прохором его звали. Большеголовый, кривоногий, но сильный был, ловкий, как бес. Напоролся весной на медведицу, подмяла она его, так он ее ножом заколол. Вот он какой был». Челков долго молчал, как будто продолжая рассказ про себя. Лицо его все оживлялось. Уехал он раз на Лену, прошка-то, пушнину повез, хотел новое ружье купить. Долго проездил, снег уже сходил, когда он заявился. Со старым ружьишком, без пушнины. И что бы вы думали, привез он себе жену. Фекла ее звали. Славная такая, тоненькая, лет шестнадцати. Не очень скуластая, только глаза якутские, узкие. Так и жжет, бывало ими. Увидел я ее, и поглянулась она мне. Смеялась она всегда тихонько так, посмеивалась, а близко не подпускала. Я ей говаривал, ты меня, Фекла, не дразни, а сам от нее оторваться не мог. Полюбил, значит? Сочувственно спросил Андрей. Стало быть, полюбил. Прожили мы это года два. Фекла вовсе похорошела, а прошка заплюговел. Тосковать стал, детей ему надо было. Пошли у них не лады. Начала она ко мне преподать. После-то я понял, ребенка она хотела, а тогда обрадовался. Говорю ей, давай сбежим на Лену. Прожка, мол, разлюбил тебя, другую теперь возьмет. А она в слезы и то ласкается ко мне, то шипит, как дикая кошка. Страдания, да и только. Стала она и с лица увидать, да еще какую привычку взяла, как метель она шасть из юрты станет на самом ветру и не то поет, не то причитает и в ту пору не подступится к ней. Так в одну метель и пропала она у нас. Дня уж через три пошли якуты за оленями, а она стоит себе свечечкой на сугробе. Ремень-то зацепила за сук, да и захлестнулась, а потом уж снегом ее замело. Тоска меня тогда взяла, все мне фекла из-за каждого дерева мерещилась, сны одолевали всякие. Проснусь, будто кличет кто Петра, Петра, и слышно в темноте бляшки на одежде позвякивают, опрошка-то оказывается тем же мучился. Удивительное дело. Вот и приходит он ко мне и говорит. Давай, уходи куда-нибудь, фекла говорит, приходит ко мне по ночам и плачет, на тебя жалуется. Что тут будешь делать? Собрал я свои монатки и ушел на прииски к русским. Разведчиком стал, жизнь уже прожил, а тоска не изжита. Значит, душа не стареется. Челков лег грудью на камни, облокотился и неподвижным взглядом уставился в темноту. Костер догорал, и от его неровного света глубокие глаза Челкова то вспыхивали красноватым блеском, то снова гасли. И что такое эта самая любовь? Произнес он ровным, безжизненным голосом, обращаясь не к Андрею, а к кому-то невидимому, за костром. Говорят, сон сильнее всего, а она и сон, и самую жизнь отнимает. Не любила бы Прошка Феклушу, разве пошла бы она на такое? «Тяжелая история», сказал Андрей. Ему жаль было Челкова, жаль Феклу, но даже этот грустный рассказ не омрачил его настроение, а лишь углубил прелесть и чистоту чувства, владевшего им. «Конечно, тяжело в тайге одному», добавил он с оттенком невольного превосходства. «Куда же денешься?» сказал Челков покорно. Он сел, сломал о колено тонкую сушину, бросил палки в костер. Проезжал перед вечером Каюр с Антара, рассказывал, что большие палы пошли верховьем. Опять, наверное, русские подожгли. Не умеют они от огня беречься. А якуты на малое волнуются теперь, а спу им прививали. Но и боятся, чтобы доктор огнем не застигло. Откуда доктор? А кто его знает? Посылали стало быть. Двенадцатое. Консервная банка валялась на земле, выжженной костром. Разбросанные головешки не были покрыты пеплом, ярко чернели и холодные угли. Сразу было видно, что костер не потух, а залит водой. Банку вот забыли, значит, очень торопились. Кирик пнул ее в сердцах, и она, звякнув, отлетела в кусты. Он обошел еще раз кругом. Нежно лоснились примятые ветки пихты, настланные на земле, пахли смолой тонкие жерди, остов чума. Видно, что совсем мало жили здесь венки. Кирик посвистел тихонько, искосо взглянул на доктора. Валентина сидела прямо на земле, охватив руками колени, сердито насмешливо смотрела на Кирика. Туча мошкары колыхалась в горячем воздухе над оленями, привязанными к дереву. Даже в чаще под тенью елок было жарко. Кружилась голова от запаха хвои, еловых шишек, разнеженной теплой земли, разогретых натеков янтарной смолы на коре лиственниц. Зачем уехали? Куда уехали? Бормотал Кирик, все еще разглядывая помятую траву и оленей помет. Напился чаю? Съязвила Валентина. Эх, ты вредный, ты вредный, меня мучаешь, оленей мучаешь, а я все расскажу вашему председателю. Зачем мучаешь? Укоризненно сказал Кирик. Один, два дня не беда. Не беда? Как это не беда? Теперь обратно еще два дня? Зачем обратно? Дальше поедем? Дальше? скричала Валентина, поднимаясь. Она сорвала с себя сетку и шляпу, обмахиваясь ими, с разгоряченным лицом пошла на Кирика. Теперь уже близко, заискивающе смущенно, но по-прежнему упрямо, сказал Кирик, немножко отступая назад. Погода-то жаркий, костер-то совсем сырой. Валентина до боли в пальцах сжала кулак. Ей хотелось поколотить этого дико упрямого Кирика. Я не поеду, сказала она звенящим ломким голосом и сделала два шага к Кирику. Тогда подожди здесь, решительно предложил Кирик, отступая еще на шаг и на всякий случай заслоняясь выдвинутым локтем. Валентина заметила это движение, отбросила шляпу и со слезами в голосе крикнула «Подождать? Ты теперь будешь гоняться за ними по всей тайге, а я буду ожидать?» Слезы все-таки покатились из ее глаз. «Как же я останусь одна? Как тебе не стыдно?» «Я же не говорю «Останься!» Я говорю «Вместе поедем!» С сожалением, но без раскаяния сказал Кирик. «Ты ведь сама говоришь? Не поеду!» Он чувствовал себя правым. Валентина даже растерялась перед его непоколебимым упорством. «Куда же они уехали?» спросила она после тягостного молчания. «То-то беда! Никакой метки нет!» «Совсем даже нет!» заговорил Кирик сразу оживленный. «Наверное, услышали, что ты к ним в гости собрался?» «Вот и уехали, куда глаза глядят!» «Метку тебе!» «Как же!» «Нужен ты им!» И Валентина подумала, что охотники наверное испугались, услышав о прививке оспы и нарочно откочевали подальше. «Куда же теперь ехать без метки?» спросила она, еще помолчав. Кирик совсем повеселел. «Найду! Оленей-то у них много!» Тут он сразу вспомнил, что доктора надо беречь, начал умело быстро разжигать новый костер, сбегал за водой, даже подобрал мимоходом шляпу Валентины. Валентина сидела на коряге, устала опустив на колени поцарапанные грязные руки, сердито наблюдала за хлопотами своего проводника. Он примащивал плоский камень для столика, подсовывая под него нарубленные им поленья, вся его согнутая спина была покрыта серой кишащей массой, комары так и осыпали все живое. Ему это, конечно, интересно. Он чувствует себя дома, старый вредный черт. С отчаянием думала Валентина. Пусть он хоть треснет, она больше не станет помогать ему в домашней работе, пусть он сам теребит своих куропаток и рябчиков, пусть сам варит и жарит. Комары садились на лоб Валентины, мошки лезли ей в глаза, в уши, но она на зло киряку позволяла им есть себя, не утруждаясь ходить за шляпой. Даже когда дым костра повалил на нее, она зажмурилась, но не пошевелилась. Такая неподвижность напугала киряка. «Ты что, захворал?» спросил он, бросая развязывать тюк с провизией и подходя ближе. «Хворь, что ли, пришла?» переспросил он тревожно. Губы Валентины страдальчески изогнулись, она хотела еще сидеть и молчать, но вспомнила, что олени стоят рядом неразвьюченные, что кругом тайга, а кирик, дикий и непонятный человек, что ему стоит скачить на своих таких же диких оленей и умчаться, оставив ее одну. Он, кажется, очень хорошо понял, как ходят болезни. «Дым, глаза ест», сказала она, порывисто вставая. Тринадцатое. После короткого отдыха кирик потрогал острые пальмы, тяжелый нож. насаженный на длинную рукоятку якутским кустарем, еще не успел притупиться и прыгнул на своего оленя. К вечеру они доехали до остановки венков, но по всему было видно, что охотники снялись отсюда еще с большей поспешностью и повернули на север от Сантара. Теперь и Валентину захватил азарт погони, и она наутро ничего не сказала кирику, только спросила уже в пути. «Верно ли едем?» «Как неверно?» «Верно, однако. Теперь-то знаю, куда едут. Скоро река будет. Я тут проходил, когда был молодой». «Когда же это было?» «Давно было. Еще один жил, а теперь меньшой сын жену взял». В это утро небо показалось Валентине мутным и серым, а солнце, тусклое в эти мглистые от жары и сухого тумана августовские дни, совсем задохнулось в белом мареве. Кирик заметно обеспокоился, он стал поглядывать на солнце, вздыхал, цокал языком и все торопился, местами пуская рысью свою связку оленей. Валентина молча покорно ехала за ним. Потом по тайге потянул ветер, он дул слабо, едва раскачивая прозрачные колоссия высокого вейника, но был непо-таежному сух и зноен, и вскоре он неожиданно принес с собой горьковатый запах гари. Кирик ничего не сказал Валентине, останавливаясь на ночлег, но не отпустил оленей в тайгу, а привязал их на длинном ременном алыке. Когда Валентина уже спала, он вылез из своего шалашика, взглянул на небо. В мутной мгле не горелись звезды, угасла и та, что своим неподвижным светом указывает путь таежным следопытам. «Дым это, однако», тревожно шептал Кирик. Охваченный беспокойством, он раза два поднимался на дерево, но видел только седую мглу сухого едучего тумана. «Однако это дым», бормотал он тоскливо. «Ехать скорее надо, спасать однако нельзя». На рассвете по тайге потянули стаи белок с треском и шорохом, летавших с дерева на дерево. Они засыпали коринками, сухой хвоей, шишками, Валентину у Кирика. Рыжие, гибкие, распластанные тела белок, как огненные лапы проносились над головами путников. У подошвы каменистой сопки Кирик оставил Валентину с оленями, а сам побежал наверх, быстро мелькая, меж серых стволов лиственниц. Валентина смотрела ему вслед, чувствуя, как тошноватый холодок страха сжимал ее горло. Теперь она не злилась на Кирика. В нем была единственная возможность спасения. Беловатый дым окутывал на северо-востоке все видимое сверху пространство. Местами дым был темнее, иногда багровые гибкие языки пламени прорывали его и снова исчезали, и тогда дым сгущался в огромные черно-сизые клубы. Казалось, небо сбросило туда все свои облака. Такого пожара Кирик еще ни разу не видел. У него сразу пересохло во рту, и ничего не получалось, когда он хотел подсокать языком. Сородичи его, наверное, успели перейти на ту сторону речки, к большим озерам, но путь к ним теперь был отрезан. Огонь был еще далеко, но он быстро шел широким полукругом, и стаи белок, стремившиеся к югу, резко повернули на запад. Теперь приходилось пробираться по нетронутому, иногда тонкому и частому, как тростник, лесу. Кирик ехал впереди яростно, неустанно рубил широким ножом пальмой, расчищая путь. Грязный пот струился по его лицу, но он не вытирал его, не снимал меховой шапки. Тонкий серый дым наполнил весь лес, и сквозь него безучастно, как слепой красный глаз, смотрело солнце. Перед огнем отступало все живое, летели, бестолково кружась птицы, скакали, как безумные зайцы, промчался медведь, подкидывая черными голыми пятками, и долго слышно было, с каким треском ломился он сквозь заросли ельника. Порой Валентине казалось, что все это какой-то дурной сон, но так больно били по телу ветки деревьев так слезились опухшие, изъеденные дымом глаза, и страх так сжимал сердце, что, будь это во сне, она давно бы проснулась. Наконец они выбрались к неширокому протоку. Перед ними раскинулся остров, покрытый черным ельником и тополями. Кирик посмотрел на подтянутые бока оленей на Валентину и, кивнув на остров, сказал, плыть однако надо. Река горела серебристым блеском, но вдоль острова, обросшего по берегу кустами ив, она двигалась, густая, темная, покачивая, как зеленые облака, сплошное отражение листьев. По всей реке, как поплавки, мелькали головки белок. «Поплывем», сказала Валентина, ободренная речной прохладой. Четырнадцатое. Остров был уже занят. Всюду на кустах и деревьях ожесточенно отряхивались мокрые белки. Усталые после переправы, с облипшей шерсткой, они казались особенно тощими, со своими большими ушами и безобразно прилизанными крысиными хвостами. Они не собирались уже уходить отсюда, а все новые и новые стаи перебили воду реки. Некоторые самки пытались спасти бельчат летнего помета, но выносили из воды жалкие трупики. Уходить с острова было некуда, по ту сторону речки тоже клубился дым. Удрученный Кирик с минуту грустно смотрел на него, потом плюнул, смешно и грубо выругался. Все кончили, мох пропал, зверь пропал, птица пропала. И Кирик остервенело погрозил кулаком тому, кто выпустил огонь на волю. Затем он оглянулся на доктора, крикнул сердитым тоненьким голосом. Паром делать надо. На размытой береговой косе громоздился прибитый половодьем лес. Кирик начал вырубать топором сухие бревна. Валентина срезала огромным ножом тонкие тальниковые прутья. Мокрые волосы прилипали к ее лицу и шее. Босиком, без шляпы, в подвернутых до колен брюках она походила на мальчика. Сейчас она одна легко перетаскивала такие бревна, какие в обычное время ей было бы и не поднять. Едва они увязали два первые бревна, как загорелись ельники на острове, и скоро на берегу закопошилась масса мелкого зверья. Горностай, белки, бурундуки, мыши крутились прямо под ногами людей, лезли на платье, на бревна плота. Потом неожиданно сверху по реке донесся крик человека. «Эй!» Кирик поднял голову, но не бросил работу, закричал в ответ. «Эй!» Крик повторялся, все приближаясь. Показался человек в легкой оморочке. Это был охотник Михаила, тот самый, который так боялся прививки оспы. «Говори!» Быстро сказал он Кирику, выскочив на берег, но тот не присел, не набил трубочку, а схватил бревно и потащил его в воду. «Ты говори!» Так же откликнулся Кирик, не бросая работы. И Михаила, увязывая гибкими прутями бревна, рассказывал о том, сколько выгорело оленьих кормов там, где сходятся верховья Амалоя, Сантора и этой реки Большого Сактылаха, о том, что пожар, возникший от костров русского конного транспорта, сначала шел двумя очагами на расстоянии трех дней пути, а потом ветер подхватил его и слил в одно по направлению к закату. Лучшие олени-ездоки, посланные поселковым советом по следам доктора, наверное, остались по ту сторону пала или отсиживаются на озерах. Плод рос быстро, но огонь наступал еще быстрее. Странно заколыхались вдруг ближние кусты. Из густого сплетения гибких ветвей показалась лобастая голова медведя. Он жалобно урчал, крохотные глазки его пугливо посверкивали. Все было страшно, но люди все-таки были лучше огня. Зверь поколебался еще и вышел из кустов. Олени не обратили на него внимания, а продолжали стоять, понуро опустив головы с налитыми кровью глазами. Скоро этот клочок острова превратился в открытый зверинец. Смерть, лучший укротитель, неслась сюда высоко, развивая красной гривой, и заяц, готовый лопнуть от страха перед ней, сидел сгорбленный на хвосте притихшей лесы. Но они забеспокоились и заметались, когда нагруженный плод медленно отошел от берега. Отталкиваясь длинным шестом, Валентина видела тысячи глаз, понятливо устремленных на плывущие бревна. Стоило людям замешкаться, и у них не хватило бы места для пассажиров. «Сгорят они все», сказала Валентина, подавленная этими нечеловечески осмысленными взглядами. «Не все сгорят, которые потонут», сказал Кирик уже успокоенный. «Сахатый-то не дурак, выплывет на мелкое, в воде стоять будет, медведь тоже». плод плод быстро плыл по реке, затянутой дымом. С берегов дышало нестерпимым жаром. Жар гнул и коробил ветви деревьев, траву, сухие сучья. Они очернели, свертывались, дымились, и вдруг светло вспыхивали. И все вокруг гудело, трещало, качалось пьяно, грозно, вмазывая в небо грязные хлопья сажи, облака дыма и разорванные полосы огня. Огонь шел, все сокрушая в диком порыве, швырял по ветру горящие лапы, осыпал реку метелью вьющихся и гаснущих искр. Кирик черпал котлом воду, поливая ею вьюки, себя, оленей. Все были мокрые, жалкие, а к ночи еще хлынул вдруг проливной дождь. Пятнадцатое. Дождь чертил, рассекал воду, и вся она хлюпала, булькала, покрытая звонкими пузырями и светлыми, опрокинутыми на шляпке дождевыми гвоздиками. Сумерки разливались над крутыми, темно-лесистыми берегами, меж которых плыл плод. Олени тесной, серой, почти неподвижной грудой лежали посреди плота. Трое тонких намокших людей караулили с шестами каждый крутой поворот, каждый выступ, в который могли уткнуться, несшие их бревна. Так плыли они уже второй день. Садились на мели, бродили в ледяной воде, сталкиваясь с камнями. Чем больше трудности они переносили, тем крепче и спокойнее чувствовала себя Валентина. Казалось, на свете перестали существовать кашли, насморки, хотя ноги все время были мокрые и струйки дождевой воды то и дело проползали под прилипающее к спине сырое белье. Теперь Валентина гордилась собой и, преодолевая усталость, работала наравне с охотниками. Она даже усвоила себе их походку, легкую, почти неслышную, их манеру усматриваться и вслушиваться. Хорошо едем? спрашивал Кирик, совсем привыкший к ней. Хорошо, да не больно, отвечала она его же фразой. Валентина стояла с шестом в руках, с нетерпением ожидала удобного места для высадки, погреться бы у костра горячим чаем, съесть кусок поджаренного на вертеле мяса. Валентина с усмешкой подумала, как огорчился бы Ветлугин, увидев ее в такой обстановке. Сейчас она была бы рада встретить его. Об Андрее ей даже не думалось, он стеснил бы ее. Такой жалкой казалась она самой себе в своем грязном, разорванном костюме с распухшими, обветренными руками. За поворотом на берегу горел огромный костер, болталась на шесте серая тряпка. «Эй!» крикнул Кирик. В косой сетке дождя выросла высокая стройная фигура охотника. «Кто плывет?» спросил он по-эвенски, избегая вниз. «Доктор плывет. Чун-то есть? Шалаш есть, чай есть, мясо есть», скоро заговорил охотник. Он изо всей силы ухватился, заброшенный ему ремень захлестнул его за корень вывороченного дерева. Устроенный им навес из оленей шкур не вместил всех, и сам охотник сел под дождем, накинув на плечи и голову кожаный лоскут. В боковом свете костра лицо его с косо поставленными крыльями жестких бровей казалось бронзовым. «Скажи ему, чтобы он лез сюда, мы потеснимся», сказала Валентина Кирику. «Почему он не хочет?» «Уважение есть?» «Вот глупости». Кирик перевел. Охотник подсел ближе, стал говорить. От оленных всадников самолоя он узнал о докторе, по следам которого прошел огромный пожар. Эвенки решили, что если доктор не погибнет в огне, то ему не миновать сплава по реке Сактылаху. И вот он, охотник, ждет здесь. У него умирает жена от какой-то болезни, недавно родила, лежит горячая как огонь и все говорит, говорит непонятно и страшно. «Далеко?» спросила Валентина. «День на олене, семья большая, восемь детей». Кирик переводил. Он так устал, что ему даже не хотелось рассказывать ни о приисках, ни о своей артели. Он только и спросил от себя, какому роду принадлежит охотник, и не встречался ли он с его сородичами. Валентина долго сидела молча. Вьюг с аптечкой находился в сохранности, и что такое день езды до больного? «День два лишние, не беда», вспомнила она слова Кирика и усмехнулась печально. Охотник не уговаривал, не суетился, а сидел неподвижно, с внешним спокойствием ожидал ответа. Эвенки дипломатично молчали. Пусть доктор решает сама. Шестнадцатое. Утром охотник Михаила отправился обратно в Верховье, а Валентина с Кириком и охотником поехали в тайгу, седую от дождя и тумана. Дождь все еще шел, и слушая, как он долбит по шкуре, накинутой ею шерстью вниз на плечи и голову, Валентина смотрела на голубоватые тощие ветви лиственниц, осыпанные живыми светлыми каплями, на черной от сырости сучья ольхового подсада. Земля в низении не принимала больше воды, и набухшие бурые прошлогодние листья не могли уже прикрывать мелких луж, а тонули покорно густо, запрокидываясь вверх распрямленными краями. Теперь Валентине казалось, что в тайге было удивительно хорошо, когда стояла жара и так славно пахло древесной смолой и вялыми травами, а сейчас все стало мокрое, холодное, вещи во вьюках оцерели, и во всем лесу не найдешь сухого пятнышка для ночлега. Два чума стояла у озера на устье мелководной реченки, влиющейся среди огромных валунов. Серая лайка очень похожа на тайона, но зверовато настороженная к приезжим, радостно, без всякого заискивания встретила хозяина. Толпа черноголовых ребятишек с тревожно веселым любопытством уставилась на Валентину. Она все замечала, и лайку, и ребятишек, и синие космы дыма, спадавшие с острых макушек чумов. Но все это уже привычное не поражало ее воображение, занятого предстоящей встречей с больной. В чем ей было очень тепло, однако Валентина долго не могла согреться у пылавшего камелька, еще дольше она не могла отмыть руки. Под меховым одеялом металась женщина, рядом с нею лежал уже мертвый ребенок, девочка. В этот же вечер отец зашил ее в оленью шкуру и зарыл, по обычаю в тайге под буреломом. Валентина осмотрела больную, у нее были все признаки общего заражения крови, роды прошли четыре дня назад, а послед еще не отделился. Требовалось немедленное оперативное вмешательство, иначе никакое лечение было невозможно. Больная еще не погибла потому, что не было сильного кровотечения, но она вся горела, и таким грязным и убогим выглядело при скудном свете камелька лесное жилье. «Она умрет», перевел Кирик предсказание Валентины, и хозяин юрты сразу стал маленьким и сутулым. Горе охотника совсем расстроило Валентину, как она хотела, чтобы наперекор всему эта женщина хрупкая и длиннокосая снова наполнила чум своей милой суетней, материнским ворчанием и смехом. «Она наверно умрет», повторила Валентина со страданием, точно хотела тоном голоса искупить жестокость своих слов. «Но я буду лечить ее», добавила она, проникаясь смутной надеждой. Валентина вспомнила все случаи своей практики, пересмотрела аптечку. Она действительно решила сделать все, что было возможно. Присмиревший Кирик подавал ей теплую воду, новые оленьи шкуры, ее собственное чистое, но измятое во вьюках белье. Было совсем поздно, когда Валентина, тепло укутав больную, дрожавшую от озноба, пошатываясь от усталости, добралась до постели, приготовленной для нее в другом углу, закрылась зимней дохой хозяина и уснула мертвым, тяжелым сном. Она не слышала, как забегали из другого чума дети, как выгонял их эвенг хозяин. Кирик, потрясенный всем виденным, сбежал в большой чум и долго сидел там, у огня, поднимая брови, потряхивая головой в мучительном раздумье, пока не свалился, тоже побежденный сном. Семнадцатое Среди ночи Валентина вдруг проснулась и, глядя в полутьму широко открытыми глазами, села на постели. Ей снилось что-то ужасное, какие-то бабы, нагие, безобразные, наглые, и она между ними, босая в одной рубашке. И Андрей, очень пьяный, очень жалкий, маленький, сморщенный, целовал ее всю и плакал, и сама она была дряблая и сморщенная. Чьи-то липкие руки прикасались к ней, и стыд сжигал ее, потрясающий стыд. Сидя с открытыми глазами, трогая свое очень теплое, нежно округленное тело Валентина все еще не могла отделаться от ощущения этого стыда и ужаса. Потом она прислушалась к плеску дождя, еще усилившегося, сладко зевнула, собираясь уже прикорнуть в нагретом ею местечке, но, не закончив зевка, взглянула на постель больной и сразу вскочила. Женщина лежала неподвижно, одеяло не шевелилось на ее груди, лицо в переменчивом свете костра была темная, как земля. Валентина, почти не дыша, присела около нее на корточки, потрогала ее тихонько. Она была жива, но пульс ее, частый, западающий, едва бился. «Не умирай!» попросила Валентина и, жалко сморща нос, погладила жесткие волосы женщины. «Не умирай!» страстно, повторила она, опускаясь на колени возле ее изголовья. «Ты еще так долго сможешь жить! Почему я не приехала к тебе несколько дней назад? Все было бы хорошо! Не умирай! Не надо умирать!» повторяла Валентина шепотом, бережно пряча под одеяло горячую, потную руку Эвенки. «Господи!» шептала она, тоскуя в страшной своей затерянности здесь перед лицом смерти. «Такая ночь и темнота кругом, так мало людей на этой дикой земле, а смерть отнимает мать у детей!» Слезы навернулись на глаза Валентины, вся гордость ею собой пропала, и она чувствовала себя несчастной, слабой, маленькой. К утру больная снова заметалась и начала бредить. Хозяин чума и Кирик принесли крохотный стол, похожий на низко опиленный табурет, чайную посуду, вареную оленину, лепешки, ягоды. Валентина ничего не стала есть. Она заставила себя взять кусок, разжевала его, но гнетущая тоска клещами сдавила ей горло. Как баба-то не померла? спросил Кирик. Нет, жива пока. Помрет еще, сказал Кирик. Он помолчал в раздумье, поднимая и сводя к переносию брови. Разный хлорь-то бывает, не все, однако, лечить можно. Все можно лечить, пока не поздно, сердито ответила Валентина. Это умрет, потому что некому было помочь вовремя. А женщин у вас мало, старятся рано, матерей особенно беречь надо. Валентина взглянула на удивленного Кирика Кирика добавила со вздохом. Ничего не понимает. Я все понимает, обиженно возразил Кирик. Ты правду говоришь, баб у нас мало, у якутов баб мало, да разве можно уберечь? Микола, матушка, помирает все равно, мужик или баба. Кирик помолчал, разрывая зубами плохо уваренный ленок. Как теперь поедем? Обратно нельзя, оленей кончим, мох-то сгорел, плыть будем что ли? Ниже вон он говорит, камень много, тогда оленям поедем, там база есть, на большой берег приедем, там лодка большая, дым большой. Пароход? Ого, произнес Кирик, не в силах сказать другое, потому что рот у него был забит едой. Далеко мы заехали? Печально удивилась Валентина. Еще дальше заедем, чуть погодя, сказал Кирик, но, заметив испуг на лице Валентины, торопливо пояснил, речка-то вниз пойдет, больно круто поворачивает. Восемнадцатое Лес кончился. Впереди светлела широкая порубка по косогору, уютный угол, образуемый течением реки и впадавшего в нее ручья. За неровно опиленными пнями стоял на берегу чудесный дом, настоящий бревенчатый дом, рубленный в лапу. Из трубы медлительно, неохотно расставаясь с крышей, шел сизый дымок. Тут же на берегу на устье ручья стоял склад амбар. Дверь амбара была широко открыта, в темноте смутно виднелись нагроможденными до потолка ящики и мешки с мукой. Двое в брезентовых плащах хлопотали у порога, чем-то звякали, громко переговаривались. Они не сразу услышали чавкающие шаги оленей. Косой дождь чистил над просекой, над мокрыми крышами построек, наполняя крест звучным шорохом. «База это», сказал Кирик Валентине с таким видом, точно они на каждом шагу встречали такие вот базы. Валентина промолчала. Вид настоящего жилья растрогал ее, ей хотелось поскорее взбежать на ступенчатое крыльцо, распахнуть деревянную на железных петлях дверь. «Вот башмаки, так башмаки», по-русски произнес в амбаре мужской голос. «Под таким башмаком любой валун треснет». Валентина все с тем же чувством оживленного интереса повернула голову. «У себя в мастерской изготовили», ответил другой негромко. От этого негромкого голоса у Валентины сразу до не менее похолодели кисти рук. По этой вспышке отчаянного испуга она сразу угадала. «Андрей». Он стоял тоже спиной к двери, неестественно широкой в своем дождевике. Валентина спрыгнула с седла и пошла к распахнутому зеву амбара неровной от усталости и волнения походкой. Андрей обернулся скорее на взгляд ее, чем на звук шагов, терявшихся в шорохе дождевых капель. «Вы?» начал было он. «Как это вы?» Он не улыбнулся ей, не поздоровался, не сделал даже ни одного шага навстречу. «Вот он какой! Странный какой!» думала Валентина, подходя к нему. Губы ее полуоткрытые от удушья мелко дрожали. Встреча получилась нерадующая. Второй разведчик тоже перестал рыться в груди железо, сваленного на полу, и стоял, удивленно глядя на Валентину. «Уж лучше бы не встречаться», подумала Валентина и от досады на самое себя спросила почти спокойно. «Здесь ваша база?» «Да, здесь наша база», подтвердил Андрей и неопределенно развел руками. В руках он все еще держал два окоса зубчатых кольца. «Что это у вас?» продолжала Валентина тем же тоном. «Это башмаки, башмаки для буров», пояснил Андрей. «Они навертывались на трубу и при вращении разбуривают породу. Вы видели когда-нибудь работу буровой разведки?» «Нет, я не видела», сказала Валентина звенящим голосом. «Я не видела работу разведки. Я очень промокла. Где бы мне тут переодеться и согреться немножко?» «Пойдемте», «Виноват», сказал смущенный Андрей, он положил башмаки и пошел за Валентиной к дому, куда Кирик втаскивал снятые с оленей вьюки. «Какой же я идиот», терзался Андрей, глядя на стоптанные порыжевшие от сырости сапожки Валентины, на жалко обвисшие поля ее фетровой шляпы. «Какой я невыразимый идиот!» В просторной избе он сдернул с постели на нарах одеяло, торопливо завесил им угол для Валентины. Один край недоставал до торчавшего в стене гвоздя, и Андрей притянул его, накинув на суконное ухо петлю из своего галстука. Он послал одного рабочего топить баню, другого в склад за продуктами, а сам, стараясь не смотреть на отгораженный им угол, принялся усердно шуровать в печке. «Погода совсем разладилась», сказал он Валентине, когда она вышла, переодетая в сухое, в его рубашке с подсученными рукавами. «Я очень сожалею, что вы попали к нам в дряную погоду». «Вот как?» перебила Валентина, понимая, что он просто не рад ее приезду. «Разве я выгляжу такой несчастненькой? Хотя...» Она ожесточенно пощипала подвернутый рукав рубашки. «Хотя, конечно, после всех этих приключений нельзя выглядеть иначе». Больше они не разговаривали. Девятнадцатое Идя в баню по грязной тропочке в чьем-то большом дождевике, пиная коленками шумящие его полы, Валентина с досадой перебирала подробности встречи такой чудесной и такой нелепой. «Что же это? Ведь я больше месяца не видела его, и вот встретились, а радости нет. Значит, и любви нет?» И Валентина сердито рванула к себе дверь низенькой баньки, топившейся по-черному. Там было темновато, знойно, сухо, дымок еще ел глаза. «Не угореть бы», подумала Валентина, раздеваясь на лавочке у двери. Снизу пахло прелым березовым листом, возле каменки на деревянном корыце ожидал положенный заботливой рукой новый веник. «Ну что же, попробуем», сказала Валентина и облила веник ковшом горячей воды. Сморщенные, уже засохшие листья сразу окрепли. «Вот угорю здесь», подумала Валентина, почти желая этого, но бессознательно наслаждаясь теплом, охватившим все ее изябшее тело. «Они нескоро пришли бы за мной, он, наверное, не побеспокоится». «Вы видели работу разведки?» гневно передразнила она, вздрагивая тазноба, покрывавшего ее кожу пупырышками, плеснула из ковша на раскаленные камни, окатилась водой сама и полезла на полок, захватив веник. Она неумело хлистала себя мягкими, жарко шелестевшими листьями, и волны горячего пара колыхались над нею. Дышать было трудно, но тело ее, светлевшее как перламутр, в этой черной норе становилось таким гибким и легким, точно она выбивала из него всю усталость, всю зябкость и злость. «Это же самый настоящий массаж», сказала она, бросая веник и спускаясь вниз, где стояла корыта. «Хорошо», сказала еще она по поводу своего первого пара, сильно намыливая волосы, закрутившиеся в крупные кольца. «Хорошо», повторила она просто так, радуясь теплому купанию. Свою мочалку губку она оставила в тайге, разделив подарок ребятишкам и теперь мылась рогожной. Она приготовила ее перед баней сама и так приятно было мыться этой жестковатой вихотью, роняющей клочья мыльной пены. В крохотное конце виднелся кусок реки, текущая вода, покрытая дождевой рябью, да еще у самого стекла покачивалась узкая травка. Всего травин пять. Угореть уже совсем не хотелось. Когда она вернется из бани, там приготовят чай, обязательно с консервированным молоком. Она так давно не пила чаю с молоком. Потом ей пришла мысль, что пока она моется, Андрей соберется и уедет к своим разведчикам, не простившись с нею. У него это получится очень просто. Валентина заторопилась одеться и снова нервничала, то роняя вещи на залитый пол, то хватаясь руками за покрытую копотью стену. Когда она вошла в барак, Андрей сидел у стола, весело разговаривал с каким-то новым русским. Они ели разогретые на сковородке консервы. «Он он совершенно не думает обо мне», снова затасковала Валентина. «Мне бы кусок не пошел в горло, если бы я вот так сидела и ожидала его, а он и ест и очень весел». Его веселый вид раздражал ее не меньше, чем недавняя серьезность. «Да, этот не побежит на свидание, не пообедав». «Вот гостеприимный хозяин», укорила она с натянутой шутливостью, «что же это вы обедаете без меня?» «Для вас особый обед готовится», сказал Андрей, «если бы вы приехали до ненастья, когда была богатая охота, а сегодня только вот». И он кивнул на печь, где дожаривался крепко подрумянин рябчик. «Конечно, вас дичью не удивишь после вашего путешествия по тайге, но там вы ели ее поджаренную прямо на огне, а у нас по-настоящему на сковородке. И еще макароны, и даже варенье есть к чаю». Разговаривая, Андрей обошел вокруг печки и остановился возле Валентины. «Через три дня на речной базе будет пароход», добавил он несколько неожиданно. «Будет пароход», повторила Валентина, тревожно глядя на него. «Значит, мне надо уезжать», проговорила она. «Неужели я ни на минуточку не побудусь с тобой наедине?» спросила она его глазами. Чисто вымытые кисти опущенных ее рук нервно шевельнулись. Андрей был так хорош в белой рубашке, с небрежно спутанными темными волосами, что ей хотелось притронуться к нему. «Мы вместе поедем», сказал он и смутился. «Мне тоже пора домой», добавил он, точно оправдываясь. «Мы выйдем на оленях рано утром, здесь еще больше двух дней езды, но вам ведь не привыкать теперь». Двадцатая Гулка лопались в печке горящие поленья, треск огня напоминал Валентине пожар в тайге, но влажный шорох дождя за стеной гасил это воспоминание, трудно вообразить горящую мокрую до корней тайгу. И так приятно было сидеть на скамейке в настоящем доме, где ниоткуда не протекало и не дуло, где все было самое настоящее, даже пол под ногами. Андрей у стола под висячей керосиновой лампой писал что-то в толстую книгу-тетрадь. Его опущенное лицо с выражением озабоченной старательности было хорошо видно Валентине, когда она изредка посматривала на него через плечо, но она ощущала его присутствие и не глядя, как ощущала с закрытыми глазами движение тепла и света. Вот он встал и подошел к ней. Валентина угадала его приближение не по шагам, в бараке ходили еще и другие, уже готовясь ко сну, а угадала по радостной тревоге, прибежавшей легким холодком по ее спине. Она не выдержала, оглянулась. «Отогреваетесь?» спросил Андрей и сел с нею рядом. Валентина промолчала счастливая, ей было так хорошо сейчас. Зачем нужно ехать куда-то? Казалось, ничего не могло быть лучше этой скамейки, на которой они сидели. Большего и не нужно, только бы сидеть вот так. «Хотите, я прочту вам Багрицкого?» спросил Андрей. «Да», сказала Валентина. Она могла сидеть так и слушать хоть целую ночь. Она совсем не испытывала усталости обычной последороги, даже тепло дома не разморило ее. Тополей седая стая, воздух тополинный, Украина, мать родная, песня Украина. Белые стены мазанки на гладком таку двора. Геревья в белом цвету ломятся через плетень. Солнце над землей, золотая крыша, лучи его, как сверкающая солома, ложатся на все щедро, тепло, радостно. Свет ослепительный. Потом красная юбка старухи заслоняет свет, и морщинистые руки, пахнущие полынью, гладят голову и плечи маленькой девочки. Когда это было? Никогда этого не было. В детстве, быть может, на самом дне, подумала Валентина словами Маяковского. «Хорошо?» спросил Андрей, опуская книгу. «Очень!» восторженно сказала Валентина. Долго они сидели молча. «Я могу и молчать с вами сколько угодно, мне совсем не скучно», тихо сказала Валентина. «Да?» Андрей посмотрел на нее, встал, открыл дверку печи, подтащил клюкой головешки. Он стоял, опустясь на одно колено, лицо его, освещенное красноватым светом, было задумчиво, но в уголках рта пряталась улыбка, и если бы он улыбнулся, то улыбка получилась бы серьезная и нежная. Люди в бараке уже спали, лампа над столом была привернута и горела тускло, весь свет шел от печки, от смолистых поленьев, сунутых Андреем в ее раскаленный зев. Андрей посмотрел, как огонь охватывал дрова дружным пламенем, медленно поднялся и, счищая липкую серу с ладоней, снова присел на скамейку. «Вот я смотрела на вас и думала, грустно заговорила Валентина, думала, что это никогда-никогда больше не повторится, но запомнится на всю жизнь. Все лес да лес, глушь такая, северная, горы, дикие камни, и вдруг вот этот дом, бревенчатый домик, и в этот свет от печки и вы, человек, подбрасывающий в печку поленье. Что же тут такого? Сказал был Андрей, но глянул на Валентину и увидел ее совсем близко, и снова, как тогда, во сне, сердце его сжалось до боли. Он смутился, оглянулся на тонувшие в темноте углы барака и вдруг устыдился за излишнюю предупредительность своих разведчиков, грубоватых, простодушных парней. Вот же чудаки какие, сказал он, всегда на ночь лампу привертывают, а получается совсем неэкономно, наоборот, когда лампа заправлена как надо, в ней газ горит, а в привернутой один керосин сгорает, оттого и копоти больше. Двадцать первое. Снова торопка шли олени, снова сыпались отрисаемые ими с кустов частые капли, но каким веселым казался теперь этот добавочный дождь. Кирик, ехавший впереди, свернул с дороги, начал спешиваться. Облачные сумерки уже оседали на землю. Кирик положил между корнями дерева мелкого хворосту, вынул из вьюка сухие растопки, и скоро синий дымок пополз, извиваясь вокруг двух низеньких палаток. Андрей расстелил в палатке Валентины охапку веток, хотел выйти, но взглянул на Валентину и улыбнулся. Она сидела у входа, положив руки на свой дорожный вьюг, но ничего не вынимала, только смотрела на него, Андрея. «Что же вы сидите точно в гости приехали?» шутливо укорил ее Андрей. «Я и приехала в гости», тихо сказала она. «Я все еще у вас в гостях, Андрей Никитич». Тогда он взял вьюг, отложил его в сторону и сел рядом с ней. «Расскажите, как вы там, в Тайге-то? Вы же погибнуть могли», проговорил он взволнованно. Валентина вспомнила огромные безлюдные пространства, ночи, проведенные у постели умершие венки, свою тоску об Андрее и суровость встречи. Дыхание у нее неожиданно остановилось, она еще хотела сдержаться, заслонилась рукой, отвернулась, покашлять бы, что ли, но рыдания прямо душили ее. Андрей растерялся. «Валентина Ивановна», сказал он порывисто, «разве вы плакали там, в тайге?» «Конечно, плакала», ответила она прерывающимся голосом, «я же опоздала к больной и ничего, ничего не смогла сделать, но и уехать от нее умирающей тоже не могла». Слезы Валентины сразу высохли, «Вы понимаете, целая куча детей, маленьких, а мать умирает, округом юрты, лес такой, на всю жизнь сплошной лес. Я врач, я училась тому, как лечить, и вот смотрю на человека и вдруг вижу, и я совсем бессильна перед этим, и вообще бессильна, и почти трое суток она умирала, вы понимаете, пульс, как ниточка, и уже ни температуры, и... Ничего. Человек сдал. Умирает и сам знает, чувствует, что умирает и до последней минуты в сознании. Я ночами подходила к ней с такой ребячей надеждой, а вдруг ей легче станет, ведь от сепсиса не выздоравливают, а она взглянет стеклянным взглядом и только вздохнет, все понимала. А тут еще эти маленькие к ней лезут, а она им наговаривает по-своему, а я не мешаю, потому что все равно. Голос Валентины задрожал, и она закрыла лицо руками. Не надо так, попросил Андрей и бережно провел ладонью по ее опущенной голове. Вы измучились, вот и нервы. Да, нервы, сказала она, быстро взглядывая на него. И я знаю, что дети не пропадут, это такое дружное гнездышко, я напишу в область, когда приеду, дело не в этом, добавила она, вытирая лицо подвернувшейся марлевой косынкой. А в чем? ласково спросил Андрей. А в том, что вдруг видишь свое бессилие, осознаешь, что все твои познания ничего не дают. «Это настроение минуты», сказал Андрей, задетый заживое воспоминанием о собственных переживаниях. «Это у всех бывает, когда неудачи». «Значит, пройдет?» спросила Валентина. Нежно, почти любовно глядя на нее и не сознавая этого, ответил Андрей. Оба рассмеялись, счастливые, и Андрей вышел из палатки. Двадцать второе. Валентина долго лежала, вслушиваясь в шелест ветра. Дождь, шуршавший с вечера потуга натянутой брезентовой крыши, видимо, перестал и думала об Андрее. Ей казалось, что она лежала так и не спала всю ночь, а если спала, то и во сне думала о нем и ощущала его присутствие, ведь он совсем близко, палаточка Кирика в двух-трех шагах. На приглашение Валентины переночевать в ее палатке Андрей сначала не ответил, а потом покраснел так, что покраснела и она, и сказал, нет, я лучше потесню Кирика, вы теперь уж привыкли не бояться в своем перекидном доме. Да, она уже привыкла. Просыпаясь по ночам слышать над собою могучий шум леса или тонкий звон комара в глубоком безмолвии. Большой дом тайга. Темные руки ночи медленно двигают звезды по большому небу. Какой-то зверь-житель проходит вблизи, шевельнет сучок осторожной лапой и сухо крякнет сучок. Кашлянет в ответ своей палатке Кирик, всегда чутко настороженный. Далеко ответит звон ботала на олени. Кирик пятьдесят лет прожил, не выходя из тайги. Привыкла и Валентина. Месяц прошел. Выйдя из палатки, Валентина увидела Андрея, хлопотавшего у костра. Он только что отставил в сторону чайник и, прислоняясь подбородком к тонкой сушине, которую еще держал в руке, задумчиво следил за банкой консервов, приставленной им на угли. Он как будто ждал появления Валентины, обернулся к ней и улыбнулся. Но улыбка была только внешняя и проскользнула, не оживив лица. Валентина сразу подметила, что за одну ночь его лицо осунулось и, может быть, в первый раз в жизни обрадовалась такой перемене. «Вы уже встали?» сказала она, подходя и перебирая руками полотенце. А я и не ложился, до полночи просидел в палатке, а когда перестал дождь, сидел у костра. «Ах!» скрикнула Валентина, «почему вы не разбудили меня? Я тоже иногда люблю полуночничать. Вам было неудобно, наверное, в маленькой палатке?» «Нет, удобно». Андрей сломал колено сушину и бросил в костер. «Мысли всякие одолевали. Знаете, иногда очень тяжко бывает. Такой разброд, что сам нечист и не разберется». «А-а-а-а-а», протянула Валентина и тут же гибким движением опустилась на корточки, жмурясь от жара, прихватила краем полотенца и тащила в сторону закипевшие консервы. Умываясь у ручья, плеща прозрачной струей, Валентина думала об Андрее. Иногда тяжко. Это он о работе. Но что значит разброд? Валентина не хотела вспоминать об Анне. Она не могла думать о ней сочувственно, вся захваченная влечением к Андрею, а думать плохо было просто невозможно. Вот это и есть разброд, путем каких-то особых выводов заключила она. Работа не идет, вот и разлад. И если бы меня за неудачу в работе вздумали лишить звания врача, я бы просто погибла, ведь тут и учеба, и опыт, столько лучших лет и сил затрачено. В этот день предстоял перевал через горы. От береговых отвесных утесов тропа повернула в обход, петляя то по скалам, заросшим сверху толстыми маховищами, то по гущине ольховника. Потом потянулись чахлые лиственницы. Погода стояла пасмурная, прохладная, и подниматься пешком было легко. «Смотрите, как низко плывут тучи», — весело говорила Валентина Андрею. «Они идут, как молочные коровы с поля. А сколько здесь голубики! И чем выше местность, тем слабее ее кустики. Вот это прямо стелется по земле. А ягоды все крупнее». Оба остановились на повороте у обрыва. Облако тумана клубилось под их ногами. В просветах его неровной полоской светлела какая-то реченка. Ближе, прорывая белую пелену, чернели острые верхушки лиственниц. «Еще один шаг и смерть», — задумчиво сказал Андрей. «Даже мысль о ней меня всегда возмущает», — ответила Валентина, но тоже задумалась. «Я очень люблю себя всякую. Вот я одна, большая Валентина, много работаю, обо всем беспокоюсь. Если бы я была только такой, я бы, наверное, была уже профессором. Но есть еще другая я. Маленькая. Это любит наряды, веселье, тащит меня большую из поликлиники и застала от занятий, мешает...» Как же мешает? «Всячески. А-а-а. Вон кедровка летит. Хотите, я убью ее». Андрей вскинул ружье и, шутя, опустил его стволами на плечо Валентины. «Вот так». «Стреляйте. Я не боюсь». «Да я-то боюсь. Какая же вы сейчас? Большая или маленькая?» Валентина не ответила, искренне затрудняясь. «Но...» — поторопил Андрей. «Я сама не знаю. Может быть, я просто наболтала на себя. Может быть, у всех так». С разговорами они забыли про Кирика, потом спохватились и пустились нагонять его. С вершины подъема они увидели, как он, уже далеко внизу, сводил оленей не по прямой, а зигзагами. Местами и Кирик, и олени съезжали почти сидя. «Куда это он затащил нас?» — изумленно сказал Андрей. «Есть же более отлогая тропа». «Он человек с фантазиями», — переводя дыхание, радостно сказала Валентина. «Да здесь и не он проводник. Это уж мы сами виноваты». И она начала спускаться первой, не выбирая дороги. «Осторожнее!» — крикнул Андрей, нагоняя ее. «Мох, мокрый, скользкий, можно скатиться на скалы». На каменистой круче он протянул руку Валентине. Она легко оперлась и в следующий момент уже стояла с ним рядом. Он перебрался ниже и опять потянулся к ней. Пушистая прядь волос задела его по разгоревшейся щеке. «Вы научились ухаживать», — сказала Валентина, пытаясь улыбнуться. «Это не ухаживание», — ответил Андрей. «Что же тогда?» — спросила она дрогнувшим голосом. Он глянул в блестевшие перед ним глаза Валентины. Невозможно было оторваться от их сияющей синевы и, волнуясь, поцеловал ее. 23. «Я полюбил тебя знаешь когда?» — спросил Андрей. Она сидела на белых перилах, держалась одной рукой за железную стойку, другая рука ее лежала на плече Андрея. «Знаю», — прошептала Валентина с гордой нежностью. «Когда я пела?» Я никогда так не пела, как в тот раз. И ты посмотрел потом на меня. Лицо ее засветилось торжеством. «Ты нехорошо думал обо мне до этого». «Нет, всегда хорошо. Ты казалась мне странной иногда, но никогда дурной». Андрей не стал разуверять ее, хотя ему думалось, что он полюбил ее позднее, когда она такая измученная явилась к нему на базу. «Мне хочется поцеловать тебя», — сказала Валентина тихонько, капризно, весело, но тут же засмеялась и спрыгнула с перил. Она стояла перед ним, и Андрей восторженно смотрел на нее, продев руки под ее жакетик. Солнце пробило, наконец, серебряную толщу облаков над серой рекой, над серыми горами, и бледная, но теплая тянулась лучами и восслепительно белый провал, все разрыхляя и раздвигая его рваные края. «Завтра будет чудесный день», — промолвила Валентина, следя за движением солнечных лучей. «Чудеснее, чем сегодня, он все равно не будет», — сказал Андрей. «Ей же на свете счастливые люди», — проговорил кто-то позади них. Они действительно чувствовали себя счастливыми. Присутствие на палубе других людей совсем не стесняло их. Они попросту забыли обо всем на свете, а на них смотрели внимательно. Проходя узким коридорчиком, пропитанным особенными пароходными запахами временного жилья, машинного масла и краски, они встретились с маложало-седым усатым поваром. И только тогда Валентина вспомнила, что именно на этом пароходе ехала она из Якутска на светлый. «Но как-то и он», — спросил повар, поздоровавшись. «Здоров, толстый-притолстый. Ленивый страшно, но совсем не сидит дома, а все где-то шляется». «Так», — протянул повар с заметным сожалением и посмотрел на Андрея. Видимо, ему хотелось спросить что-то еще, но он не решился. «Это он подарил мне собаку», — объяснила Валентина. Войдя в каюту, она закрыла дверь и сказала. «Ты знаешь, я столько, столько раз мечтала об этом, чтобы вот так подойти к тебе и чтобы твои руки встретили меня». Андрей взглянул в ее доверчиво обращенное к нему взволнованное лицо и вдруг представил Анну с таким же вот свойственным ей выражением открытой душевности, и ему показалось, что пол каюты качнулся под его ногами. «Да как же это я!» — подумал он с ужасом. 24. Кирик в это время беспокойно бродил по палубе. Ему было непривычно весело и страшно немножко в этой плывущей избе, наполненной острыми запахами. Он не понимал, как могла она так быстро двигаться вверх по течению. Никто ее не тянул, не подталкивал. Не видно было ни весел, ни парусов. Только внизу, с боков, хлопали два колеса, сбивая белые горы воды. Какая сила заставляла их так шуметь и хлопать? Кирик трогал ладонями вздрагивающие переборки, прислушивался, как мелко сотрясался под его ногами пол. Только по этой напряженной дрожжи он догадывался о том, каких усилий стоило пароходу быстрое движение по реке. Длинные волны с загнутыми белыми краями выбегали на песчаные берега, облизывали их, нехотя скатывались обратно или с шумом расшибались обереговые утесы. Кирик смотрел на них целыми часами. Потом он шел к своим оленям, привязанным на корме, где стояла еще за тесной перегородкой телка, молодая, камолая, в красных пятнах на спине. Красные эти пятна особенно смущали Кирика, и он, поплевав на пальцы, попробовал даже потереть блестящую шерсть коровы. Олени стояли грустные, их тоже волновала непривычная обстановка. Трава и груда лиственных веток лежали перед ними нетронутые. Кирик погладил кроткие морды оленей и стал наводить чистоту на полу, как наказывал ему здешний начальник. «Эй, Дагор!» — окликнули его сверх неполубы. Кирик бросил тряпку, подсмыкнул съехавшие на полу уборку, равдушные штаны и, помаргивая, посмотрел наверх. Там стоял человек в слепящей белой рубахе с засученными рукавами, с белым бабьим фартуком на животе, в белой же кругленькой шапочке. Даже усы у него тоже оказались белыми. Кирик посмотрел, щурясь на этого необыкновенного человека, и ему снова стало весело. «Здравствуй!» — крикнул он дружелюбно. «Ты кто, доктор, что ли?» «Лучше доктора!» — отозвался новый знакомец. «Обедать хочешь? Айда ко мне на кухню. Знаешь, внизу у машинного отделения». «Айда! Ладно!» — сказал Кирик. Он убрал на место ветву и тряпку, вымыл под умывальником руки, вытирая их штаны. Не без робости вошел в душное, жаркое, полутемное помещение. Направо был ход, налево ход. Кирик подумал и пошел направо, откуда все время раздавался глухой шум. Едва он прошел несколько шагов, как перед ним открылся светлый провал. Кирик замер, прислоняясь к стенке. Оттуда снизу тянуло запахом разогретого машинного масла. Железо урчало, лязгало, блестело, ворочалось в глубокой пароходной утробе. Кирик не вошел бы туда один ни за что на свете. Он уже попятился было, но откуда-то сбоку снова появился человек в белом. — Но чего же ты стал? — спросил он ворчливо-укоризненно. — Экой ты, братец мой, нерасторопный. Боишься, что ли? Он подошел вплотную к коробевшему Кирику, облокотился на железную загородку, весело подмигнул вниз, разглаживая белые свои усы. — Нравится работка? — Прямо голова болит. — Голова болит от того, что не обедал? — спокойно определил повар. — Мне наши девахи сказали, что ты с утра крутишься по пароходу, а в буфет не идешь. Денег нет, что ли? — Как нет денег? Есть деньги, — сказал Кирик, осторожно идя за поваром, и нащупал в кармане свой гомонок. — В тайгу ездил. В тайге зачем деньги? Все целы. — На прииске едешь? — Угу, домой едем. В тайгу ездил. Доктора возил. Повар обернулся так неожиданно, что Кирик при всей своей ловкости наскочил на него. — Какого доктора? Женщину? — Женщину? Валентину. — Ишь ты! — совсем как конюх колба произнес белый старик. Кирик сразу почувствовал в этом уважение и сразу начал хвастаться доктором и собой. 25. В жаркой кухне повар усадил Кирика у окна, начал угощать его. Кирик ел, обливаясь потом, и все рассказывал внимательно слушавшему повару. Он был смущен немного отказом повара взять с него деньги и чувствовал себя обязанным, не зная, чем отблагодарить за угощение. — А кто это с ней? Муж ее, что ли? — застенчиво спросил повар. — Муж-то? Нет, не ее муж. Анкин это. Баба у него есть, Анка. Больно хорошая баба. Начальник она на приисках-то. — Жалко, — пробормотал повар. — А я думал, замуж она вышла. — Нет, чужой играет, — простодушно сказал Кирик. — Жалко. Нехорошо это. — По что нехорошо? Ничего. Молодой, здоровый, играть маленько надо. — По-твоему, может, и ничего, а по-моему, плохо. Каба была какая-нибудь завалящая, так пес с ней. А за эту обидно. Одни неприятности ей и Анки узнает. Думаешь, легко той будет? Через это до смерти убийства доходят. После обеда повар повел полюбившегося ему Кирика в машинное отделение, потом в красный уголок. Все показывал и объяснял с видом владетельного хозяина. Кирик, очень польщенный такой дружбой и вниманием, шел за ним, как привязанный ко всему присматривался с жадным любопытством. Расставшись с поваром, Кирик опять вернулся к своим оленям. Принес им воды, перевернул вялый сверху корм и крепко задумался, навалясь на перила борта, следя, как играла внизу пенистая струя. Он думал о Валентине, об Андрее, о том, что плохо играть с чужим. «Одни неприятности», — медленно, недоуменно выговорил он. Легкое прикосновение к плечу вывело его из раздумья. Это была Валентина. Она сверху долго смотрела на него, такого странного в своей кожано-меховой одежде, со своими дикими олежками на палубе парохода. Он показался ей здесь затерянным. Она оставила Андрея, сбегала в пароходный киоск и торопливо спустилась вниз. «Ты не бойся, Кирик», — сказала она, ласково сияя синими глазами. Зрачки ее даже при дневном свете казались огромными в тени блестящих ресниц. «Ты не бойся, я никому не стану жаловаться, понимаешь? Я никому не скажу, что ты не слушался меня. Хочешь, я подарю тебе портсигар и зажигалку? А это папиросы. Возьми, пожалуйста, это теперь твое». Кирику очень хотелось иметь зажигалку. Он взял ее, подумал, взял и портсигар, а заодно и папиросы. Потом он взглянул на оживленное румяное лицо Валентины, на ее припухшие ярко-красные губы и неловко от стеснения и гордости улыбнулся. «Я никого не боится». И еще, помолчав, он добавил. «Анка-то, друг мне, она меня знает, Кирик подарка зря не берет. Жалко маленько, Анка-то, Больно друг есть». Часть четвертая Едва Анна сняла пальто, как в спальне раздались страшный шум, звон разбитого стекла и резкий плач Маринки. Анна замерла с поднятыми к вешалке руками, затем, тяжело дыша с побледневшим лицом, пробежала по коридору. У порога отстранила Клавдию и вошла в комнату, боязливо ища глазами Маринку. Маринка, исходя слезами, стояла у разоренного туалетного стола. Наступая на деревянную оправу трильяжа, на хрустящие осколки стекла, Анна подскочила к дочери, схватила ее и стала осматривать, с трудом удерживаясь от рыданий. Все, и ручки, и ножки было цело, крови нигде не видно. И тогда, не то вымещая свой испуг, не то просто от избытка чувств, Анна больно шлепнула Маринку. — Дрянь такая! — крикнула она дрожащим голосом, и не в силах успокоиться, шлепнула ее еще раз. — Я с тобой разговаривать не буду. — Нет, будешь! Я тебя не люблю! — Нет, любишь! Страстно протестовала, захлебываясь плачем, испуганная и оскорбленная девочка, обнимая плечи матери, прижимаясь мокрым лицом к ее шее. — Я же! Я же! Ты же! Ты всегда что-нибудь устраиваешь! — сказала Анна, уже стыдясь за свою скорую расправу, но стараясь не показать этого. — Будет слезы лить! Ты меня совсем размочишь! — добавила она сурово и оглянула комнату. Опрокинулись и разбились флаконы, намокла, съехавшая на бок скатерть и коврик на полу, и вытряхнутая из коробки пудра, и раскрытая толстая книга. Тут только Анна услышала тонкий, но сильный запах своих любимых духов. Как ни странно, а шлепки подействовали на Маринку успокоительно. Теперь она плакала совсем по-иному, тоном ниже, почти наслаждаясь обилием своих слез. Анна села на кровать, вытерла платком глаза и щеки Маринки. — Довольно! Ведь только что она на кухне играла! — подметая осколки, сказала Клавдия, не без тайного удовольствия наблюдавшая сцену расправы. — Только-только я ей в тазик воды налила, галышку она своего купала. И что за ребенок такой непоседливый? Все-то она что-то крутит, все что-то ворочает. — Да не ворочала я! — пробормотала Маринка, хлюпая носом. — Просто я, просто... но слезы и схлипывание помешали ей говорить. — Просто я хотела надушить Катюше головку, — сказала она Анне, уже умытая, с припухшим лицом, когда они сели на диване в столовой, совсем примиренные. — Я знаю, нельзя трогать твои духи, я хотела взять средние, твои и папины, ведь не подходит же бритвенным. Бутылочка стояла с той стороны, я полезла с кровати и столкнулась с зеркала, а оно и разбило все на свете. — Ах ты, дурочка, дурочка! — грустно промолвила Анна. — А я думала, что ты у меня уже большая, вот была бы у тебя маленькая сестренка, разве можно было оставить ее с тобой? — Мы отнесли бы ее в ясли, — ревниво сказала Маринка, но тут же заулыбалась. — Нет, я сама играла бы с ней, я бы одевала ее, купала, надушила бы ей головку, — добавила Анна. — Нет, она же не кукла, она маленькая, — возразила Маринка так, как будто уже имела эту сестренку. — Ты думаешь, я ничего не умею? Хочешь, я тебе косы сделаю? Ну, пожалуйста, я не буду дергать, я тихонько буду. Она опроворно вытаскивала шпильки из прически Анны, бережно распустила по ее спине тяжелые волосы. — Я буду заплетать твои волосы, — болтала она, серьезно посматривая в лицо матери, прикладывая к ее щекам блестящие черные пряди. — Ты наступаешь мне на волосы, Марина, — говорила Анна, морщась и тут же снова с удовольствием отдавалась милым прикосновением детских рук. — Я парикмахер, правда? — щебетала Маринка, топчась вокруг нее по дивану крепкими ножками. — Правда, я парикмахер, мама. За ужином она села рядом, суетливо ухаживала за матерью и даже забыв о недавнем конфликте, сказала. — Ты будто моя подружка. — Вот я буду тебя почаще нашлепывать, тогда ты научишься дружить со мной. С ласковой насмешкой подумала Анна и вдруг резким движением отодвинула тарелку с горячей котлетой. — Нет ли у нас, — обратилась она к Клавдии, — чего-нибудь другого. Дайте мне что-нибудь из овощей, или, может, рыба осталась. — Почему ты не хочешь? — обеспокоилась Маринка. — Это же такая хорошая котлета. Хочешь, я покормлю тебя, будто ты маленькая. Не ожидая согласия, она поднесла кусочек к губам Анны и, удивленная, широко открыла глаза, когда та махнула рукой, выскочила из-за стола и убежала из комнаты. — Вот какая котлета! — нерешительно проговорила Маринка и тревожно посмотрела на улыбавшуюся Клавдию. Второе. Анна сама умыла Маринку, надела на нее свежую рубашечку и, промастившись возле ее кровати на маленькой табуретке, почитала ей. Анна любила хорошие детские книги и даже завидовала немножко дочери, имевшей свою литературу и своих писателей. Из книг, попадавших в руки Анны в детстве, Анна запомнила и до сих пор перечитывала с волнением только «Каштанку» до «Зимовье на студенной». «Мистер Твистер, бывший министр», бормотала Анна, примащивая на этажерке большой осколок зеркала и снова причесываясь по-своему. Она приблизила лицо к самому стеклу, потрогала еще совсем гладкую кожу. Глаза ее лучились мягким светом, движения были тоже мягкие, неторопливые. Она посмотрела на свои часики с серебряной браслеткой, прошла в кабинет, где на широком столе с письменным прибором из черного мрамора поблескивали рожки телефона. Несколько голосов недружно в разнобой заговорили у ее уха. «Ефим Ильич, как вы сегодня спали? Ефим Ильич!» Надрываясь, весело кричала очень писклявая женщина. Но Ефим Ильич затерялся в разноголосице, и она снова кричала. «Что вам снилось сегодня, Ефим Ильич?» Анна добродушно усмехнулась. «Вот ненормальное». Ветлугин сообщил ей, что фельдсвязь уходит в 4 утра и что он сам занесет сейчас бумаги для подписи. «Я приду попозднее», произнесла Анна. «Да я уже на ходу», сказал Ветлугин. «Мне по пути?» Анна присела было к столу, но тут же встала и прошла в кабинет Андрея. Как сжалось ее сердце! Казалось, он только что вышел и вот-вот вернется. Он сам обычно убирал на своем столе, никому не позволяя трогать его бумаги. И, глядя на этот стол, Анна сразу представила, как хлопотали здесь родные руки. Здесь он отдыхал и думал, о чем он думал, когда отдыхал. Он уехал очень печальный. Анна снова с горечью вспомнила свои деловые столкновения с ним, свою раздражительность домашней обстановки. Как могла она раздражаться, если он, Андрей, был с нею? Она вспомнила все, и ей стало стыдно и тяжело. Как я могла обижать его? Прошептала она. Как могла я? Над столом в легкой рамке висел давнешний портрет Анны в лыжной блузе с приподнятым в открытой улыбке лицом. Это я такая была, сказала она с грустным любопытством, сматриваясь в девичьи черты той, другой Анны. Сколько доброты и внимания ко всему было тогда в ее юной душе. Анна взяла один из блокнотов, наугад открыла его. Блокнот был заполнен выписками, цифрами, деловыми соображениями геолога-таюжника. Совсем неожиданно среди этих записей Анна прочла. Если долгая гора будет ошибкой, то и вся моя работа о тождественности наших геологических образований с Колымскими будет необоснованным вымыслом. И сам тогда буду я резким оппонентом своей диссертации. Я сомневаюсь сейчас. И это сомнение слабость одинокого человека. Как это страшно быть одиноким. Ах, Андрей, твоя ошибка в твоем выдуманном одиночестве. Грустно сказала Анна, пораженная этими его словами. Теперь, когда пришли известия о лесных пожарах, Анна особенно затасковала и забеспокоилась об Андрее. А сегодня она просто извелась от тоски по нем. Где он сейчас? Анна прижала блокнот к щеке и вспомнила о записной книжке, подаренной Андреем после ее просьбы в клубе. Анне снова захотелось взглянуть на нее. Она вернулась в свой кабинет, нетерпеливо открыла ящик стола. В самом дальнем углу должна была лежать эта роскошная книжка в тисненном кожаном переплете на шелковой подкладке. Рука Анны нащупала шершавый переплет книжки. Она достала ее и задумалась. Горькие складочки снова улеглись в углах ее рта. Эта книжечка была самую дорогою для нее вещью и ей можно доверить самое заветное. Анна достала из грудного карманчика вечное перо, открыла книжку, осторожно написала на первой страничке. 1938 год. Сегодня, 28 августа, нам исполнилось два месяца. Мы уже предъявляем кое-какие требования. Отказываемся от мяса. Бедную маму тошнит. Анна задумчиво улыбаясь перечитала написанное и написала ниже. 24 августа закончены подготовительные работы на 185 горизонте. В ночь на 25 в камеру номер 19 вышла первая смена бурильщиков. Ветлогин зашел очень усталый, лицо у него было помятое. Закончили на электростанции монтаж третьего агрегата, при пуске произошла небольшая авария. Сообщил он Анне. Нет, теперь уже все в порядке. Он сел, сдержанно зевнул и, щуря сразу заслезившиеся глаза, прислушался к музыке, приглушенно звучавшей в радиоприемнике. Передавали римского Корсакова. А что, ваша снегурочка спит уже? Спит. Мы с ней подрались сегодня. Зеркало она разбила и сама чуть-чуть не изуродовалась, хмуро ответила Анна, просматривая принесенные бумаги. Это плохая примета разбить зеркало, сказал Ветлогин, привычно подумав о Валентине. В приметы не верю. А во что же вы верите? Иногда верю в предчувствия. Это все же как-то оправдывается нашим подсознанием. А помните, вы пожелали мне счастья, стесняясь и сразу обретая свой девичий румянец, спросил Ветлогин. Что это? Предчувствие? Анна оторвалась от чтения докладной записки, подняла голову. Пока только предчувствие, сказала она. Я так счастлива сейчас, продолжала она с особенным выражением, милым и гордым. Что мне кажется, этого счастья хватило бы на всех. Третье. У крыльца веранды, сплошь убитой буйно разросшейся фасолью, листья, которые прополосканные последними дождями уже начинали желтеть, были положены в грязь длинные доски. Маринка побежала по ним и остановилась, оглядываясь. Вот, сказала она и показала на узкую изогнутую полоску, ярко белевшую на голубом после ненастья небе. Но что же такого? Обыкновенное облачко? Да нет, ты посмотри. Маринка потащила мать за угол дома, и тогда Анна увидела далеко над горами самолет. Он шел на юго-восток, и прямая облачно-белая полоса тянулась за ним. Он тянул ее за собой, все суживая, как будто не мог оторваться от нее, и все вместе походило на необыкновенную комету. Впервые вижу такое, просто даже внимания никогда не обращала, сказала Анна. Он на полюс полетел? Спросила Маринка, довольная произведенным впечатлением. Мы теперь знаем, какой бывает полюс. Это такое большое поле, на котором ничего не растет, ледяное. Или он в Америку полетел? Нет, это, наверное, местный с Лены. Может быть, он полетел туда, где были лесные пожары, сказала еще Анна, вспомнив радиограмму, полученную от Андрея. И снова ревниво представила она его встречу там, в тайге, с Валентиной. Теперь ведь они едут вместе. Ну и хорошо, говорила себе Анна, хмуро, глядя на исчезающий самолет. Хорошо, что все так благополучно обошлось. Только бы забылось то неприятное, что было у нас с Андреем в последнее время. Вот я скажу ему. При мысли о том, что она собиралась сообщить Андрею лицо Анны прояснело. В этот раз ей особенно хотелось поскорее встретиться с ним. Ну пойдем, сказала она Маринке, легко повернулась на каблуках и увидела подходившего Витлугина. Они шли втроем по Нагорию над новым шоссе, хорошо укатанным, но грязным после дождей. Наверху было суши, но и здесь решеточки от новых калош Витлугина так и отпечатывались на чисто вымытой дорожке. Маринка сосредоточенно шагала по ним, затирала их своими тупыми, уже сношенными калошками, весело приговаривая. Вафля? Нет вафли. После дождливых дней солнце крепко согрело землю и спарина от нее поднималась даже после полудня. И так приятно было идти по сырой еще дорожке, обрамленной кустами мягкой травы, ощущая нежное прикосновение теплого, влажного воздуха. Прямо как во Владивостоке, говорил Ветлугин. Вы бывали там, Анна Сергеевна? Приходилось. Но вот, горячо заговорил он, помните там в июле, когда начинают расходиться туманы и солнце парит землю? Ах, как я люблю Владивосток! При этом восклицании Анна невольно усмехнулась, но искосо взглянула на очень похудевшее лицо Ветлугина и улыбнулась уже иначе, как улыбаются в добрый час своему отражению. Да, очень люблю, продолжал он со своей откровенной, немножко наивной манерой высказываться, не замечая улыбки Анны. Не осенью, когда он золотой, а в эти вот розовые туманные дни. Я раньше любил уезжать с рыбаками под парусом, море не такое, как в Крыму, где оно хвостливое, синее до черноты. Нет, оно у нас зеленоватое, сказочное. И вот лежишь на корме и смотришь, как туманятся сопки. А какие зеленые сопки, какая у нас вообще яркая зелень. Хвостливая, подзадорила Анна. Нет, вы это бросьте, тут совсем другое. Зелень это песня земли, в ней хвостовства быть не может. И море у нас зеленоватое, потому что в нем жизнь кипит. И чего только в нем нет. Меня один раз чуть не задавил осьминог. Неожиданно закончил Витлугин. Правда? Правда, сказал он все еще мечтательно улыбаясь. Прямо у берега схватил в камнях на русском острове. Спасибо рыболовы отбили. Страшно было? Наверное страшно, закричал ведь. Потом я этих тварей и осьминогов видеть не мог. Привезут бывало на базар студенистое прозрачное мясо. Ноги переплетутся в узлах. Все в присосках. Потом их порежут на такие симпатичные куски. Вообще массу всякой дряни вывозили. Что же вы там делали? Во Владивостоке то? Жил, учился, потом на каникулы приезжал к своим. Славный такой домик на Эгершельде. Козы у нас водились. Мамаша меня все упитывала. Недавно писала не узнать теперь Владивостока. Раньше он грязноват и был. Экзотика так и выпирала на каждом шагу. А теперь город что надо. Странно все-таки, сказала Анна задумчиво. Как мы собрались? Вы с Дальнего Востока, Уваров с Урала, Валентина Ивановна, Москвичка, мы с Андреем Иркутяне, даже Клавдия и та из Владимира. Знаю, я там тоже бывал. А там зачем? Просто посмотреть. Я, когда получаю отпуск, все езжу и пешком хожу много. Хочу сам увидеть, каким царством владею. Был в Средней Азии, был и на Кольском полуострове. Вот дирайское житье для геолога. Да, что это вы там начали говорить, что вам странно, я перебил вас. Я подумала о том, что мы собрались сюда с разных сторон. Несколько лет назад мы даже и не слыхали ничего друг о друге, а теперь все болеем одним. Анна чуть покраснела, пошла тише, легко ступая своими невысокими на каблуке сапожками. Вот Валентина Ивановна, она же никогда не бывала в тайге, а сегодня приезжали эвенки с верховьев уряха и так радовались, узнав о ней хорошие новости. «Что же они говорили о ней?» спросил Витлугин. «Очень хвалили, а этот кирик такой смешной, но они оба очень авторитетны там стали. На уряхе после их приезда эвенки организовали еще одну охотничью артель, рыбаки на малой баню построили. Нет, правда, она особенная, это Валентина Ивановна», сказала Анна, увлекаясь теперь, когда первое чувство неприязни было подавлено и когда радость ожидания целиком овладела ею. «Вы помните, как она пела тогда? так может петь только влюбленная женщина», неожиданно для себя сказала Анна вслух. «Счастливая влюбленная женщина», повторила она убежденно. «Да», сказал Витлугин радостно, «разве мог он принять иначе для себя прозрачный намек благожелательно настроенной Анны?» Четвертая «А ведь едут», сказал Витлугин, «Честное слово, едут». Анна тоже взглянула вдаль по шоссе, лицо ее сразу рассвело, она часто задышала, даже не пытаясь скрыть свое радостное волнение. «Марина, не беги, Марина, убьешься», кричала она дочери, а сама едва сдерживалась, чтобы тоже не побежать навстречу. Она совсем не заметила, какое выражение было у Валентины, лишь мельком взглянув на ее, как всегда, красивое лицо, она вся обратилась к Андрею. Она видела только его, как он спрыгивал торопливо с тележки, как взял на руки подбежавшую Маринку, как, подбросив ее, крепко расцеловал. «Ты приехал, ты приехал», твердила Маринка и гладила темные от загара щеки отца, прижималась к его рту своим кругленьким в улыбчивых ямочках лицом. «Приехал, дочка, приехал», говорил Андрей, радуясь ее радости. Это помогло ему овладеть собой, но он все еще не решался взглянуть в глаза Анны и не здоровался с нею, продолжая играть с Маринкой. «Что за невнимание такое?» шутливо сказала Анна, однако в голосе ее прозвучала плохо скрытая обида. «Нехорошо, Андрей Никитич, меня-то ведь тоже нужно поцеловать». Андрей пересадил Маринку на другую руку и обнял жену. Лицо ее выражало тревогу. Странно ощущая под рукой ее широкие крепкие плечи, Андрей поцеловал ее, глянув при этом в сторону. «Как ты похудел, дорогой!» сказала она и провела ладонью по его впалой щеке. «Я там все пешком», ответил Андрей и слегка отстранился. «Грязный я», пробормотал он, извиняясь за свое движение. «Знаешь, как в дороге?» «Да, в дороге», машинально повторила Анна и покраснила, оглядываясь на Валентину и Ветлугина. Почти до самого дома она молчала, но Андрей словно не замечал этого. Он нес Маринку на плечи и оба были очень довольны. Валентина громко разговаривала с Ветлугином и они тоже казались довольными. «Да что же это? Что это?» кричал тоскливый голос в душе Анны. «Вот он приехал, он идет рядом со мной, но он совсем не тот, каким был до этой поездки. Да взгляни хоть ты на меня!» обращалась она мысленно к нему. «Неужели не видишь, как мне тяжело?» Но она сама не видела, как тяжело Андрею. Заслоняясь поднятой рукой, в которой он держал ручонку дочери, он рассказывал громко о каких-то пустяках, прикрывая этим свою душевную растерянность. Пятое. Анна лежала в постели рядом со спящим Андреем, сгорая от стыда и ревности. Да, он разлюбил ее, да, он не находил себе силы скрывать это. Все его отношение к ней, каждое его слово, каждое движение говорило о том, что у него есть другая, что он не может делить свою любовь ни с кем, кроме одной, самой любимой, самой желанной. Может быть, я сделала ошибку, позволив ему так завладать собой, с наивной печалью думала Анна, следя полузакрытыми глазами за прокравшимся в комнату зеленоватым лунным лучом. Что же мне делать? Такое огромное чувство, что нужно, кажется, убить себя, чтобы избавиться от него, но разве я могу желать избавиться от самой себя? И разве я смогу полюбить снова? Такое в жизни не повторяется, и я теперь навсегда, навсегда несчастна. Вот Андрей приехал, вот он рядом со мной, я слышу каждый его вздох, но уже не смею спросить, о чем он вздыхает, я боюсь спрашивать, спит ли он или притворяется, что спит. Мне страшно повернуться в собственной постели, мне страшно проговориться о том, о чем я хотела сообщить ему с такой радостью. Он может подумать, что я хочу привязать его этим, он может возненавидеть и меня, и моего будущего ребенка. Анна широко открыла блестящие в полутьме глаза, безнадежно тоскливо посмотрела на окно, до утра было еще далеко. Как длинна сентябрьская ночь, как в больнице, нет, и в больнице ночи не тянулись так мучительно долго. Ожидания молодой матери скрашиваются во время бессонницы представлением о тугом теплом пакетике, о милой тяжести на руке родной головенки, и еще письма, письма, написанные в перерыве между лекциями в очереди за яблоками, за печеньем, и потом, когда родилась старая, Маринка, было тоже любовь, внимание, трогательное сияние гордого собой отцовства. Ведь он гордился и радовался, потому что любил ее, мать своих детей, и ночи и дни были одинаково прекрасны, а сейчас все по-иному, и сколько же тяжких минут нужно отсчитать Анне, пока передвинется с кровати на шкафчик зеленое пятно лунного света. Андрей спит. Теперь он действительно как будто спит, и Анна боязливо поднимается на локти, засматривает его лицо. Он дышит сильно, он шевелит губой, как сонный ребенок. «Ты спишь, Андрей?» обращается к нему Анна беззвучно. «Спи, тебе сейчас так тепло, спокойно. Ты спишь, ты счастлив». Анна тихо выбралась из постели, ступая по ковру, по прохладному полу, она подошла к окну. Светлая сеть тонких облаков, роняя мелкие звезды, тянулась по всему небу, и плыла за нею пухлая луна, морщась от бегущих теней, заливая все таинственным, чисто зеленым светом. «Ах, ты тоска зеленая!» прошептала Анна. Шестое. Анна хотела встать с кресла, но не могла. Странная слабость охватила ее. Весь день она находилась в гонетущем напряжении. Работа шла обычным порядком, та же обстановка, те же люди окружали ее, но Андрей был не тот, и все потеряло живой интерес для Анны. Сейчас у нее выпала свободная минута, она сидела одна и скорбь смогла овладеть ею безраздельно. Подперев рукою сразу постаревшее лицо, она смотрела, остановившимся взглядом и думала. Какой жалкой казалась она себе. Но ее глубокое дыхание, выражение взгляда, все большое, налитое здоровьем, заметно пополневшее тело, говорили о ином, цепко, жизнерадостном, уже независимо от ее сознания, проникавшем все ее существо. только кому нужна была теперь радость ее будущего материнства. Снова представила она то, что произошло вчера между ней и Андреем. Она вошла в спальню свежее, как июльское утро после дождя. Лицо Андрея и руки его, выпростанные поверх одеяла, резко выделялись на белизне постели. Анна наклонилась к нему, улыбаясь, поцеловала его в плечо сквозь рубашку. Но он продолжал притворяться, будто спит, и она все еще с улыбкой поцеловала родные, крепко сомкнутые губы. Тогда он вздрогнул, полуоткрыл глаза и сказал неумело притворным голосом, а я лег и сразу уснул, я так устал. Я грязный, я устал, прошептала Анна, припоминая все это. И два раза за вечер сказал, ох, какой длинный день, а может правда, что он устал, но разве таким он возвращался раньше? Анна судорожно вздохнула, потом криво улыбнулась. Схожу с ума и из-за чего сама не знаю, ничего же особенного не случилось, можно ведь и вправду задремать с дороги, может быть я зря все это придумываю, расстраиваю себя и ребенка, с нежностью к неизвестному, но уже любимому существу сказала она себе, всякие эти психологические штучки, и как могла я умолчать о ребенке, Андрей был бы так рад, он, наверное, был бы рад. В это время около двери кто-то поцарапался, потом она тихонько приоткрылась, и в нее боком пролез кирик в оборванной в накидке дошки и в меховой шапке. Здравствуй, сказал он и, подойдя к столу, протянул Анне узкую руку. Здравствуй, друг, ответила Анна. Как ездил? Хорошо ездил, олень все здоровый, маленько-маленько совсем пропал, больно большой огонь-то был. Кирик потоптался, неуверенно сел на краешек стула, вытянув длинные ноги. Валентина-то ругал меня? спросил он тихонько. Нет, она тебя хвалит. Хвалит. Кирик помолчал, крепко сжав губы. Я охотник, я не боится. Чего не боишься? Ничего не боишься. Попал в огонь и вышел из огонь. Я везде дорога сделаю, везде найду. Я знаю, грустно сказала Анна. Ты молодец, Кирик. Я молодец, Валентина знает. Она меня здорово ругал, плакал. Я говорю, ты подожди, я один поеду. Нет, говорит, вместе поедем. Кирик помедлил, потом сказал убежденно. Ты, Анка, тоже молодец, мужик твой молодец, тайга жить знает. Валентина веселый стал, когда на базу пришел. Кирик говорит, не бойся, говорит, зажигалка мне подарил, папиросница подарил, а я охотник, я не боится. Кирик опять умолк. Анна тоже молчала, удрученная его простодушной болтовней. Ты мне больно, друг, молчать не надо, я не боится. Валентина, твой мужик играл маленько, спал, все равно своя баба. Анна вздрогнула так, что и Кирик вздрогнул, но поправил свою большую шапку и договорил как мог ласково. Кирик никому не говорит, не подумай, раз плохо молчать однако надо, тебе говорю, ты друг, мужик то твой, беда то твоя, Валентина тоже друг. И Кирик растерянно вздохнул, не находя по-видимому большой беды в том, что случилось. Все молодцы, всех жалко, а я ничего не боится. Друг ты есть, нельзя молчать, спаси Бог. Он осторожно взял папироску из коробки, стоявший на столе, нажал колесико даренной зажигалки. Анна сидела неподвижно вся выпрямясь. Кури, предложил Кирик и пододвинул к ней коробку. Она молча взяла, закурила, потом закашлялась, опустив голову на руки. Я никого не боится, попал в огонь и вышел из огонь, повторил Кирик, глядя на ровный пробор, слабо белевший в ее черных волосах. Дружба есть, жалко есть. Он ушел, так и не поняв, сумел ли растолковать, что взял подарки за свое молодечество при встрече с огнем, а вовсе не за то, что привел Валентину к мужу Анны. Седьмое. Анна осталась одна в серых сумерках. Теперь ей хотелось кричать от боли, но разве могла она кричать? Она должна была скрывать все это, да и кому можно было рассказывать о таком несчастье? Изредка в огромном здании конторы голко раздавались чьи-то шаги, изредка голким выстрелом хлопала дверь. Было тихо, только приглушенно ныл где-то телеграфный столб, и от этого нудного звона у Анны заломила в висках. Придерживаясь за кресло, она поднялась, зажгла настольную лампу. Идти сейчас домой она не могла. Увидеть Андрея? Нет, это было невозможно. Надо было или лгать, или сказать ему все сразу. Резко зазвенел телефон. Анна отшатнулась от стола, потом протянула руку и боязливо подняла трубку. «Я слушаю», сказала она глубоким грудным, напряженно прозвучавшим голосом. «Это я, товарищ Лаврентьева». «А, Илья». «Да, слушай, Анна Сергеевна, у меня к тебе дело». «Что ж, заходи». «Да-да, заходи сюда». Анна положила трубку и задумалась, не снимая руки с аппарата. Она ждала, что позвонит Андрей, хотела этого и боялась. Она совсем не заметила, сколько времени прошло между звонком и приходом Уварова. Она даже забыла, что ждала его, но, пожимая его большую руку, сразу почувствовала себя еще более несчастной. Ей захотелось плакать, как ребенку, когда есть кому пожалеть его. «Куришь?» удивленно спросил он, взглянув на потухшую папиросу на столе и укоризненно покачал головой. Анна стояла по другую сторону стола, заложив руки за спину. В бледном лице ее было что-то жалко трогательное. «Эх, Анна Сергеевна!» сказал Уваров с горечью. Анна села на свое место, почти спокойно посмотрела на него. Он отвернулся. Некоторое время они сидели молча. За окнами в темноте раздался одинокий собачий лай. Оба прислушались. «Собака!» Еле слышно проговорил Уваров. «Да!» Так же еле слышно с коротким вздохом шепнула Анна. «Лает!» Уваров засопел сердито и посмотрел на нее страдальчески. «Анна, ты это брось!» сказал он как мог вразумительнее. «Что бросить, Илья?» Он кивнул на папиросы, но Анна сразу поняла, что он подразумевал не самое курение, а то, чем оно было вызвано. «Не к чему это, понимаешь? Ты смотри на себя твердо. Ты же не одна в семье. И в какой семье?» «Вот было бы у меня две шкуры, я бы первый за тебя их обе спустил. Честное слово». Анна улыбнулась одними губами. «А зачем мне твоя шкура?» «Ну, это шутка, и плохая шутка, прости. Не привык я все-таки выражать нежные чувства, но по-дружески говорю, жизни своей для тебя, если что, не пожалел бы». «Я и своей собственной сейчас не рада», проговорила Анна. «Никогда раньше такого не было. Ты ведь знаешь меня». «Не нравится мне это», думал Уваров, слушая ее ровный голос и громко сопя носом, что было у него признаком особой расстроенности. Он закипал медленно, но зато потом долго не мог успокоиться. «Если не ладно у них там в семье, но хоть бы поплакала что ли, побронилась бы что ли». «А что у тебя?» неожиданно спросила Анна. «О каком деле ты говорил?» «О деле?» «Да, о деле. О чем же это я хотел поговорить?» Уваров крепко потер переносицу. «Ей богу, не помню, а было что-то?» Анна нервно рассмеялась. Уваров глянул на нее быстро. Может быть, у нее другое что случилось? Но она уже перестала смеяться. Она встала, положив руки в карманы жакета, прошлась по комнате. Еле слышно поскрипывали ее туфли, еле слышно пахло от нее дорогими духами. Восьмое Непривычно сутулясь, Анна остановилась подле Уварова. «Ты знаешь, или я?» сказала она. «Ты помнишь, я говорила тебе о своей вере в постоянность чувства, и еще раньше Витлугин говорил мне что-то такое о физиологии, и я помню, это страшно возмутило меня. Я спорила с ним, я верила, но верила зря». Анна сыпела руки и так сжала их, что они хрустнули. «Зря», повторила она глухо, «физиология это слепая сила, все может разрушить». «Анна, но разве можно так, Анна?» заговорил Уваров, подавленный искренностью ее горя. «Можно, ведь если он пошел от меня к ней, значит, у меня все рухнуло. Я же знаю его, десять лет прожили, царапинки не было, а тут такая рана. Значит, умерла любовь, которая нас связывала, значит, жизнь вместе кончена». «Полна, Анна», сказал Уваров, сразу поверив несомненности высказанного твоею, но еще пытаясь смягчить все. «Может быть, здесь случайная ошибка? Может быть, он сам сожалеет об этом?» «Нет, не случайная». «И потом, он же знает, что он для меня единственное, неповторимое чувство. Ты понимаешь? Человек отошел от меня и уже не может скрыть, а мне? Что же мне-то остается?» «У тебя ребенок, Анна, и жизнь перед тобой богатейшая», сказал Уваров глухо и, чуть помолчав, одолевая волнение, молвил. «Я тебе, помнишь, говорил о своей погибшей жене, о Катерине своей? Это, товарищ дорогой, тоже любовь была». «Ах, Илья, у тебя совсем другое», воскликнула Анна, не сознавая эгоистичности своих слов. «У тебя горе случилось». «Горе?» повторил Уваров, губы его вдруг задрожали жалко. «Да, того, что у тебя, у меня не было, но и надежды никакой не осталось, а я бы лучше любую боль перенес, чтобы только ей жизнь сохранить, чтобы хоть изредка голос ее слышать. Я бывала в первые дни после взрыва на заводе, где она работала, обниму своих мальчишек и плачу над ними на взрыд. Сам тогда сделался, как ребенок». Договорил он с трудом. Он собирался еще что-то сказать, но в кабинет не постучав, открыв рывком дверь, вошел Андрей. «Ты что?» враз овладевая собой, спросила Анна. «Там фельдсвязь пришла с раздольного. Первое золото со старательской гидравлики. Я бы хотел посмотреть». «Да, конечно, разведчику всегда интересно посмотреть на свое золото. Пойдем, Илья». Анна первая вошла в кассу управления. Молодцеватый фельдъегер с особенной готовностью уступил ей дорогу, как будто он знал о ее несчастье. Также молчаливо сочувственно глянул другой, а кругленький седой и румяный кассир даже замедлил со съемкой пломб с привезенных кружек и тоже как-то соболезнующе посмотрел поверх очков на своего директора. «Теперь начнет лезть в голову всякая чертовщина», подумала Анна с горечью. «Чепуха. Они еще ничего не знают, а если узнают, разве от этого изменится что-нибудь? Пусть узнают, пусть себе судачат, мне все равно. Да, теперь мне все равно. Ах, боже мой, как бы я хотела, чтобы было все равно». Тяжело погромыхивая, сыпался металл на железный лист. Плоско осела плотная груда, тускло-желтая крупа, неровно округленные самородки. Золото. «Оно кажется теплым», тихо сказала Анна и погладила расплющенный самородок. Рука ее задержалась на нем и сжала его нервным движением. «Вы у нас прямо миллионерша Анна Сергеевна», торопливо заговорил Уваров и неловко улыбнулся. Впервые за два года он обратился к ней на «вы». Он не узнавал ее и опасался, как бы она не запустила сейчас в Андрея этим самородком. «Куда это вы девались, и ты, и папа? Я все жду, а вас нет и нет», закричала Маринка, вбегая в столовую. Она сильно охватила мать рученками, прижималась к ней, тормошила ее, целовала ее платье. «Ты с ума сошла, Маринка», сдавленным голосом произнесла Анна и поневоле опустилась на стол. «Тебе спать давно пора?» «Нет, я буду ждать папу, ты бы позвонила ему». «Папе некогда, Марина», Анна глянула в окно, за кружевом занавесок чернела ночь. «Папа занят, Маринка». «Все равно я подожду», упрямо сказала Маринка. «Желание ребенка видеть отца, разговор о нем сейчас, когда он, наверное, ушел к той, надрывали сердце Анны, и удивительное сходство маленькой девочки с большим мужественным человеком, сходство, которым Анна всегда невольно гордилась, вдруг тоже мучительно обожгло ее. «Иди-ка лучше спать, Маринка», Анна отстранила дочь, встала, хотела выйти из комнаты, но пошатнулась и, хватаясь руками, как слепая, свалилась на пол. «Мама, ты что, мама?» вскрикнула перепуганная Маринка, кидаясь к ней. «Ничего, ничего», прошептала Анна с лицом искривленным от душевной боли, «Просто ноги онемели». Девятое. Бледная, с синими пятнами под глазами, вышла она утром из своей рабочей комнаты, где провела всю ночь. «Тебе не здоровится?» спросил Андрей за завтраком с оттенком неловкой затаенной виноватости. «Ты очень плохо выглядишь, тебе нужно отдохнуть». «Да, мне не здоровиться», тихо сказала Анна. «Конечно, я выгляжу скверно», продолжала она про себя, обиженная. «Как жестоко с его стороны говорить ей теперь, что она подурнела». Она вспомнила карточку молодой красивой женщины, найденную ею однажды в его книге. Он сказал тогда, что эта карточка забыта в книге кем-то из студентов. Анна поверила. Почему она всегда верила ему? Может быть, это последнее событие в его жизни совсем не ново для него? Может быть, он обманывал ее и раньше? Она наливала чай ему и маринки, переставляла на столе печенье, сахар, конфеты, и все припоминала, и многое в прошлом начинало казаться ей подозрительным. Оставшись одна, Анна торопливо прошла в кабинет Андрея. Почему она до сих пор не посмотрела его записи в дневнике? Почему она не проверила ящики его стола? Может быть, там хранятся какие-нибудь письма? Может быть, портрет Валентины? Дрожа от волнения с лихорадочными пятнами на щеках, она принялась рыться в бумагах Андрея, в его адресных книжках, в папках. Конверты деловых писем обжигали ей пальцы, исписанные листы шуршали на весь дом, затискиваемые нетерпеливыми руками в тесное отделение портфеля. Каждый уголок, каждая книга могли служить приютом того, что она хотела вырвать, как постыдную тайну Андрея. У Анны закружилась голова. Для того, чтобы перевернуть каждый лоскуток бумаги, нужно было затратить целый день, и она вдруг страшно пожалела о своей прежней беспечности, ведь Андрея не было дома целый месяц, а она даже не подумала проверить хотя бы то, что он записывал в это лето. Вот еще связка бумаг, что в ней такое? От нетерпения Анна разорвала шнурок. Лески блокнотов, газетные вырезки рассыпались по ее коленям, скатились на пол. Нет, опять не то, подумала она с отчаянием, точно какая-нибудь любовная записка могла успокоить ее. Анна нагнулась, чтобы собрать рассыпанное, и в это время услышала шаги и голос Андрея. Она так и застыла у стола. Ты что это? Удивленно спросил Андрей, но сразу все понял и густо покраснел. Покраснел так, будто сам совершил что-то невыносимо постыдное. Он даже не нашелся, что сказать, и, круто повернувшись, пошел вон из комнаты. Это ты! Ты сам довел меня до этого! Крикнула Анна, но Андрей даже не оглянулся. Она не поняла, что говорила ей появившаяся в дверях Клавдия, но Клавдия явилась снова и только тогда Анна разобрала, что ее требуют к телефону. Она и у телефона переспрашивала несколько раз, пока трубка голосом Ветлугина не довела до ее сознания, что на гидравлике разорвало обогатитель, а на руднике второй час простой из-за поломки компрессора. Хорошо, безучастно ответила Анна, положила трубку, села у стола и, подперев лицо кулаками, проговорила тихонько. Как бы мне хотелось заплакать, почему это я не умею плакать? Что там у них поломалось? Разве это можно сравнить с тем, что сломалось у нее? Компрессор остановился? Только-то и всего. Тысячу раз его можно починять и пустить снова. А вот как наладить ее отношения с Андреем? Где найдется такой чудесник? Уж не та ли ревность, о которой она говорила Витлугину, которая не должна унижать человека, которая, как и любовь, должна толкать людей на большие дела? На большое же дело толкнула она ее, Анну. И почему это ей, такой несчастной, ревнивой, слабой до ничтожества женщине, сообщают о каком-то разорванном обогатителе. Что она может? Гидравлика. Золото, брошенное Анной под струю монитора, выдержало испытание, а любовь ее нет. Ох, если бы она могла заплакать. Анна вспомнилась полузабытая сказка о прекрасном мальчике, который никогда не плакал и не видел слез. Счастливый он полюбил, вся его жизнь была золотым сном, но однажды он увидел свою подружку на руках другого, и по лицу его потекли слезы. Ему показалось, что это свет уходит из его глаз. Свет уходил и из глаз Анны, но слез не было, и она просто задыхалась под навалившейся на нее незримой тяжестью, как задыхаются буры рудника, когда прекращена подача сжатого воздуха, как злится, наверное, бурильщик Никанор Чернов, первым перешедший вчера на бурение сразу четырьмя молотками. Он приехал весной вместе с Валентиной Саенко. Анна вспомнила солнечный берег, толпу, оживление, радостные лица свою первую встречу с Валентиной. Как сразу угадала она беду, сердцем, не умом угадала, ведь никогда раньше не ревновала она Андрея, и как она ждала этот пароход. Да, на этом же пароходе приехал человек с огромной жаждой труда, Никанор Чернов. Он ходит сейчас по камере, по ее просторной десятине, и его жесткие рабочие жадные руки сжимаются в кулаки от досады и нетерпения. Десятое. Через час Анна сидела у себя в конторе. Надо было идти на шахту и на гидравлику, где лопнул обогатитель, но она медлила. Она понимала, что откровенный разговор с Андреем теперь неизбежен, и все в ней ныло от ожидания. Но он не шел и не звонил, и Анна с трудом заставила себя осознать, что в разгар рабочего дня некогда заниматься разговорами о своих сердечных делах. Стараясь сосредоточиться, она нервно перебирала деловые бумаги на столе. Потом она резко оттолкнулась от стола и с минуты сидела неподвижная, строгая, прямая, но внутренне развенчанная да нельзя. Так-то вот, а кто работать будет? Надо идти на шахту, здесь сидеть сейчас невозможно, сказала Анна вслух и подошла к окну. Первое, что она увидела, была бочка под водостоком. За время летней жары деревянные обручи покоробились, разошлись и свалились, разошлись и клепки, позеленившие темные от последних дождей. И вся бочка, скрепленная только в уторах, как будто скалилась, нахально усмехаясь. Анна посмотрела еще и вспомнила, как весной в такой же бочке, но полной до краев блестело солнце, и как радостно было тогда смотреть на этот солнечный блеск. Все развалилось. Безобразие, как-то машинально отметила Анна. Неужели завхоз не видит? Говорим о противопожарных мерах, а бочка рассохлась и никто не замечает. Анна глянула еще в сторону конюшен и вдруг увидела Андрея. Андрей шел в осеннем плаще с тощим рюкзаком, перекинутым через плечо. Он куда-то уезжал. Вцепившись в раму окна, Анна смотрела ему вслед. Она вспомнила, что он собирался на Звездный. Вот почему он вернулся утром домой. Она представила его неожиданное возвращение, и ее снова кинуло в жар и холод. Он уезжал, даже не позвонив ей. Ее поступок, по-видимому, совсем оттолкнул его. Андрей действительно уезжал на Звездный. Поздно вечером его вызвал к телефону Чулков и сказал, что на канавах рудной разведки встречена очень интересная жила кварца. В голосе Чулкова Андрей угадал радостную тревогу и сразу заволновался. Нужно было ехать. Но как уехать, не предупредив Валентину? В короткое время после возвращения Андрей извелся от беспокойства и тоски. То ему хотелось быть с Валентиной и он рвался к ней. То его охватывал страх перед сближением с нею и гнетущее раскаяние в том, что уже произошло, что уже невозможно было поправить. Во всяком случае думал он о ней непрестанно и чем больше думал, тем больше беспокоился. Сегодня мысль о том, что он не увидит Валентину не меньше трех дней привела его в отчаяние и, придя утром на работу, он сразу позвонил в больницу. Попросите врача Саенко, сказал он чужим охрипшим голосом. А кто спрашивает? Ну, значит, нужно. Вам-то что? Как это что? Это же я, Саенко. Ох, вырвалось у Андрея. Это я, Валентина Ивановна. Уезжаю сейчас на Звездный. Дня на три. Вы ничего не будете посылать туда? Чулков что-то говорил, вы обещали. Да, аптечка. Тогда вы приготовьте, а я заеду. Говорил Андрей уже весь сияя. Он забежал домой, нужно было переодеться, взять кое-что, и вдруг у себя в кабинете он увидел Анну. Ее жалкое лицо, разбросанные и перевернутые в ящиках стола бумаги, рассыпанные письма. Все это ошеломило Андрея, но сознание собственной еще большей вины удержало его от столкновения с Анною. Он взял только плащ и рюкзак и, не переодеваясь, поспешил в больницу. В приемной врача сидела у стола еще одна женщина в белом халате и звучно на всю комнату скрипела пером. Андрей сразу почувствовал неловкость присутствия лишнего человека, но увидел он сначала одну Валентину, поднявшуюся ему навстречу. Увидел и просто обомлел. Так холодно посмотрела она на него. Он не представлял, сколько она выстрадала после приезда, потому что сам тосковал о ней, не зная ее сомнений и ревности. Что-то он говорил, что-то невыносимо холодно говорила она, зачем-то оказался в его руках длинный картонный ящичек, еще кто-то пришел тоже в белом и пожимал руку Андрею и говорил с ним, а потом уже все время в кабинете толпились люди, все было как в нелепом сне. Что же это такое? Тоскливо думал он уже в дороге. Может быть, она совсем не так любит меня, как мне показалось. Чужая, совсем чужая. Только вид долгой горы, медленно выраставшей на горизонте, вывел Андрея из хмурого, беспокойного раздумья. Лесистая долина ключа звездного стала светлее от порубок и как будто шире, и от этого вытянутый массив долгой горы казался еще внушительнее. Кое-где темнели крохотные бараки, срубленные из неотесанных бревен. Андрей не был здесь больше месяца, и все теперь представлялось ему по-иному. Он подстегнул лошадь и поехал крупной рысью. Одиннадцатая Вернувшись из поездки, Чулков решил окопаться по-настоящему. Может быть, его подвинула на это долгая ненастья, размывшая земляную насыпь старой крыши, а может быть, тоска о доме, вдруг одолевшая его там, в тайге. Разведчики перекрыли свой барак, врубили новые косяки для окон, подбили мох в пазах, настелили пол и даже вкопали возле барака длинный стол, чтобы обедать и пить чай на вольном воздухе. Но последняя затея не привелась, мешали то комары, то дождь, да и стряпка наотрез отказалась таскаться с посудой на улицу. Конечно, ей и так дела хватает, говорил Чулков, хлопоча у железной печки с чайником. Вон, полоскать белье ушло, нагрузилось, смотреть страшно. Он поставил на стол стаканы, ловко открыл консервы, напахал целую гору хлеба и, налив чаю себе и гостю, долго цедил из банки загустевшее молоко. Я на светлом никому не сказал о вашем сообщении, говорил Чулков, поразивший его своим угрюмым видом. Зачем опять преждевременно будоражить всех, надо найти что-нибудь более определенное, настоящее. И найдем, сказал Чулков весело. Теперь мы на верном следу, начинает уже проклевываться кое-где. Спасибо Виктору Павловичу, поддержало нашу линию, когда комиссия составляла заключение, а теперь мы сами с усами. Сплошная жила пошла, самостоятельная. Андрей встрепенулся. Надо посмотреть. И посмотрим. Вот только чайку напьемся, теперь оно в наших руках, никуда не уйдет. А насчет того, чтобы пока помалкивать этого и верно, подождем, чтобы заранее шуму не наделать, а потом в раз и объявимся. Чулков вытер ладонью усы, полез на полку и достал брезентовый мешочек. Вот отобразцы. Да вы кушайте, кушайте. Но видно было, что ему и самому не терпелось. Он полез за стол, однако мешок из рук выпустил не сразу, а только выпустил, он уже оказался у Андрея, и они оба с увлечением отодвинули в сторону хлеб и посуду и бережно начали разбирать кучу камней с наклейками. Это вы наклеивали? спрашивал Андрей. Я? Как же? Чтобы все было в аккурате, чтобы не напутать чего. Теперь-то я в своем деле твердо себя чувствую, а вспомню, каким пришел на разведку. Прямо смех и жалость. Успех в работе после стольких неудач окрылил Челкова, и его глубоко посаженные глазки так и искрились. Пришел зимой на шурфовую разведку, меня спросили, умеешь проморозку везти? Я думаю, чего уж проще в такой мороз? Умею, говорю, но мне, как опытному, дали в подмогу одного старика и отправили на дальний ключ. Смотритель показал, где шурфы зарезать и уехал. День проходит, другой, старик говорит, давай приступим. А как приступать? Место болотистое, талики, вода, тут старик и показал свою былую прыть, начал мной командовать. Челков насмешливо ласково улыбнулся, вспоминая о себе таком. Ему приятно было осознавать свое теперешнее превосходство, и он продолжал прямо с удовольствием. Зарезали мы все шурфы, как полагается, дали им промерзнуть хорошенько, после стали класть пожоги и вынимать четверти. Я перед тем, как пожог класть, попробую тупиком, насколько промерзла. Только вода цыкнет, я дырку деревянной пробкой забью. Всем тонкостям меня старик обучил, а приду спускаться, глядь, в шарфе вода. Стал я тогда мозговать, нельзя ли, думаю, запалить пожоги во всех ямах за раз и вынимать не сразу положенные двадцать сантиметров, а понемногу. Парень, я здоровый, сумею с каждого шурфа подошки выгрести, а на завтра опять. Вот получится четверти, ведь это какую опытность надо иметь, чтобы угадать с пожогом и чик-в-чик оттаять эти самые двадцать сантиметров. Заготовил я ворох растопки. Старик мой как раз заболел, лежит под шубой верх бородой. Спи, говорю, завтра узнаешь, кто такой Петр Чулков. Поближе к утру запалил я свои пожоги, яма-то были уже метра по два, пока все облазил, вспотел, а главное волнуюсь, потому что первый опыт... Чулков взглянул на Андрея, занятого образцами, рассмеялся тихонько и продолжал. Вот до чего заразился своей идеей, но устал, зато дым над долиной невиданное дело. Полюбовался я и пошел отдыхать. Только успел глаза завести, вскочил как бешеный. Старик даже испугался. В уме ли ты, говорит? Был, да на улицу, а над ямами ни дымка, ни дымочка, подбегаю к крайней, вода, а на воде головешки плавают, и в другой тоже, и в третий. Неужели все шурфы затопил? Со смехом спросил тоже развеселившийся Андрей. Все как есть. Сейчас-то, конечно, смешно, а тогда меня слеза прошибла. Они вышли из барака и невольно остановились. Такой погожий золотой осенний день стоял над горами, разведчики работали, Андрей и Челков ясно слышали в осеннем безмолвии и грубые голоса, глухие удары бабой и стук топора, доносившийся из лесу. Оба думали о себе и о той жизни, которая, благодаря их упорству, закипит скоро в этой долине. Двенадцатое. Митя Мирский с Мышкиным в амбарчике все перелопатили бы. Да ладно, что бурым вовремя забросили, теперь будут действовать по всем правилам, говорил разведчик Челкова моряк, проворно прихрамывая подле Андрея. Я о Мите говорил перед этим, надсадишься, мол, бешеное дитя, земляная работа, она тяжкий воз, не гони, как раз к сроку будет, главное, чтобы не сбить охотку, пока до золота не дорвались. Теперь, похоже, дорвались, отозвался Андрей, уловив только последние слова. Да что у нас тут творилось вчера? Челков, предостерегающий, кашлянул. Что же? спросил Андрей, отгоняя посторонние делу мысли. Всех уложила, такая качка была, что, боже мой, а всего-то по пол-литровки на брата не вышло, болтал моряк, невзирая на знаки Челкова. А Челков? Он, как бывалый капитану, стоял на посту, но и его подбрасывало, это уж как водится. Эки, ты права, как баба худая, сказал Челков с досадой. Вправду говорят, с кем поведешься, оттого и наберешься. Бложка у нас водится, не унимался моряк, голодная скачет и от сытой покою нет. Надежное жило вскрыто, заговорил Андрей серьезно. Да, можно рассчитывать, что дополнительную разведку с интересом проведем. Переходя на Инохать под гору, ответил сразу, воодушевляясь Челков. Надо несколько шурфов заложить. А потом, как, Андрей Никитич, крелиусом на глубину-то будем бурить. Тоже, переходя на деловой тон, осведомился моряк. Нет, штольню от подошвы заложим. И Андрею ярко представилась его мечта об этой штольне ночью у костра возле Нагорного озера. Теперь мечта превратилась в действительность. Дорого обошлось это превращение. Но все трудности после достижения цели сразу потеряли свою остроту и делались даже приятными воспоминаниями, зная Челкова, Андрей не зря поверил его взволнованности, жила была нащупана настоящая. Теперь и деньжона к нам подбросят, наверное, мечтательно говорил Челков. Марку свою оправдали? А вдруг она опять выклинится? Высунулся с предположением моряк. Типо он тебе на язык. И что это тебя всегда так и тянет, так и тянет чем-нибудь этаким ковырнуть. Челков окинул сердитым взглядом моряка и покачал головой. Право слово, и хоть бы шаромыжник какой был, а то ведь работяга золотые руки. И вот, скажи на милость, трепло какое. Скажи на милость, трепло какое уродилось. Срифмовал моряк, искренне наслаждаясь и досадой Челкова и его похвалой. Вот извольте любоваться, сказал Челков негодуя. Никакого соображения у человека. И ведь бывший флотский, хоть и не военного флота, хоть и давно служил, а все-таки с дисциплиной должен был быть. Так нет, совсем извратился. Нет, он неплохой, задумчиво возразил Андрей, глядя вслед разведчику, который уже устремился вперед к батракам. У него что на уме, то и на языке. Одно слово, с придурью, заключил Челков, но уже остывая. Мы точно выпили вчера, так случай-то какой, тут и святой бы напился. Тринадцатое. А вдруг она и вправду выклиниться, подумал Андрей, сидя вечером за столом у разведчиков. Его даже в дрожь бросило. Вот мы ее парочкой шурфов вскроем, и сразу все, как на ладони, ясно станет, заговорил Челков, подсаживаясь поближе к Андрею. Видимо, он совершенно захвачен был одной этой идеей, и толстые складки над его переносием выражали свирепую озабоченность. Парочку бы шурфов, да удачно, а потом бы по всему простирание ее, а потом снизу, прямо с ключа, штолинку заложить, ведь условия для этого прямо лучше не придумаешь. Расположение это в горном массиве где угодно подсечь позволит. Ишь, как распелся, подумал Андрей, уже наученный горьким опытом. Да, в этот раз, если ошибемся, трудно подняться будет, сказал он вслух. Ну что вы, Андрей Никитич, до каких пор она нас водить будет, хоть она и жила, но тоже надо совесть иметь. Мне думается, Анне-то Сергеевне надо бы сразу сообщить, она после нас больше всех заинтересована, добавил он. Кто-то порадуется, ведь весь будущий производственный вопрос на ниточке держится. Нет, лучше подождем, вы рабочих предупредите, чтобы помолчали пока. Андрей встал и беспокойно прошелся по бараку. Челков из-под лобья наблюдал за ним. Он ожидал большего проявления радости. Вялая задумчивость Андрея оскорбляла лучшие чувства разведчика. 14 Кирик не успел еще рассказать всем о своей поездке, о том, как он заезжал на выморочное стойбище, о том, как спускался с белым стариком в горячую тробу парохода. Пока он отсутствовал, в поселке начали строить магазин, теплые сараи для овощей, отправили человек 30 парней и девушек на шахты обучаться горному делу, а знакомый Якут Гаврила начал пахать трактором новое поле за речкой. Жена Кирика за это время научилась хорошо доить и совсем привыкла к своим коровкам. Но однажды, когда она выходила из хлева, корова ветка мотнув головой, нечаянно подцепила ее рогом за кожаный светлых бляшках пояс. Как испугались и венки, увидев бегущую большими шагами жену Кирика рядом со скачущей коровой. В напряженно поднятой руке жена Кирика держала ведро с молоком. Она тоже испугалась, но молоко не пролила. И Кирик, выслушав ее рассказ, похвалил ее за храбрость и уважение к артельной продукции. «Каждый получит больше на трудовой день, если будет больше прибыли», — важно, сказал он, припоминая свой разговор с Анной и Патрикеевым. На этом и застал его председатель артели Патрикеев, который сообщил, что в Буягинском наследии на Алдане открываются курсы медицинских сестер, и кооперативные, и что со Светлого привезли бумагу об отправке на учебу молодых эвенков. В бумаге есть особая приписка насчет Кирика, если он пожелает, то для него по возрасту сделают исключение. Кирик не сразу понял, что такое исключение по возрасту, а поняв, возгордился. После этого он уже никак не мог не пожелать с целой оравой молодежи он в тот же день выехал на Светлый. «На какие ты хочешь-то, на кооперативные или медицинские?» хмуро спросил Уваров, которому Кирик явился посоветоваться. «Медицинские это фершелом, что ли?» с робкой надеждой спросил Кирик. Ему очень польстила мысль сделаться чем-нибудь вроде доктора. «Больно уж скоро хочешь ты фельдшером стать», сказал Уваров. «Это же шестимесячные курсы. Медицинской сестрой будешь, хирургической. Помогать при операциях будешь». Кирику очень хотелось бы помогать при операциях, но... «Как же я сестрой буду? Баба я, что ли?» Этот наивный вопрос смутил и рассердил Уварова. «Но братом будешь?» «Эки ты какой!» «Не все ли равно, как называется?» «Главное, чтобы дело знать». «Тогда уж лучше однако на кооперативные», решил Кирик подумав. Уваров написал ему заявление, позвонил по телефону в поселковый совет. Из поселкового совета Кирик зашел в магазин, вид продавцов, хлопотавших за прилавками, привел его прямо в умиление. Он сразу представил, как сам будет заправлять разными такими делами. Теперь надо было составить письмо для жены, и чтобы обязательно поклон. Теперь иначе было нельзя». Кирик решил пойти к своему дружку Ковби, но, выйдя из магазина, увидел Валентину Саенко. «Здравствуй», промолвил он с искренне радостной улыбкой. «Кирик! Здравствуй, Кирик!» обрадовалась и Валентина. «Эта встреча вызвала у нее столько волнующих воспоминаний». «Ты что, хвораешь?» спросил он, шагая рядом. При всем своем оживлении она не выглядела такой свежей и румяной, какой он запомнил ее с первой встречи. Валентина вздохнула. «Немножко болею». Она сразу потащила его к себе, узнав, что ему нужно написать письмо, и они вдвоем долго обсуждали, как лучше написать. «Пиши, едет, мол, ученый, мол, будет, заведующий магазином будет», говорил Кирик, покусывая мундштук холодной трубочки. Курить в такой нарядной комнате он стеснялся. «Хорошо, когда ученый», продолжал он мечтательно. «Кругом уважение, не ученый мужик хуже ученой бабы, я тебя уважаю». А Анки то сказал, что ты да мужик ее играл маленько, спал, вместе. «Ты с ума сошел, Кирик», с давленным голосом произнесла Валентина бледнее. «Нет, с ума не сошел, надо сказать, друг она, спать это ничего, обманывать нельзя, спаси Бог». «Что же она сказала?» «Ничего не сказала, она меня знает. Давай, пиши еще, приедет, мол, домой, патефон купит, вот как у тебя, кружков с песнями купит». Запечатанное письмо Кирик отнес в контору и сдал секретарю, как научила Валентина. Потом он вышел на крыльцу и сел на ступеньки. «Хорошая баба Валентина», сказал он себе, «хороший доктор». Кирик вспомнил поездку с ней по тайге и вдруг забеспокоился. Сначала научился бы на сестру или брата, потом на фельдшера. Как бы он, фельдшер Кирик Кириков, ездил по тайге, знал бы все болезни, как доктор Валентина, лечил бы, может, оспу делал бы, и все бы уважали его. Ему показалось, что он допустил большую опложку. Он встал тихонько и пошел в портком. Уваров выслушал тревожно-збивчивую речь Кирика и подумал, что, пожалуй, верно, лучше окончить Кирику медицинские курсы. В магазин и так все придут, а вот лечение, гигиена, тут очень важно, чтобы свой человек был, чтобы язык знал. Уваров написал новое заявление и снова долго говорил по телефону с поселковым советом. Получив исправленные документы, Кирик вспомнил о письме отосланном жене. Будет ждать продавца, а приедет вроде как фельдшер. Нет, так нельзя, обман получится. И Кирик помчался в контору, он получил обратно письмо, положил его в карман и, выйдя на улицу, задумался. Надо было написать новое. Пятнадцатое. Ковба сидел в своей комнатке, провонявшей крепким запахом дегтя и кожи, пил чай с постным сахаром и сухариками. Здорово! Еще с порога закричал сияющий Кирик. Здравствуй, старик! Я завтра, однако, поеду учиться. Ковба отложил ложку, которой ел размокшие сухари, вытащил из-под стола табурет. Давай, садись, предложил он и потянулся за второй кружкой. Тогда Кирик тоже начал хлопотать. Он разложил свои вьюки на постели Ковбы, развязал ремни и, ухватив запримятые листья, вытащил из сумы какую-то тяжелую овощ. Редька, сказал Ковба и приятно осклабился, очень тронутый гостинцем Кирика. Вот это хорошо! Давно я редички не ел, сейчас мы ее нарежем да с маслом. Он закатал рукав, вооружился ножом и спросил, с огорода поди-ка спер. По что спер? Спаси Бог, сторож дал? Да ведь это турнепса, определил Ковба с огорчением, уже сидя за столом и медленно пожевывая. То-то я и гляжу, красивая набольно. Узнав, что Кирик отказался от кооперативных курсов, Ковба крепко пожалел. Это бы тебе верный кусок хлеба, эх ты, голова. Фершелом сделаться трудно, ведь они есть, которые почище докторов, а тебя еще грамоте учить да учить. Валентина-то твоя лет пятнадцать поди училась, пока до дела дошла. Вообще Ковба был не против медицины, но желание Кирика подражать Валентине Ивановне вызвало в нем досаду. Никакого сознания в ней нет. Проворчал он, вспоминая то, что рассказывали ему Клавдия и сам Кирик. Никакой жалости, а еще образованное. С этими словами Ковба добыл с полки листок бумаги, конверт и чернила в бутылочке с деревянной пробкой. При всей своей внешней заскорозвости Ковба был человеком с понятиями, давно уже умудрился ликвидировать неграмотность, и хотя писать ему было некуда некому, обзавелся всем письменным припасом. Письмо он писал мучительно долго, и даже Кирик, с почтением наблюдавший за движением его тяжелой руки, она возилась по листу бумаги, как медведь на песке, терял терпение и не раз пытался разнообразить дело посторонними разговорами. Получив наконец письмо, заклеенное хлебным мякишем, Кирик отнес его к поселковому совету. Контора уже не работала и опустил в почтовый ящик. Потом он отошел и снова затасковал, забеспокоился. Уваров уже лег спать, читал в постели газету, когда в дверь постучали. Он встал и впустил очень расстроенного Кирика. «Ну что?» спросил Уваров, идя за ним следом. «Не могу я по-медицински», жалобно заговорил Кирик, «меня грамоте учить да учить». Уваров сел на кровать, почесал в раздумье волосатую над расстегнутой рубахой грудь. «Ничего, научишься, парень ты толковый». «Какой я парень? Никакой я не парень. Пятьдесят лет, однако, голова-то худой уж». «Хм...» Уваров похрустел газетой, разглядывая присмиревшего Кирика. Глаза и венка блестели тревожно. «А ты не расстраивайся», сказал Уваров, понимая растерянность охотника. «Это, видишь ли, у тебя попросту сказать, глаза разбежались». «Тогда пускай пойду я в кооператив». «Смотри, тебе виднее. Давай бумаги, я утром пораньше все выправлю». Обрадованный Кирик полез по карманам. «Ты уж не серчай, друг», приговаривал он виновата, посматривая на Уварова. На улице было совсем темно. Кирик пошел было к конному двору, возле которого жил Кобба, но снова вспомнил о письме. «Поеду на кооперативные, а написал на медицинские». У него заломило в висках, и он остановился посреди улицы. Одна нога хотела идти к старику, другая за письмом. Кирик постоял в нерешительности и круто свернул к поселковому совету. Темные изнутри стекла отсвечивали от ближнего фонаря, и охотник ясно увидел в них свою одинокую тень. Щель, в которую он недавно запустил письмо, оказалась совсем узкая, и расстроенный Кирик сел на завалину, не зная, что делать. Снять ящик, пожалуй, нельзя, ждать до утра долго. Кирику захотелось домой, в артель. Он вдруг почувствовал себя совсем беспомощным. В домике у Варова тоже темно. Кирик долго в нерешительности ходил кругом, но все же подошел к двери, поцарапался легонько, потом сильнее. За дверью послышались грузные твердые шаги. Крючок звякнул, дверь распахнулась. Уваров странно большой в белом стоял у порога. Что? спросил он, вгляделся и сразу узнал Кирика. Чего тебе не спится? или опять передумал? Передумал. Шепотом виновата сказал Кирик. Однако я лучше домой поеду. Но беда, сказал Уваров и сердито рассмеялся. Заходи в горницу. Ай-яй-яй. Шумно зевнул он, включая настольную лампу. С минуты он смотрел на Эвенка теплым, сонным взглядом, потом вытащил из-под постели запасной тюфяк, постелил его на жестком диванчике, кинул в изголовье полушубок. Давай, ложись и спи. Понял? И никаких больше разговоров сегодня на эту тему. Ты меня уж совсем закружил. Тогда я пойду, однако. Нет, никуда ты, однако, не пойдешь. Я тебе не мальчик всю ночь бегать, открывать и закрывать. Я ведь тоже за день натопаюсь. Уваров подождал, пока Кирик стянул торбоса и неловко улегся на диванчике. Потом Уваров лег сам, но когда лег, сказал ясным, мягким и добрым голосом. Я тебя, браток, понимаю. Вопрос в жизни серьезный. В таких случаях человек всегда сомневается. Все мы немножко чудаки. Есть что-то одно. Берешь и доволен. Дай на выбор и не сообразишь, за что хватиться. Уваров замолчал, и Кирик тут же услышал его ровное дыхание. Кирик понял, что Уваров уснул и сам успокоился от близости этого сильного человека. Но и утешив свое волнение, Кирик еще долго не мог отделаться от всяких трудных мыслей. Его беспокоило даже то, отчего ему так приятно лежать на высокой скамейке. Он вспоминал гладкие руки Валентины, уснувшие как дикие голуби на плече Андрея Подосеного, кудри их, темные, светлые, перепутанные сном и любовью и вспышку страшного гнева, вызванную рассказом об этом на лице Анны. Еще Кирик вспомнил редьку Турнепсу, подаренную им старику Ковбе Ковбе и большой хлеб, положенный в его вьюг стариком. Хлеб был круглый, теплый, румяный, как солнце. На дорожку, сказал старик Ковба. А Кирик взял бутылку, прислонил к своему лицу, вдыхая теперь уже привычный запах хлеба. Потом поднял ее обеими руками и, любуясь ею, промолвил по-евенски «Какое счастье, что есть на земле хлеб!» Шестнадцатое «Ты понимаешь, что иначе я не мог?» Валентина молчала, опустив голову, нервно теребила снятую с руки замшевую перчатку. Она и Андрей сидели в уютной прибрежной котловине, обросшей по краю кустами жимолости и шиповника. «Неужели ты не понимаешь, как мне тяжело?» Валентина еще ниже опустила голову, пряча лицо, но Андрей увидел, привлеченной движением ее рук, перчатку, которую она теребила, и то, что вспыхивало светлым блеском и тут же расплывалось с пятнами на желтой замше. Валентина плакала. «Он был с нею, он пошел на всякие унизительные уловки, чтобы устроить это свидание». «Разве тебя не радует то, что мы вместе сейчас?» Она еще помедлила с ответом, и Андрей вдруг услышал надвигающийся шквал птичьего перелета. Прямо на них тянула стая гусей. Их было не меньше пятисот, и мощный плеск их крыльев прошумел, как буря, когда они взмывали все разом ввысь, заметив сидевших людей. Быстро удаляясь на фоне тускнеющего неба, стая извивалась огромной змеей, то выравниваясь, то колыхаясь колубами. Неумолчно звучал в ядреной свежести осеннего воздуха зовущий переклик голосов. Андрей слушал, откинув голову, ноздри его раздувались. Он вспомнил вдруг широкие розово-черные озерные разливы, желтизну высоких болотных трав и то, как однажды в такой же вот тускло-багровый прохладный вечер он нашел у своего охотничьего шалашика Анну. Она оставила все и прискакала к озерам. Чувство испуганной виноватости охватило его, когда он увидел ее измученную, она сразу вся просияв сказала «Живой, пороть тебя некому, шестой день пропадаешь». «Ты думаешь только о себе», сказала неожиданно Валентина, поднимая заплаканное лицо. На нем было злое, еще незнакомое Андрею выражение. «Ты думаешь только о том, что тебе тяжело, а мне легко, я все время думал о тебе», искренне сказал Андрей, сразу весь обращенный к ней. «Я так тосковала тебе». «Конечно, ты приехал домой, к своему семейному очагу». Быстро продолжала Валентина, теперь уже спеша высказать то, что наболело у нее за эти дни, и пропустив мимо ушей уверение Андрея. «Я не имею никакого права упрекать тебя, но и спокойной оставаться не могу, когда ты там с нею. Это просто пытка, я ненавидеть ее начинаю». Валентина взглянула в огорченное лицо Андрея, и злость ее исчезла. Ей стало стыдно и больно. «Прости меня», сказала она, порывисто обнимая его. «Прости, я ничего не буду требовать, только не забывай меня». «Как я могу забыть? Но любишь ли ты меня по-настоящему? Я ведь тоже извелся, ведь я тебя целую неделю не видел». «Что же тебе мешало прийти?» так хотелось возразить Валентине, но она только прошептала. «Да, да, целую неделю». Теперь ей хотелось одного загладить то, что прорвалось по неволе, и в то же время она ощущала горький осадок одного, что, вспылив, она лишь потеряла в его мнении. «Я больше не стану упрекать тебя», сказала она, снимая с куста легко отпадавшие вялые листики и осыпая ими Андрея, лежавшего возле нее на сухо шелестящей траве. «Я постараюсь не ревновать тебе». «Неужели ты думаешь, что я могу делить свое сердце между двумя?» спросил Андрей, облокачиваясь и положив на ладонь лицо. «Но ты пойми, насколько я связан. Я хорошо сознаю, какую ответственность несу перед тобой, но и Анну как-то пощадить надо». Валентина вздохнула. «Как хорошо было бы, если бы мы встретились лет десять назад», задумчиво произнесла она. Андрей промолчал. Десять лет назад он уже любил Анну. Хотел ли он вычеркнуть ее из своей жизни в те годы? Опять лет назад, а в прошлом году? Семнадцатое. Объявляться Чулков приехал неожиданно. Даже Андрей, уже подготовленный к этому, растерялся, увидев, как ввалился в кабинет его старый приятель. Сам Чулков, хотя и старался напустить на себя небрежное спокойствие видавшего виды разведчика, не мог скрыть торжества, и скуластое лицо его так и расплывалось в улыбке. «Вот Андрей Никитич», сказал он и подмигивая, усмехаясь, покашливая, самозабвенно засуетился над привезенными ими мешочками и пакетиками. «Ну, показывайте, показывайте», говорил Андрей, тоже взбудораженный. Вместе с Чулковым он начал высвобождать из оберток образцы красноватого, ржаво-дымчатого и совсем белого кварца. Куски кварца были с тонким золотым накрапом, с блесками золота в изломах и сплошь спаянные золотом. А вокруг стола уже собирались сотрудники разведочного бюро, смотрели молча, только глаза и щеки у всех разгорались, точно озарял людей чистый блеск найденного ими металла. Они ведь тоже искали эти топографы, геологи поисковых партий, геологи-разведчики, чертежники, машинистка с бантом в белых девичьих косах. Находка, выложенная на стол, притягательная как магнит, принадлежала им всем. Она сразу подняла их над остальными работниками приискового аппарата. Все замолчали, а у крыльца конторы, у магазина, у шатровых копров уже обсуждался вопрос о том, какую рудную фабрику будут строить на Долгой горе. Теперь загремим, сказал комбо хунхузу, засыпая его по такому радостному случаю добавочную порцию овса. Ешь на здоровье, теперь брат начнут нам подваливать всякого добра, а прежде всего народ к нам повалит, это уж как водится, он народ то не станет разбираться, какое тут золото, рассыпное или рудное, ему только бы золото. Анна и Ветлугин узнали об открытии золота позднее всех, им сообщили по телефону. Да, очень богатое, сдержанно ответил Анне голос Андрея. Поздравляю, тихо сказала Анна, я тоже рада. Спасибо, отозвался Андрей. Потом в кабинет Анны влетел сияющий Ветлугин, теперь и он гордился найденным золотом, разве не он настоял тогда, чтобы дать положительное заключение на весь сезон летних работ. Только Анна осталась в стороне от общего торжества, ведь она больше всех протестовала против долгой горы. Правда, об этом никто не напоминал ей, но она то помнила, и хотя не раскаивалась, но гордиться ей было нечем. Однако она вздохнула свободнее, огромная тяжесть свалилась с ее плеч. Тупик, в котором находилось предприятие, был взорван. Только это и только это радовало Анну. «Пойдемте посмотрим», сказала она Ветлугину. «Проходите, проходите, Анна Сергеевна», скричал Челков, бросившись им навстречу. В это время он чувствовал себя в кабинете Андрея совсем по-хозяйски. Он осторожно раздвинул людей, толпившихся возле образцов, и, идя боком впереди Анны и Ветлугина, с таким видом подвел их к столу, что не удивиться тому, что он хотел показать, было уже невозможно. Но и Ветлугин и Анна удивились неизвежливости. Они, как и все остальные здесь, были захвачены могуществом, которое являло собой золото, блестевшее из каждого излома руды. Это было сказочное богатство, и это богатство они могли теперь от всего чистого сердца преподнести стране. Восемнадцатое Красные до черноты лежали на солнцепёке тяжёлые кисти брусники. От этих тёмных кистей шишек убище горы казалось кудрявым. Анна смотрела на ягоды, раздавленные сапогами тех, кто шёл впереди, осторожно ступала по скользким листочкам, негромко говорила Чулкову «Сколько добра зря пропадает! Перебросьте-ка сюда на недельку человек сорок с лесозаготовок дайте им норму ведра два три». «Три много, Анна Сергеевна». «На такой-то ягоде вооружить их совками больше дадут сыпать можно в ящики зимой вывезем обратным порожняком». Анна помолчала потом сказала доверчиво «Я когда была девчонкой любила ягоды собирать меня кабарошкой звали на зимовьях знаете коза такая есть кабарга легко я по горам ходила». Чулков стал рассказывать о своем но Анна уже не слушала его она увидела себя девочкой подростком платок всегда съезжал почему-то с ее головы гладко причесанной в косу Андрей любил дергать ее за эту косу ох и натрепала же она его однажды за такую грубую шутку а потом они помирились и жил тогда у них только летом пока в приисковом поселке не открылась своя средняя школа каждую весну вытянувшиеся за время учения он валивался к ним в барак с котомкой в котомке были потрепанные учебники подарок Анне которая одолевала их в течение года до следующей встречи пара белья застиранного неловкими юношескими руками до старое одеяло появление друга всякий раз казалось влюбленной девочке неожиданно прекрасным Анне вспомнилось далекое осеннее утро деревья тонули в слоистой пелене тумана расплывчато рыжил над ними огнистый куст солнца а настоящие кусты у самой тропинки мокрые отоседавшие мги пламенели ярко и свежо холодно мать Анны первая сняла с плеч берестяной короб обтянутый оленей шкурой они отдыхали мать Андрей и Анна они ели холодную вареную картошку с огурцами и черным хлебом брусника была такая крупная горы такие синие деревянные пальцы совков покраснели от ягодного сока вольный ветер шел по горам на юго-запад к Байкалу он разгонял туман склонял траву в распадках играл платком на плечах Анны они сбежали вместе с ветром на высокие скалы Андрей и Анна далеко впереди шумел Байкал голубо-седой мощный дышащий пьяным разгулом Анна никогда не видела столько воды они посмотрели на шумящее море друг на друга и поцеловались впервые он погладил ее тяжелую косу Андрей Анна взглянула на него он шел совсем близко от нее но в его прямой спине в уверенной походке чувствовалось отчуждение и равнодушие теперь и в радости он отдалялся от нее Анна повернулась к Челкову снова заговорили стараясь отогнать тяжкие мысли мы сыпали бруснику в катки на зимовьях это в Баргузинской тайге катки ведер на сорок зимой на санях вывозили их бывало выбежишь в колодовку стукнешь по бочке ягода не смятая так и покатится зашумит я любила принести ее к чаю и облить мерзлую медом вы любите с медом люблю сказал Челков у нас на Лене тоже этак осенью целыми артелями ездили по бруснику с бочками с ящиками Челков сразу заметил нелады между Анной и Андреем и сам намеренно говорил много чтобы не бередить девятнадцатая около одной канавы Челков остановился заложил пальцы рук за узенький ремешок лукаво подмигнул Андрею вот мы какие знаем о наших говорило все его лицо Андрей понимающий кивнул и первым вошел в канаву сухокаменистая просторная с устьями шурфов темнеющими над ней ее тянулась она по горе именно здесь в этой просторной свободно открытой канаве находилось то что объединило всех пришедших одинаковым волнением по грубо сделанной лесенке они спустились в шурф оруденелая точно ржавая кварцевая жила прорвавшая древние граниты была теперь вскрыта на глубину в кварце светло блестело густо вкрапленное золото местами кварц пророс золотом как жиром прямо залился им рука человека разрушила породы и в свежеразломанных кусках руды золота желтело особенно ярко блестящее холодное шероховатое с крючковатыми краями изломов такого золота ни витлугин ни анна ни сами разведчики никогда не видели вот вроде этого было на каралонских приисках по ветиму заговорил чулков первым нарушая сосредоточенное молчание притихший после всех радостных волнений он почти с благоговением смотрел на хитрую жилу которая так долго ускользала от него и его товарищей это еще у старых промышленников продолжал он свои воспоминания только там кварц был уже разрушен выветрился рассыпался в песок и золото можно было просто выбирать самородки тараканами в щелях сидели в скале старатели когда хищничали крючком их выгребали без всякого шума носили шапками богатое золото было слов нет а до этого и тому далеко эх чтобы найти эту жилу пораньше бормотал Ветлугин рассматривая кусок руды даже радость по поводу открытия не приглушала в нем неприязни и зависти к Андрею чтобы вам денег-то давать нам побольше улыбаясь укорил Андрей как счастлив был бы он теперь если бы над ним не тяготело предстоящее объяснение с Анной в пору ведь было с подписным листом идти продолжал он насмешливо а теперь небось постарайтесь как можно скорее выжить нас отсюда безусловно сказал Ветлугин снова обозленный этим нескрываемым торжеством я рад душевно за свои денежки не зря мы их вколачивали в эту подлую гору может на завод развернемся мечтал Сулуху Варов одобрительно блестяна Андрея своими карими добрыми сейчас глазами он был благодарен ему за его оправданное деловое упорство как ты думаешь Анна Сергеевна теперь можно думать сказала Анна золото есть теперь то уж оно есть бессомненно подтвердил прямо такие разнеженный Чулков теперь то оно от нас никуда не уйдет теперь то уже будем гнать догнать и в глубину и по простиранию прослеживать будем жило что надо ровное как апельсин вот уж придумал сказала Анна апельсин же круглый а пес его знает какой он есть слышал я говорят такое Чулков лукавил он отлично знал что такое апельсин но он любил прикинуться закоренелым таежником а кроме того ему хотелось развеселить Анну несколько оживленная богатым открытием она сразу стала моложе да теперь еще и смеялась значит все было как надо и жила и золото и сами они все хорошие люди лет через десяток вырастут здесь и апельсины а яблоки наверняка полушетя сказала ему Анна когда они вышли из канавы вот взять такой распадок на южном склоне застеклить его сверху вроде ангара дорого обойдется с сочувственной улыбкой возразил Ветлугин дорого а что нам дорого люди у нас есть золото есть отчего же садам не быть при здешних снегах никакое застекление не выдержит и без теплиц ничего не выйдет сказал Уваров с ожелением вглянув на суровые хребты вокруг ему тоже хотелось совершить что-нибудь особенно хорошее радостное и значительное для всех а вот у меня есть один без всякой теплицы зимой ягодками пользуются сказал Чулков и свернув с дорожки приподнял Карину упавшую сухостойного дерева вчера я еще заприметил как он хлопочет на земле лежала кучками отборная крупная брусника отдельно стланниковые орехи и лесные колоски бурундук спросила Анна он самый подтвердил Чулков утром это он вытаскивал из норы немножко проветрит просушит и обратно стаскивает мудрый зверь много ли за раз за щеку возьмешь а глядите натаскал сколько я его ограблю немножко для маринки берите берите обрадованно заговорил Чулков орехов у него много я уже второй раз его высматриваю а дочке интересно будет бурундук мол поклон послал с орехами двадцатая малоприметная дорожка выбитая конскими копытами среди мхов и камней велась то по глухому лесу то между скал нагроможденных на открытых склонах далеко впереди ехал Андрей потом Ветлугин только Анна и Уваров ехали вместе и всех их двигавшихся гуськом стало видно когда они поднялись на голые просторы на горе впору было с подписным листом идти припомнила Анна невеселую шутку Андрея отыскав взглядом черную точку маячившую на краю каменистой пустыни очертаний знакомой фигуры она не различила неужели это Андрей один там впереди в это время Хунхуз споткнулся громко звякнув подковой Анна натянула поводья она держалась седле непринужденно как и три месяца назад и казалось не было оснований тревожиться за нее в пути но Уваров вдруг спрыгнул со своего коня и забегая ей вперед крикнул стой Анна Сергеевна расковался твой разбойник Уваров подошел к Хунхузу сильной рукой захватил его ногу поднял ее и снял подкобу заломившуюся в сторону на одном гвозде может возьмешь на счастье пошутил он давай сказала Анна я ведь и вправду суеверная не очень а так чуть-чуть во всяком случае все бабьи сплетни присказки на памяти у меня заговоры привораживания отгадки всякие слова то у Варов какие подбирались у меня бабушка слыла мастерицей зубы заговаривать кровь останавливала продолжала Анна выждав когда Уваров сел на свою лошадь и двинулся рядом помню мне лет десять тогда было принесли к нам из тайги охотника медвежатника такой статный детина добрый молодец а таких только в песнях поют а медведь поломал его страшно и кудри вместе с кожей спустил ему на лицо кровь под носилками целая лужа а бабка вышла в сенки глянула да и говорит мое дело кровь останавливать а коли она вытекла я над ней не властна он охотник тут же в сенках и умер ну спросил уваров с тревогой поглядывая на анну ну я девчонка испугалась конечно ночью у меня озноб сделался и сон пропал этот охотник у нас бывал иногда и всегда посмеивался подрастешь она замуж возьму дома дразнили меня невестой и вот лежу я на печке с бабкой на лавке одна спать побоялась сама плачу дрожу жалко мне было охотника бабка меня с уголька взбрызнула потом начала слова какие-то чудные наговаривать и стало мне смешно засмеялась я сквозь слезы а бабка говорит ну вот теперь и его душеньки полегче не может душа терпеть когда над ее мертвым телом детские слезы проливаются слепнет она душенька и дорогу к райскому саду теряет интересная была у меня бабка и так она верила во все эти присказки что слушая не хочешь да поверишь тогда же лечила она меня и от бессонницы своими особенными словами и действовала спросил улыбаясь у варов еще как а к чему ты о бабке вспомнила да вот подкова хотя нет не подкова не раз я бабку свою вспоминала в последнее время думала не зря они наши бабушки выдумывали всякую всячину когда душа горит хочется ее полечить чем-нибудь словом таким за сердце хватающим они верили им-то нельзя было не верить им-то ничего больше не оставалось а у нас Анна круто осадила коня и повернула его обратно смотри Илья сказала она перед ними как дно огромной реки высохшей в незапамятные времена лежала на глубине заросшая лесами долина ключа звездного горы окружавшие долину отлоги если смотреть на них снизу теперь вдруг выросли и теснили ее со всех сторон смыкаясь в долине ровными хребтинами стадо допотопных чудовищ окаменевших среди вечного молчания ни жилья ни дорог только на груди камней на вершине гольца сиротливо торчала вышка тренога поставленная геологами Анне вспомнился рассказ Андрея о медведе что три ночи подряд приходил разламывал и опрокидывал эту вышку пока ее не установили крепко накрепко здесь будет город заложен шутливой торжественностью провозгласил уваров отыскивая глазами знакомый рельеф долгой горы правда твоя Анна Сергеевна то была присказка а сказка только теперь начинается вот проведем сюда шоссе явятся люди тысячи людей с машинами с цветами с ребятишками недаром давеча толковали мы про сады будут здесь сады не райские конечно но такие где живому человеку отдохнуть можно будет фабрику поставим в тон Уварову откликнулась Анна миллионное строительство развернется ты смотри какое здесь сочетание природных условий и лес у строевого непочатый край и площадь по долине раздольная и воды в досталь а на росопи шахтовые работы Анна умолкла глядя вниз ей уже виделось как поднимались из дремучих чищоп шахтовые копры крыши домов вырастали среди островков бывшего леса а выше всех вставали над долиной светлые корпуса фабрики а там вот ляжет широкая лента шоссе мощная сеть электрических проводов опояшет горы ведь все это Андрей неожиданно подумала Анна но тут же у нее возникла другая мысль он уходит от нее всех переупрямил как будто угадав мысли Анны сказал Уваров я вот смотрю на эту дикую сторонку и думаю какая жизнь здесь возникнет россыпь отработаем в 2-3 года потом драги по ней пройдут и все а рудник да еще с таким золотом ведь это ж целый переворот в тайге может быть и центр приисковый сюда переведем целый жилой район вновь возникнет еще одно белое пятно на карте исчезнет Уваров посмотрел на Анну и заметив выражение беспокойства в ее лице но не совсем угадав его сказал я ведь не скрываю что уговаривал Андрея повременить с этим делом и даже того не стыжусь что в последнее время разуверился в нем говорит теперь другое значит обвинить себя в пакости а мы просто боялись погнаться за журавлем в небе у Андрея же в этой погоне вся цель была весь смысл и он как настоящий убежденный в своей правоте работник пошел на пролом и оказался прав честь и хвала ему за это да конечно сказала Анна и отвернулась двадцать первое со дня на день Анна откладывала объяснение с Андреем хотя видела неизбежность разрыва и ненавидела себя за слабохарактерность за надежду на какой-то лучший выход из своего мучительного положения надо объясниться решительно говорила она себе да да надо объясниться так дальше нельзя это невозможно так я превращусь в сварливую бабу закисну состарюсь начну хандрить она возвращалась с шахты где устанавливали ленточный транспортер погода стояла бешеная солнце жара и ветер поднимающий вихри пыли ветер забегал Анне навстречу кружил мусор и желтые листики опавшие с кустарников перебирал и колебал как струны провода на столбах провода сдержанно гудели и от их унылого гудения делалось совсем тоскливо Анна вспомнила как в прошлом году в это же время они с Андреем ходили к разведчикам за ближний перевал как отдыхали под черной елочкой и какое бледное небо смотрело на них сквозь нависшие шалашом еловые лапы и голые голубые ветви осинника теперь от этого воспоминания хотелось плакать ветер отгибал полу легкого пальто Анны открывал край ее шерстяной юбки она шла жмурилась от пыли и все думала о себе и об Андрее он он впервые нагрубил Клавдии и та целый день ходила с красными от слез глазами ему тяжело теперь с нами со мной думала Анна тяжело но он молчит он хочет чтобы я сама нервное озлобление хватило ее и все более озлобляясь она вспомнила как теперь часто придя домой с работы он беспокойно ходит по комнатам не снимая кепи или так же в кепи присядет у себя на диване он совсем забросил работу над диссертацией мало ест просыпаясь по ночам подолгу лежит без сна тревожно вздыхая о чем же ему вздыхать работа дала блестящие результаты в сердечных делах счастлив значит только я мешаю мое присутствие давит его хорошо я все возьму на себя решила Анна с горестной гордостью я отпущу его видно и вправду клетка оказалась тесной было совсем поздно когда Анна осмотрев на конном дворе лошадей пригнанных из Якутска возвращалась домой она шла тихо опустив голову она не спешила домой где ей было тягостно теперь где нужно было притворяться спокойно перед Мариной и перед теми кто заходил к ним вдруг словно кто-то толкнул Анну она прижала ладони груди и остановилась из переулочка вышли Андрей и Валентина они шли держась за руки касаясь друг друга плечами имя Кирика произнесенное Валентину дошло до сознания Анны и Анна услышала обманывать спаси бог у них хватало стыда еще и говорить об этом они могут вышучивать Анне хотелось догнать их наговорить им злых горячих слов но она продолжала стоять с полу открытым от удушья ртом я увижу как они будут целоваться эта мысль сорвала Анну с места тогда я скажу им я все им выскажу но чтобы увидеть надо было идти тихо надо было прислушиваться а кровь звенела в ушах Анны и туман застилал ей глаза она не умела подсматривать вместо того чтобы осторожно приблизиться к ним она отвернув лицо точно стыдилась взглянуть обогнала их какая я несчастная какая несчастная повторяла она вся дрожа все тем же быстрым шагом не разбирая дороги Анна прошла мимо домов засыпающего поселка мимо шахтовых отвалов где чернели повсюду провалы ям и канав и казалось ни один камень не ворохнулся под ее ногой она опомнилась далеко в лесу глохо шептал в чаще затаившийся ночной ветер сквозь высокие стволы деревьев прямые и черные зябко дрожали звезды по осеннему темное небо прижималось к самой земле дизайн Анна Mine лезет на землю припала лицом к траве плакать бы рыдая во весь голос кричать кричать так чтобы остановилось сердце кричать и плакать Любой крик заглохнет здесь, как крик птицы, схваченной зверем. Но Анна только простонала. Да за что же? За что мне такое? И ощутив живую теплоту своей подвернувшейся руки, с ожесточением вцепилась в нее зубами. Боль привела ее в себя. Потом Анна услышала таинственный звон. Он вошел в ее сознание, пленительно нежный, успокаивающий, как тихая музыка. Она приподнялась, придерживая рукой развившуюся тяжелую косу. Прислушалась. Земля баюкала ее. Где-то пробиралась, журчала вода. Анне захотелось пить. Она поднялась и побрела, прислушиваясь голосу ручья, то замирающему, то возникающему вновь в темноте ночи. Анна не сразу разглядела контур высокой горы, возникшей над каменистой поляной. Только серебрилась в густой синеве небо линия крутого края, на которой щедро и бесконечно лился поток Млечного Пути. И уже нельзя было понять, в небе ли, на земле ли звенело все зовом бегущего потока. Пройдя еще немного, Анна опустилась на колени. В узкой щели между камнями засверкала черная струя воды. Анна потянулась к ней руками, зачерпнула полные пригоршни. И как будто не воду, а звездный блеск, обжигающий холодом, подняла она на ладонях. Андрей встретил ее очень встревоженной, и она сразу поняла, что они с Валентиной не заметили ее, когда шли вместе. — Где ты была? Я звонил всюду. — Ты беспокоился? — он ответил хмуро. — Маринке что-то не здоровится, я пришел, а она... она еще не спала. — А где ты был? — спросила Анна, не глядя на него. — Я был у себя в кабинете, — сказал Андрей сухо. Он взял с этажерки пару книг, словарь и направился было к двери. Анна, как вошла в черном берете, в пальто с прилипшими иголками хвои, так и стояла у стола, не раздеваясь, не вынимая рук из карманов. Сейчас Андрей выйдет из комнаты, засядет у себя и будет до рассвета перелистывать страницы, скрипеть пером или сидеть неподвижно, изредка прерывая тишину неровными вздохами. А завтра она опять не сможет начать разговор. Снова молчать, терзаться, может быть, подсматривать. Нет, сейчас же. — Андрей! Он быстро обернулся. — Андрей, мне нужно поговорить с тобою. Он посмотрел на нее, на свои книги и подошел к ней, неловко улыбаясь. — Что ты хочешь сказать? От этих слов, от его жалкой улыбки гнев Анны остыл. — Я не могу больше так жить, — прошептала она с кроткой растерянностью. — Я не могу так. Андрей стоял перед ней прямой, снова суровый, смотрел в сторону, машинально тасовал в руках тяжелые томики книг. — Погоди, не шурши, — сказала Анна нетерпеливо и, забывшись, положила ладонь на его горячую руку. Одна из книг выскользнула, с шумом упала на пол. Оба вздрогнули. — Чего ты от меня хочешь? — Я хочу, чтобы ты сказал мне все прямо, все как есть, — проговорила Анна, стараясь унять дрожь в голосе. — Мне кажется, я ничего не скрываю, — ответил Андрей. — Неправда, — скричала Анна, сразу охваченная гневом. — Ты унижаешь себя и нас обоих, своей трусостью. — Если ты любишь ее больше, иди к ней, я не держу тебя. Анна тяжело оперлась рукой о край стола. Она боялась снова упасть, боялась вызвать жалость к себе. — Я опять чуть не стала подсматривать сегодня, — сказала она подавленно. — Это мерзко. Ты вовсе не был в кабинете. Ты ходил к ней. — Да, я ходил к ней. С минуту Анна молчала потрясенная. Даже после сообщения Кирика в ней еще жила затаенная надежда, что Кирик ошибся, что все как-нибудь обойдется по-хорошему. Даже увидев Валентину и Андрея вместе, она еще не совсем поверила в свое несчастье. Теперь все рухнуло, и она сказала почти спокойно. — Нам надо расстаться. — Ну что же, — сказал Андрей и побледнел. — Расстанемся. — Немедленно. — Когда захочешь. — Когда захочешь, — повторила Анна запальчиво. — Не я, а ты этого хочешь. Андрей наклонился, поднял книгу, спросил. — Значит, мне надо уходить? — Пожалуйста. — Да неужели это уже конец? — с ужасом подумал он и вслух проговорил растеряно. — А как же с Маринкой? Разве нельзя жить вместе хотя бы ради нее, хотя бы условно? — К чему? — возразила Анна холодно. — Мы ведь не обыватели, заключившие брачную сделку по расчету. — Зачем нам какие-то условности? — Жить без любви, без уважения друг к другу? — Ради чего? — Существовать в роли снисходительной жены я не смогу. — Терпеть или ссориться? — Только калечить детей. Маринку! — поспешно договорила она, с огромным усилием подавляя желание сказать ему о своей беременности. — Полюбил другую, дал волю чувству. Ну что же, жестоко, очень жестоко, но лучше уж так, по-честному. Андрей хотел что-то сказать и не смог, и вышел из комнаты неровным шагом. Двадцать третье. Теперь уже никакой надежды не было. Теперь уже все было ясно. Теперь полагалось переживать, побороть себе чувства к недостойному человеку и взяться за работу. Существовал ли такой рецепт при сердечных болезнях? Нет ли? Но что-то вроде этого представлялось Анне. Горькая ирония над собой, остро покалывая, точно пришпоривая, помогла ей несколько прийти в себя, снять пальто. Она даже умылась, но когда вошла в свою рабочую комнату и села к письменному столу, силы вовсе покинули ее. Что я ему сделала? Вырвался у нее душевный крик. За что он так безжалостно расправляется со мной? А надо выдержать. Глаза Анны выразили тоску загнанного, смертельно измученного животного. Пережить надо. Вот смог же пережить свое горе у варов. Неужели я слабее? Но как глухо мне, будто навалили на меня мешки золой. Тяжко и задыхаюсь. Ничего, Андрей Никитич, я еще встану. Я еще стряхну с себя эту пыль. Анна болезненно усмехнулась. Опустила на руки отяжелевшую голову. Сколько бессонных ночей. Сухие глаза не смыкаются. В них точно песок. А по утрам упадок сил. Приходить в контуру и сыпив зубы, усаживать себя за стол, заставлять заниматься делами. Как у меня все дрожит внутри, думала Анна, прислушиваясь к себе. Такая пустота в груди и боль такая. Гейн и говорил, что при зубной боли в сердце помогает свинцовая пломба. Свинцовая пломба помогла бы и мне, несомненно. Но как бы это было дико. Мать, беременная женщина, стреляет в себя. Нехорошо. Ах, нехорошо. Анна переменила положение рук, но взгляд ее под мерцающей тенью отяжелевших ресниц остался неподвижным. Ей точно в бреду представилось, как она ходила на днях в баню. Тяжелые мысли ее были тогда отвлечены видом молодой матери, которая мылась с ребенком напротив. Ребенок, мальчик толстенький, с пухлой, сдернутой кверху губкой, спокойно сидел в тазу и поливал на себя из зеленого стаканчика. Приятно ему это было очень, но все удовольствие его выражалось только в улыбчивом блеске глаз. А губкой он шевелил задумчиво, как бы прислушиваясь к своим ощущениям. И еще там была такая же чудная толстушка девчонка, которая также сидела в тазике. И пока ее мать терла и скребла ногтями свои намыленные космы, пока мать не видела, девчонка наклонилась ртом пиловоду из таза. Каждый раз, проделав это, она радостно всплескивала ладошками, брыкала в воде ногами и, явно довольная собой, с торжеством осматривалась. Глядя на этих детей, Анна подумала тогда о своем будущем ребенке, и ей становилось легче на душе. А сейчас она подумала, что у тех детей есть отцы, что они не брошенные. Она поднялась и начала метаться по комнате. Это какие-то жестокие приступы, точно родовые схватки, но так родиться может только ненависть. И я бы не хотела зла. Я хочу хоть на минутку успокоиться. Вот как он истолковал мою помощь денежную. Видно, правду говорил Витлугин. Когда возникает физическое влечение, оно одевает свой предмет в самые лучшие украшения. Ах, ладев, стараются раздеть до нога, рассеять все иллюзии. Это чтобы оправдаться, чтобы не стыдно было за себя. Тогда, как ни повернись, во всем плохо. А я не хочу, не хочу, чтобы меня опошлили ради собственного оправдания. Анна взяла портфель, порывисто открыла его, вытащила бумаги. Но где подчерпнуть живого внимания и сообразительности ей, полумертвой от горя? Перебирая деловые бумаги, она думала об Андрее, о себе, о Маринке. Ах, Маринка! Анна прошла в спальню, тяжело ей стало заходить в эту комнату. После сообщения Кирика, после того, как Андрей застиг ее у своего письменного стола, они не спали вместе. Но Анна не могла забыть, как радостно засыпала она на руке Андрея. И как счастливо бывало, когда он, просыпаясь рядом с ней, с мальчишеской сонной, блаженной улыбкой обнимал ее. Какой особенной чистотой, какой любовностью были проникнуты все их отношения. И часто, даже во сне, Анне было жаль отнять свою голову с его руки. И вот все исчезло. Совершилось то, чего с ужасом ожидала Анна все эти дни. И не было исхода и никакой надежды на облегчение. «Никакой!» – прошептала Анна, подходя к кроватке дочери. Маринка спала неспокойно. Что-то снилось ей. Она морщилась, вертела головенкой. Анна прижалась губами к ее виску. Такие пушистые волосики. Детеныш был еще совсем крошечный, и горло у него почему-то завязано белым платком. «Болеет она!» – подумала Анна, жадно всматриваясь в любимые черты ребенка. А мы со своими делами забросили ее. Горестный стон чуть не вырвался у Анны. Боясь разбудить Маринку, она выбежала из спальни. Она метнулась в столовую и тут, уже не в силах владеть собой, опустилась на ковер у дивана. Уронила в ладони голову, сотрясаясь всем телом от сдавлено глухих, бесслезных рыданий. Эти рыдания без слез, не принесшие Анне облегчения, вызвали у нее такую усталость, что она уснула тут же, прислоняясь к дивану плечом и затылком. Одна рука ее, согнутая в локте, была неловко подвернута, другая бессильно свисала вдоль туловища, касаясь пальцами пола. В этой позе пьяного от усталости человека, с закинутым, болезненно нахмуренным лицом, Анна проспала часа два. Пробуждение было мучительно. Сидя на полу, она с трудом вытянула, распрямила ноги, долго растирала онемевшую руку. В голове у нее гудело, болел затылок, даже вся кожа головы. Анна пересела на диван, распустила волосы, морщась от боли, расчесала их. Часики показывали шесть утра. Осторожно ступая, Анна прошла на кухню, где позевывала проснувшаяся Клавдия. — Что с Мариной? — спросила Анна, включая свет и прикрывая дверь в коридор. — Вызовите сегодня врача, пусть он посмотрит ее. Я вернусь домой в двенадцати. — Нет-нет, можете сейчас не вставать. — поспешно добавила она, глядя на худые, желистые ноги Клавдии, на длинные шнурки ее полосатой юбки, которая та начала было завязывать над своими прямыми бедрами. — Я не буду завтракать. У вешалки Анна натянула суконные брюки, сапожки, надела теплую куртку, шапочку-папаху и, заправляя ее резинку под узел волос, вышла из дома. Холодный воздух освежил ее открытый лоб и щеки. Анна сразу вспомнила, что забыла умыться. Но тут же по спине ее потекла зябкая дрожь. На ступеньках крыльца, на досках, вдавленных в топтаных высохшую грязь, на траве по косогору, лежал сплошной иней первого крепкого утренника. Анна сильно вдохнула морозный воздух и поморщилась от боли в груди. — Эка, да чего, да вздыхалась! — укоризненно сказала она себе и пошла по дорожке. Внизу она замешкалась, не решив еще с чего начать свой рабочий день. Пройти ли в механическую мастерскую, где срочно склепывали по новому проекту трубный обогатитель для гидравлики или сразу проехать на лесозаготовки. В голове у нее все мутилось, ноги подкашивались. Она хотела бы залечь в темном углу и лежать, никуда не показываясь, никого не видя. Впервые Анна почувствовала всю тяжесть своих обязанностей. У нее разрывалась душа от огромного горя, а она должна была думать о том, чем заняты были окружавшие ее люди. Никто из этих людей не думал о том, как ей тяжело. Наоборот, все осаждали ее деловыми и личными просьбами, растаскивая на тысячи кусков каждый день ее жизни. Нет, она никого не хотела видеть сейчас, но и домой возвращаться было невозможно. В лес. Да, конечно. И она круто свернула к конному двору. Пока конюх, поставленный временно вместо колбы, выводил из стойла, поил и оседлывал хунхуза, Анна стояла, прислонясь к новой, еще сухой колоде. Смотрела на чисто выметенный, рыжий от навоза двор, на ярко-белые от иния былинки, просыпанного ночью сена. Слушала фырканье и звучное жевание коней и постукивание их подков по деревянным настилам, вдыхало крепкий запах конюшни и чувство тоскливого отчуждения от всего этого, почти неестественного в своей спокойной простоте, овладела ею. Поеживаясь от нервного озноба, она приняла поводья из рук конюха и, почти не ощущая тяжести своего тела, села в седло. Синие сумерки переходили в рассвет. Наливались румянцем. Истончалась, бледнела, ущербная луна. Как она мучила своим светом Анну в эти бессонные ночи! Но луна уже постарела. Какие-то пятна двигались по ней, разрыхляли ее. Казалось, сквозь нее проглядывало самое небо. «Так тебе и надо!» прошептала Анна и остановила лошадь над перевалом. Солнце уже улыбалось земле. Земля улыбалась солнцу блеском каждой песчинки, каждой иголочки изморози. Только Анна смотрела на все неподвижно застывшим взглядом. «Так тебе и надо!» громко сказал ей кто-то. Она вздрогнула. «Неужели она сама произнесла эти слова?» Двадцать пятое. Анна оставила лошадь у барака и пошла по делянкам. Тонкое серебро инея уже оплывало с верхних ветвей леса, блестели на солнце мокрые сучья и редкие листья, и падавшие и копившиеся на них огнистые капли. И скрились выхватываемые вдруг солнечными лучами верхушки высокого лиственного подлеска, точно покрытые белым кружевом. Вздыхала, выпрямлялась согретая, мокрая до корней трава на крутосклоне, и, как слеза, стекала влага по смуглой коре сломленной придорожной сосны. Лес вздыхал, томился и в мощной своей скорби томил ожиданием белого, подобного смерти покоя зимы. Здесь все было огромное, и деревья, и очищенные от коры бревна, светлые, точно восковые, и сами лесорубы, громкоголосые мужики. Вместе с десятником Анна поднялась на вершину водораздела, и десятник бурят, работавший раньше на вишерских лесозаготовках, показал, в каком месте и как можно сделать ледяную дорожку для лесоспуска. «На вишере она здорово помогла нам», — оживленно говорил он, сверкая узкими глазами. «Это очень дешево, это очень выгодно». Они вернулись на делянку, когда лесорубы, вдостально махавшись топорами и пилами, отдыхали у костра перед своим шалашом. В располосованной сучьими ватной одежде, обросшей щетиной, они полулежали прямо на земле, как лесные разбойники. Отточенные топоры их хищно поблескивали в стороне, всаженные полукружьем в широкий пень. Лесники пили черный, как дега, чай с брусникой. Куски пшеничного хлеба были свалены грудой на чьей-то поношенной телогрейки. «Чай пить с нами, Анна Сергеевна, душу попарить!» Ласково предложил Ковба, временно посланный на лесозаготовки, вместе с другими рабочими, но как будто здесь, в лесу, и родившийся. Он налил ей большую кружку, подвинул большую миску с сахаром. Чай пах дымом, мелкие соринки плавали в нем. Анна ела хлеб, порушенный неотмываемо черными мужскими руками, черпала деревянной ложкой ягоду из общей миски. Лесоробы, смеясь, рассказывали ей, что Ковба совсем истосковался по конюшне, что он пробовал кого-то из них зануздать с просунья вместо хунхуза, и каждую ночь кричит «Тру ты, холера, урюк соленый!» Ковба смеялся вместе со всеми, щеря в косматой бороде желтые зубы, сплошные и крупные. Потом он встал, ушел куда-то и возвратился очень скоро с охапкой сена. Его встретили с шутками, что все, мол, сыты, но он обратился к Анне, которую им так и не удалось рассмешить. «Земля-то холодная, сядь на сенцо, а мы песню сыграем!» Он положил сено на землю, но еще помедлил, стряхивая с рукава прилипшие сухие травинки. «Оно правда, скучаю я тут», — сказал он тихо. И Анна подумала, что он хочет поскорее обратно на прииск, и это сено, и песню, которую он собирался сыграть, и давешние угощения, все просто-напросто является его заискиванием перед ней. «Ничего, работать везде нужно», — произнесла она намеренно сухо. «Знамо нужно», — по-прежнему тихо сказал Ковба. «Только по хунхузу я скучаю, привык, а так и в лесу тоже свой интерес есть. Вот недавно, к примеру, случай какой был. Видел я, как один охотник пальнул в ястреба. И что ему взбрело такое? Птица красивая, помехи здесь от нее никому нету, а он стрелил. Я неподалеку ягоду брал, гляжу, падает камнем. Пал и лежит, куча пера смятого. А охотничек-то из-за куста снизу посматривает, брать не идет. Не охота знать, в гору лезть. И вот видим, ожил ястребок. Голову поднял, крыло подтягивает, да как глянул на нас через плечо. Зорко да злобно так. Эх вы, сволочи, мол. И двинулся прочь. Только шагнул раз за три и свалился. Дышит тяжко, взъерошился, кровь на нем. Однако вздохнул и опять зашагал. Глядим, крылья разводит. Лететь надо, а мочи нет. Упал, и так ему больно да тошно на ту боль. Глаза как угли. Про нас думать забыл. Глядим, рванулся еще и побежал. Потом крыльями ударил и опять взлетел. Перья с него падают, кружатся. А он все выше и выше и пошел отмахивать. Эх, как птица сильная да гордая. Прямо до слез она меня тронула. Ведь вот оно дело-то какое бывает, Анна Сергеевна. Закончил колба и, глянув на понуренную голову Анны, добавил еще внушительнее. Птица, а гляди чего. Не сдается, да и все тебе. Из шалаша тем временем принесли гармошку, на которой весной играл Уваров. Без всякого ломания колба присел на чербак у костра. Молодой гармонист по прозвищу Российский, черный как цыган, пристроился тут же. Сам колба давно не перебирал ладов, жалуясь на свои уже нечуткие пальцы. С минут он сидел молча, поглядывая на всех. Потом сказал что-то российскому. Сиповатым, но задушевным и мягким голосом, вывел он слова песни. Среди долины ровные, на гладкой высоте. И разом подхватили ее остальные, и песня взметнулась, как пламя, обжигая душу. Растет-цветет высокий дуб в могучей высоте. Высокий дуб развесистый, один у всех в глазах. Тосковал колба и снова, но уже сдержанно и бережно, поднимали песню полтора десятка мужских голосов. Один-один, бедняжечка, как рекрут на часах. Ах ты, леший косматый! Любовно думала Анна, с трудом удерживаясь от слез. Такое сумел разгадать. А глаза ее все-таки отсырели, и уж сквозь дымку видела она ковбу, как он пел, глядя в огонь, охватив колено за скорузлыми руками. Взойдет ли красносолнышко? Кого принять под тень? И мощно и горестно гремел слаженный хор. Ударит непогодушка, кто станет защищать? Нет, потекли все-таки по лицу Анны горячие слезы, и она уже не стеснялась их. И потому как еще сердечнее зазвучали голоса лесных людей, потому как еще теснее, неясным, но единым движением сдвинулись они вокруг, Анна поняла, что они все и все знали, как знал ковба, и так же, как он, любили и жалели ее. И еще она поняла, как нужна была она этим людям, как много должна была сделать для них, и заплакала еще сильнее, точно таяла в ее груди ледяная, душевная ее глыба. А песня гремела все сильнее, и все хорошели разгораясь лица певцов. Двадцать шестое. «Мы сказали себе, мы это выполним, и подготовительные работы на руднике были выполнены в кратчайший срок. Это сделали золотые руки и золотые сердца наших рабочих, крепильщиков, забойщиков, проходчиков передовых. Андрей находился здесь, в большом зале клуба, переполненном по случаю производственного совещания, и с волнением слушал заключительные слова Анны. Она стояла на сцене, вся разгоревшись в своем воодушевлении, и ее грудной голос, сколеблемой полнотой звука, задевал самые лучшие чувства тех, что собрались в зале. С каких это пор сердца бывших старателей стали принимать любовное участие в работе, не манящей исканием золотого фарта? С каких это пор забойщик из старых хищников стал заглядывать к табилисту, будто бы, между прочим, выспрашивая о номерах выработки забойщика-комсомольца? С тех пор, как он почувствовал себя ответственным за участок своей шахты перед всей страной, и тогда в нем проснулась гордость за себя и стремление к творчеству. Могучая сила творчества, пробужденная в народе, поставила на один духовный уровень инженера Витлугина и забойщика Никонора Чернова, нашего главного механика, и слесаря товарища Ивашкина. Андрей смотрелся в далекое от него лицо Анны, потом посмотрел на соседей по скамьям. Зал, набитый народом, казалось, не дышал, захваченный простыми словами женщины-директора, которая вкладывала в них горячую силу собственного убеждения. Старатели, шахтеры, забойщики, бурильщики с рудника, мастера смен и инженеры слушали ее выступление как песню о своем рабочем мастерстве, и взлеты и падения свои переживали они в фактах, в цифрах, в живых цифрах, задевавшихся за живое, когда весь зал то вздыхал, то притаивался, блестя сотнями глаз. А Никанор Чернов, пожалуй, и вышивит Лугина, успел подумать Андрей. Рабочий Никанор Чернов поверил в свои творческие способности, продолжала, как бы отвечая ему, Анна с трибуны. Но он не останавливается на своих успехах. Он настоящий новатор. Он идет все дальше. Он перестраивает в забое свое звено. Он по-новому ставит работу с буром перфоратором и дает 240% нормы. Потом переходит на два станка, на три и, наконец, на четыре. Норма выработки у него доходит до тысячи процентов. Заработок его выше, чем у инженеров. Мы создаем ему наилучшие бытовые условия. Кажется, человек-работник сделал и получил все, что мог. Но на днях он вносит опять техническое предложение по устройству перфоратора. И наши специалисты должны были признать и принять его. Так растет в работе человек. «Растет ядрено-зелено». Одобрительно ругнулся в полголоса, сам того не замечая сосед Андрея, организатор крупнейшей старательской артели. Сидел этот старатель, кинув неловкие в праздности жилистые руки на наколенники болотных сапог и кивал Анни бритым подбородком и притопывал каблуком и осматривался победно по сторонам. Вот, мол, какие мы! Артель его шла первой из передовых по всем линиям, и как было не ликовать его только что растревоженной душе! И еще мы сильны тем, что нет у нас отсиживания в своей норе, загороженной от всего белого света заботами о накоплении. У нас личное благополучие целиком зависит от общественного процветания, а отсюда рождается коллективизм, качество народа, который строит для себя будущее. Отсюда, наряду со своим трудовым вкладом и заботой о народной, общей собственности рождается забота о товарище по труду, чтобы не только жил он и выполнял норму, но чтобы не остался одиноким и в личной беде, чтобы и у него поскорее стала душа на место. И это делает наш рабочий коллектив несокрушимым. Тут в голосе Анны прозвучало что-то такое, что взорвало весь зал бурей аплодисментов, а Андрея заставило не раз прокашляться от неожиданного удушья, встал поперек его горла непослушный комок. Двадцать седьмое. Многие аплодируя встали, со всех сторон обращались к Анне оживленные лица. Она стояла за трибуной, укладывая в папку свои бумаги. Легкая испарина проступила на ее висках. После усилия, которое она сделала над собой, чтобы собраться с мыслями, чтобы овладеть общим вниманием, после пережитого нервного подъема она с трудом держалась на ногах. Она передала людям то, чем горела сама, зажгла их и теперь испытывала усталость и какое-то грустное облегчение. Сердечная боль, угнетавшая ее непрерывно эти дни, отпустила ее. «Оживать начинаю», думала она, вспоминая рассказ тосков бы о ястребе. Может и упал потом, может и погиб, а вот справился все-таки и полетел. И в это время еще один листок бумаги, свернутый угольником, прошел через зал из рук в руки, переполохнул рампу и лег на трибуну. Анна уже с папкой под мышкой, рассеянно взяла его и на ходу развертывая, направилась за кулисы. «Да, это здорово получается», подумал Андрей, припоминая сказанное Анной. «Впервые за последние полугодия перевыполнена месячная программа, и, конечно, они наверстают теперь все упущенное, как сразу сказалась отработка рудника широкими камерами. Общее приподнятое настроение захватило и его, но почему Анна уклонилась от вопроса о разведке. Конечно, это не годовой отчет, но кое-что она могла сказать и о разведчиках. Мысль, что Анне просто тяжело упомянуть о нем, пришла была Андрею, но ему казалось, что Анна вся погружена в дела производства и, пожалуй, больше заинтересована ими, чем своими собственными. Разве можно было предположить, когда она делала доклад, что лишь через несколько дней назад она сказала самому близкому человеку, нам надо расстаться. Неужели ей так легко расстаться со мной? Не плакала, подумал еще Андрей, и все лучшее, что он пережил с нею, предстало перед ним. Неужели она не сожалеет об этом? Он поднялся и начал шарить по карманам, ему захотелось курить. Все уже вышли, торопясь использовать перерыв, и Андрей, поколебавшись, направился не в переполненное фойе, а за сцену. Полно, Анна Сергеевна, не надо так расстраиваться, зачем убивать себя? Услышал он совсем рядом, за кулисами, голос Ветлугина и невольно притаился в тени. Сквозь разодранную декорацию он увидел сидевших на скамье Ветлугина и Анну. Анна сидела, закрыв глаза, откинувшись головой на картонную стену. Руки ее, лежавшие на коленях вверх ладонями, выражали беспомощную растерянность. «Стоит ли обращать внимание на глупую злую записку?» продолжал Ветлугин. «Валентина Ивановна не авантюристка, не темная личность, и все это знают. Вы особенно!» Тихо вставила Анна и выражение слабой, тонкой и ласковой иронии оживило ее черты. «Меня не то поразило, что там написал мне какой-то дуралей, и не со зла написал, а по доброму расположению. Поразило меня то, что все уже знают о нашем разрыве. Значит, это действительно совершилось. Мне сочувствуют». Анна выпрямилась, провела рукой по волосам, влажный блик света заблестел на ее гладком зачесе, и Андрей увидел, что голова у нее мокрая, и воротник булузки тоже. «Вы уже постарались? Чуть не целый ушат на меня вылили?» «Виновата усмехаясь», сказала Анна Витлугину. «Я рада, что никто не видел, когда мне стало нехорошо. Это все-таки от переутомления. Я же совсем не отдыхала и то свое личное сказалось, разумеется». «Да, нам обоим грустно», проговорил Витлугин. «Но что же делать? Я много передумал за это время и понял. Надо отойти». Он облокотился на колени, сжал большими руками черноволосую голову. Похоже было, что он заплакал. «Вам еще тяжелее», глухо заговорил он после продолжительного молчания. «У вас ребенок...» «Я не говорю о материальном положении, в этом вы сильнее любого мужчины, но ребенок...» «Будет скучать об отце». «Нет, для меня лучше то, что я имею ребенка», сказала Анна просто. Двадцать восьмое. Анна подошла к будке землесоса, взглянула на молоденькую мотористку, румяную в своем лиловом байковом платке. Из-под платка смешно торчала короткая коса. Маленькими по-детски пухлыми руками девушка, дочь одного из старателей, регулировала работу мотора. Сколько таких пришло на горные работы за последнее время? И таких вот как эта толстощекая крепышка? И таких румянец, которых давно растаял, сбежав по морщинам? Что думает она, эта девочка? Она, наверное, радуется своей власти над умным уродом, запустившим железный хобот в кипящую грязь. Он втягивает эту грязь, пыхтя и хлопая по тысяче кубометров в сутки, но все новое сбегает к нему от высоких обрывов забоя, обрушиваемых жемчужно-белыми струями двух мощных мониторов. Бодка землесоса дрожит над водой, сотрясаемая работой мотора. Но девушка привыкла к этому шуму, чудовище покорно и послушно ей, и грязные ее рукавички спокойно лежат у его чугунных лап на чисто вымытом полу. Сегодня она мотористка, завтра она будет техником, потом инженером. Она счастливее кирика, уехавшего все-таки на медицинские курсы, она раза в три моложе его. Анна отходит от будки и по узкой дорожке, покрытой грязью, пробирается к руднику. Она идет и думает о том, как было бы хорошо заменить насосами тракторы на всех гидравликах управления. Один насос заменяет работу двенадцати тракторов газогенераторов. Одна девушка заменит четырех трактористов и нет постоянных поломок и простоев. Это очень выгодно. Это нам здорово помогло. Кто это так говорил ей? Анна вспомнила десятника бурета, старика ковбу, песню в лесу и свои слезы, вызванные этой песней, и неожиданно найденным сочувствием. Анна шла и пытливо смотрела на всех, кто попадался ей на пути. Она старалась проникнуть в их мысли, чтобы лучше понять, чем живут и дышат все эти разные непохожие друг на друга люди. Мальчишка проскакал по отвалам, размахивая рогаткой. Ему хочется запустить камнем сидящую на проводе ярко-рыжую сойку, но в камне светло блеснуло слюда, и он замешкал, рассматривая камень. Он кладет его в карман, он обшаривает отвал со страстью будущего геолога. Старатель-завальщик с гидровашгерта торопится домой. Он только что сменился, он устал. Застарелый ревматизм гонит его на отдых, но он увидел свежую газетку под мышкой встреченного инвалида сторожа. Он расспрашивает о новостях. Сторож не спешит, его работа начинается ночью, оба останавливаются, закуривают и начинается разговор. Прошел руслый красавец военный в простой, но опрятной шинели. Это фельдьегер. Это он провозит по тайге золото и срочную почту в мороз и в метель. У него бархатные брови, свежее лицо его горит молодым румянцем. Он избалован взглядами девушек и даже на Анну смотрит победительно нежно. Но вот мальчик лет пяти идет за матерью, прижимая груди буханку хлеба обеими ручками. Он не может перебраться через грязную рытвину, лицо его плаксиво морщится, а руки матери заняты грудным ребенком и корзиной. Эфельдьегер направляется к нему, пачкая грязью свои сверкающие сапоги. А ну держи крепче буханку, говорит он деловито. Анна уже далеко, но она слышит и понимает все, что творится за ее спиной. Это такие разные люди, но в каждом из них Анна узнавала себя. Разве это не она перенесла через грязь мальчика с булкой? Ладони ее еще ощущают теплоту и тяжесть его маленького тела. Она тоже остановила бы незнакомого человека со свежей газетой. Она тоже расспросила бы его. Вместе с группой шахтеров Анна привычно вошла в железную клеть, но неожиданное ощущение тошноты возникло у нее сразу при стремительном падении вниз. Можно ли добровольно ухнуть в пропасть? Вот так? Совсем? Спрашивала себя она, ощущая нарастающий звон в ушах и прижимала руки груди, чтобы утешить, унять поднявшуюся тошноту. Но разве тебе хочется, чтобы лопнул канат и клеть пошла еще быстрее? По узкой щели ходка Анна почти проползла вверх в камеру, освещая путь шахтерской лампой и поднялась, осматриваясь. Вот она перед ней, ее десятина. Только что была произведена от палка, электрическая лампа не горела и углы огромного подземелья тонули во мраке. Багровый в серой пыли свет ручного фонаря, оставленного пальчиком, не разгонял сумрака даже в центре, где угловато изломанные серые голыбы, опускаясь постепенно по всей площади камеры, образовали воронку. Адский котел. Хаос камня, мрачные тени, багровый в густой пыли свет невидимого фонаря говорили сердцу о вечности этого камня, о мгновенном сгорании маленькой человеческой жизни. И сердце сжималось тоской под низко нависшим суровым каменным потолком. Только сделав над собой усилие, Анна вернулась к действительности. И тут же она увидела темные фигуры горняков, возникшие из мрака, где скрывался другой ходок. Люди внесли с собой свет и оживление, перерыв кончился. Начались обследования забоев и очистка отпаленной породы, и все сразу приняло другой вид и смысл. Перед Анной был уже простой рабочий цех, отсюда начиналось движение золота. И какие люди, сильные, смелые, работали в этом цехе. Оглушаемая треском перфораторов, Анна подошла к бурильщику Никанору Чернову, который опять дал вчера тысячу процентов нормы, выбеленному, как мельник, пылью, рвущейся из-под его буров, громко заговорила с ним. И в нем она снова искала и находила свои черты. Натреснутая глыба висела над самой головой бурильщика. Анна взяла обушок, постучала по кровли. Звук получился глухой, надежный. Анна не хотела обидеть сменного смотрителя своим недоверием, не хотела обрушить эту глыбу на свою голову и на голову чудесного человека Никанора Чернова, зорко следившего за своими четырьмя станками телескопами. Просто она привыкла проверять даже то, в чем была уверена. «Не бунит!» весело крикнул Анне Никанор Чернов, покосив глазом на трещину в потолке. «Нет, не бунит!» крикнула Анна. «Не обрушится!» «Нет, не обрушится!» Гул перфораторов заглушил их сильные голоса. Анна представила могучее медленное движение каменной массы под своими ногами, представила гул моторов, грохот бегунов на фабрике, плавный шелест и шорох транспортерных лент, звон воды, идущий по трубам гидравлик. Разве все это не звучало, как героическая симфония? Разве труд не создает музыку? И разве она, Анна, не познала радость такого труда? Здесь, в мрачном подземелье, рождалась песня. Она зашумела снова над головой Анны. И теперь эта песня воспоминания волновала Анну по-иному. Она почувствовала себя снова гордой, снова богатой своим тяготением к жизни, к людям, каким она владела только в дни ранней молодости. Двадцать девятое. После доклада Анны на совещании и подслушенного нечаянно ее разговора с Ветлугиным, Андрей несколько дней ходил, как угорелый. Смутные сожаления давили его, и он был то груб и рассеян с людьми, то как будто стыдился смотреть на окружающих. А я так люблю тебя, что мне никого не стыдно, с упреком сказала ему Валентина при очередном свидании. Все равно все ведь знают, сколько людей приехало вместе с нами, отчего же ты не стыдился на пароходе? И снова ревность Канни прорывалась в ней. Она была слишком непосредственно, чтобы скрывать свои чувства. Анна имеет больше прав сердиться. Начал было Андрей, но не досказал того, что имея эти права, Анна отпускает его. Если ты признаешь ее права, то зачем же ходишь на свидание с другой женщиной? Спросила Валентина более надменно, чем зло, задетое за живое. Она совсем забыла, что до сближения с Андреем ничего не искала, кроме его любви. Теперь он нужен был ей весь, безраздельно. Задерживаясь в больнице после работы, она занималась для виду чтением книг в комнате отдыха, ждала условного звонка. Но так она волновалась, сгорая в ожидании, что и больные, и обслуживающий персонал старались не смотреть на нее, а если кто взглядывал, то не вдруг отводил глаза. Такой свет чувства пронизывал все ее лицо. Иногда это лицо после долгого ожидания хмурилось, бледнело, гневное страдание сказывалось на нем, невольно сообщаясь сочувствием тому, кто наблюдал за его выражением. «Ты пойми, как унизительно для меня жить так?» Страстно говорила она Андрею, сидя возле него в лесном шалаше под навесом еловых ветвей. «То дождь, то тебе некогда, то семья тебя задерживает, а я все одна и одна. Вот сегодня выходной, а я все утро промоталась в больнице. Потом няня Максимовна мне говорит, грубо так, идите уж домой, не майтесь, ежели позвонит, я приду, скажу». Голос Валентины задрожал. «Ведь эта женщина осуждала меня, а даже и ей жалко меня стало». «Не торопи меня», сказал Андрей. Валентина вдруг рассмеялась тем светлым смехом, каким смеялась она только в лучшие свои минуты. «Хорошо, не буду торопить, пусть тебя зима поторопит, не поджидать же мне тебя в двухметровом снегу». Тридцатая Рано утром Маринка нечаянно звякнула решеткой своей кровати. Проснувшись от этого звука, Анна, еще полусонная, увидела, как деловито выбиралась ее дочка из кроватки, придерживая мешавшую ей рубашонку. В полутьме Маринка казалась особенно маленькой своей длинной рубашонки, с растрепанными белыми вихрами. Она подошла к постели матери, постояла в нерешительности, потом осторожно приподняла край одеяла и смешно, как котенок, полезла под него. Она сначала пригрела бочок, затем повернулась и обвела ручонкой шею Анны. Анна все молчала, только губы ее невидимой Маринки морщились в улыбке. «А меня никто не любит», как будто никому не обращаясь, тихонько сказала Маринка. Анна опять промолчала. «А кушать мне не дают», пропела Маринка уже громче и, отодвигаясь на подушке, засматривая в лицо матери, добавила, «Мы вчера не ужинали, наверное». «А что?» смеясь спросила Анна. «Вы уже кушать захотели?» «Я не помню, когда мы ужинали». «Понятно. Ты правда что-то похудела и горячая? Почему ты такая горячая? Наверное, опять босиком бегала. А доктор что сказал?» «Он сказал, чтобы я показала ему язык. Я показала. Это можно, раз он сам попросил». «Ах ты дипломат!» сказала Анна укоризненно и тут же вспомнила слова Витлугина и то, что Маринка уже перестала мучить ее разговорами об отце. Она как будто поняла что-то и даже стесняется шалить, когда они изредка собираются в комнате все трое. Подумав об этом, Анна впервые почувствовала тягостное недоумение от того, что Андрей еще медлил с уходом. В самом деле, почему он медлит, когда все уже решено? В конторе Анну ожидала обычная деловая горячка. Разговоры по телефону, срочные бумаги, посетители сразу обрушились на нее и овладели ее, а она расвела, разговаривая, распоряжаясь, все и всех подгоняя. Это она, Анна, давала общий тон работе, зная силу и слабость каждого отдельного участка, и сегодня этот тон поднялся на небывалую высоту. «Да, я, кажется, удержалась», сказала она себе, когда выдалась свободная минутка. «Вот моя рука на телефоне, какая хорошая, сильная рука, вот радиограммы об отпуске дополнительных средств, о предоставлении смет и проектов на долгую гору, как много денег получим мы теперь и как быстро. Прежде всего, нужно распорядиться об отправке полутора тысяч рабочих на Звездный. Какая же я умница, если мне дано решить и этот вопрос, и участь этих людей. За ними потянутся семьи, целый городок опять строить надо. «Нет, все-таки счастливая ты, Анна Лаврентьева, и дети у тебя будут такие же, милые мои ребятишки». И она рассмеялась. Вот как нахваливает себя солидный директор. Анна подняла смеющиеся глаза на вновь вошедших людей, и даже то, что среди них был Андрей Подосюнов, не омрачило ее настроение. Что же, теперь и он должен чувствовать себя счастливым? Эти люди внесли в кабинет еще больше оживления, особенно когда новый управляющий нового звездного прииска сразу поставил вопрос об организации яслей. «Позвольте», весело запротестовала Анна, «в первую очередь надо отправить рабочих, а семьи потом, мы же не можем охватить все сразу». «И тем не менее придется охватить», сказал Уваров. «Горняк пошел особенный, товарищ директор. Раньше в первую очередь отправлялся на новые прииски спирт, а теперь...» Уваров замялся и, смеясь, закончил, «а теперь и спирт, и детские соски». «Много женщин?» спросила Анна. «Все механизмы будут обслуживаться женщинами, это даст около пятисот рабочих дополнительно». «Ну что же, чудесно», сказала Анна, легко вздохнув. «Начнем на новом месте с благословения Уварова, сразу по-настоящему, с яслями ребятишками». Анна повернулась к Андрею и спокойно, глянув в его растерянно вспыхнувшие глаза, проговорила с улыбкой. «Вы с Чулковым теперь герои дня. Придется вам политровки поставить, что ли? Вот сообщение из главка о денежных премиях, вот об отпуске средств на дополнительную разведку, на подготовительные работы. В конце ноября мы уже начнем разработку россыпи на звездном, а с нового года примемся за долгую гору, развернем рудничное строительство, тогда с нас магрычи». И довольная тем, что обладела своими чувствами, Анна опустила глаза к планам и картам, разложенным перед нею. Тридцать первое. «Да, разведчики мои сейчас герои дня», думал Андрей, выходя вслед за Уваровым из кабинета Анны. «Но она-то как держится, ведь не может того быть, чтобы она совсем успокоилась, а вот улыбается, шутит. Теперь-то мы выберемся из тупика». Весело заговорил Уваров, уже на улице, оборачиваясь к Андрею, и впредь доводить разведки до такой крайности не позволим. «Посмотрим, товарищ секретарь порткома». «Можете не сомневаться, товарищ разведчик, наученный горьким опытом, в тресте этот горький опыт тоже будет учтен». Уваров покосился на Андрея, подравниваясь к нему на ходу и спросил с доброй насмешкой. «Ты что же невеселый такой? Ты же теперь еще и герой романа». «Нашел чем шутить», горько упрекнул Андрей. Уваров нахмурился. «Это ведь ты шутишь-то, а не я». «Я не шучу», заволновался Андрей. «Я к этим вещам всегда с самой юности относился серьезно. Бить меня сейчас еще просто жестоко». «А мы не бьем», сказал Уваров, настораживаясь, «хотя за Анну Лаврентьеву следовало бы». «Ну что ж, поставьте вопрос на бюро», огрызнулся Андрей. «А ты как думаешь», сказал Уваров сдержанно, но заметно меняясь в лице. «Семья это дело общественное, разумеется, любить мы не запрещаем, не можем же мы вынести постановление «люби жену свою», а безлюбитый ей не нужен, не такой она человек». «Да, она не такая», невольно с гордостью вырвалась у Андрея. Уваров зорка посмотрел на него. «Небось, плохим ее не вспомнишь, эх ты дурной, а еще говоришь на бюро, сам ты себя на всю жизнь наказал». Андрей промолчал, но углы его губ жалостно опустились. «Ишь ты, какой тонкокорый стал, где не затронь, все пищит», подумал Уваров. «Понятно, Анна-то теперь, ох, как высоко над тобой». С этой радующей его мыслью об Анне Уваров распрощался с Андреем и направился в портком. «Дяденька Уваров, иди к нам, печеные картошки, ись!» кричали ему мальчишки, пристроившиеся у костра, дымившего над серыми отвалами промытой породы. «У нас тут склачено по пять штук». «Картошки, как яблоки, считают», думал Уваров. «А на будущий год уродится у нас этого добра волю. Как-то мы будем к тому времени». Сначала ему представилось, что Андрей все-таки соберется и переедет к Валентине или она к нему, а Анна выпросит перевод в другое место. Но такая комбинация с отъездом Анны показалась ему немыслимой. Он до сих пор еще надеялся, что дело устроится как-то иначе, по-хорошему. Андрей посторонился, пропуская двух девчонок, которые несли большое ведро воды, расплескивая ее на свои босые красные ноги и со смехом подбирая подолы платьев. Он в задумчивости, а они, занятые своей ношей и озорством, едва не столкнулись. «Должно быть, сестренки?» подумал он, останавливаясь и глядя, как они подходили к сенцам маленького барачка по чисто разметенной перед ними дорожке. Еще какая-то девочка постарше вывернулась подле самых сеней, подвязанная подмышки бумажным платком и принялась возиться у окна, подтыкала мох, заклеивала стекло. У соседнего барака кто-то уже бросил между делом землю на завалину, лопата торчала в ожидании, воткнутая над ямой. День был холодный, не пасмурный, а по-осеннему тусклый, с бледным солнцем, уже низко прикорновшими над горами. Зима напоминала о скором своем прибытии, и люди утепляли свои гнезда. Да, зима всех заставляла торопиться. Как хорошо быть вот таким малым, чистым, беззаботным, когда над тобой не тяготеет большее, чем шлепок родной руки, когда все еще так цельно, так ясно. С этой мыслью Андрей закурил и присел на лавочке у плетня крошечного огорода. За изгородью на вырытой картофельной гряде похаживал хрюкая поросенок, забуривался в рыхлую землю так, что падал на коленки, и только виден был его задок да бойко вертевшийся хвостик. Потом подошла рыжая собачонка, похожая на лесу, вежливо обнюхала сапог Андрея и посмотрела на него улыбчиво. Даже у этой паршивой собачонки было хорошее настроение. «Кажется, дошел», сказал себе Андрей. «Да, дошел». «А ведь я счастлив должен быть герой романа», вспомнил он слова Уварова. В это время поросенок громко хрюкнув, бросил вырытую им яму и галопом, лихо и весело, дал круг по огороду, но уже рыстой подбежал к плетню и обнюхался с любопытством собачьей мордочкой, затем оба взвизгнув бросились со всех ног в разные стороны. Андрей подумал о том, как рассмеялась бы сейчас Валентина и как хорошо было бы открыто посидеть с ней вдвоем на этой вот лавочке. «А кто же тебе мешает?» спросил он себя и снова тоска охватила его. Тридцать второе. Утром Марину опять не приняли в садик. Градусник очень нагрелся и сама заведующая покачав головой тихо сказала «Бедная ты, бедная девочка». Марина совсем не считала себя бедной, но домой ей все же пришлось вернуться. Целое утро она смирно просидела на кухне, наблюдала за суетней Клавдией. Здесь было так тепло, муфта лежала рядом на ящике, если протолкнуть туда руку, то можно нащупать несколько конфет в бумажках и кучку орехов. Это норка бурундука. Бурундуком была сама заболевшая Маринка. Она все еще играла орехами, привезенными Анной. Она искренне верила, что это подарок от бурундуков. Она сама столько раз видела, как они воровали со стола на террасе печенье и сахар. Клавдия сидела напротив Маринки и кургузом обломанным ножом чистила грибы. Грибы рыжеголовые, плотные, сине-зеленые по срезу, лежали на столе, на коленях Клавдии, в корзине, стоявшей на полу у ее ног. Прямо как на войне, когда грибы подрались с каким-то царем горохом. И еще эта Клавдия кромсает их своим ножом, а они развалились по всей кухне. И кто знает, может быть, они встанут опять на свои крепкие ножки и пойдут на гору, в лес. Должно быть, от ожидания у Марины кружилась голова, а по спине бегали холодные мурашки. «Пойдем в комнату, я тебя в постель уложу», сказала Клавдия, зурко посматривая на Марину. И вот Маринка одна в большой комнате. Можно закрыться с головой, так теплее, но под одеялом темно и скучно. Лучше всего сделать окошечко и смотреть на открытую дверь. Вот слышно, затопал кто-то. Уж не идут ли сюда эти большеголовые грибы со своими страшными синяками? Маринка быстро поднялась и села. Нет, это дедушка Ковба привез воду. Громко фыркнула водовозка, чем-то загремели на кухне, и дед Ковба сказал совсем близко. Я теперь в лесу, вроде завхоза, за всеми покупками меня посылают, а я мимо конюшен никак не пройду. Заходил опять в гости к хунхузу, а заместитель томой попросил воды вам привезти. Известно, одному за троих отвечать трудно, при лошадях особенно, но и не справляется, хоть и молодой, а мы в лесу робим, подходяло. И еще он сказал после слов Клавдии тихих и непонятных. Жалко Анну Сергеевну. А Клавдия отвечала на этот раз ясно тоненьким голосом, уже рассерженная. Чего их жалеть, когда они сами себя не жалеют? Уходи, говорит, немедленно, а нет того, чтобы в права свои взойти. Какие княгини не стеснялись руку к мужни на щеке приложить? Соперницы то трепетали, в дом то не лезли, а теперь все с гордостью фырк да фырк. Самостоятельная женщина, уважительная, опять сожалея, сказал Кобба. Она бы лучше о своем положении подумала, сказала Клавдия. Один ребенок только-только от рук отошел, а тут другой родится, кому она будет нужна с двумя-то? Это у мамы родится, догадалась Марина и потянула одеяло к подбородку. Вот как бросит он их-то, Андрей-то Никитич, совсем ведь оплела его врачиха, уйдет он к ней, а тут ребенок спросит, кто, отец-то мой, грех да и только. И старшенька это все висла на нем, на отце-то. В конец ведь избалованная везде со своим носом лезет. Это я со своим носом. Марина сразу устала сидеть, сделала ямку в подушке, легла, повозилась и притихла, свернувшись в комочек. Муфта с подарками лежала в изголовье, одеяло сбилось на одну сторону, пижама завернулась и на открывшейся спине так зябко муфта с подарками лежала в изголовье, одеяло сбилось на одну сторону, пижама завернулась и на открывшейся спине так зябко жалко стопорщились вдруг светлые щетинки, зато голова была укрыта тепло, и Маринка не слыхала, как дед Колба сказал укоризненно, пустое, Клавдия Кузьмовна, зря ты все это говоришь. Тридцать третье Даже теперь, когда вопрос о разведке на Долгой горе разрешился блестяще, Андрей не мог забыть той жестокой обиды, какую нанесла ему Анна своим неверием. Он до сих пор не мог спокойно думать об этом, часто говоря про себя. Неверие в твое дело вне дома большая обида, а дома сотни раз больше. Я понимаю, что я тоже как-то оскорбил ее, неосторожно подойдя к ее проекту, однако я ведь не препятствовал, не вмешивался так грубо, как она. И все-таки его что-то удерживало. Анна права, нам ни к чему соблюдать какие-то условности, надо кончать, кончать, иначе с ума сойдешь. Думал он иногда, но когда решался выполнить это, все в нем холодило, и он с отчаянием повторял ту фразу, которую он произнес на проходе. Да как же это я! Странный шорох возле дома остановил Андрея. Это шуршало, густо сплетенная завеса, высохшей за лето фасоли, колеблемая порывом ветра. Свет из окна, падавший на веранду, желтил мертвые листья, и неровная сквозная тень их трепетала на дорожке. Андрей тихо вошел в столовую, взглянул мимоходом на вешалку. Анна еще не приходила. Он сбросил пальто на диван и, не снимая кепи, привычка, созданная отчуждением к дому, пошел к себе. В квартире было тихо, только Клавдия возилась на кухне, плескала водой, что-то переставляла. Проходя мимо спальни, Андрей в щель между косяком и портьером увидел Маринку. Она в измятой фланелевой пижаме босиком сидела на своей кровати и тихонько играла, такая забытая в этой большой квартире. Как же это она одна, подумал Андрей и невольно задержался у порога. Маринка взобралась вдруг на спинку кровати, с ловкостью мальчишки прыгнула и перекувыркнулась на постели. Вот еще новости, подумал Андрей встревоженный и восхищенный. Так же недолго и голову сломать. Но смелая шалость Маринки захватила ему, и ему захотелось поиграть с нею, как в прежние дни. Он опустился на четвереньки, стал подкрадываться из-за двери к дочери. В это время она снова прыгнула, перевернулась, скачила на ноги и увидела. И Андрей увидел ее кругленькое, страшно побледневшее лицо, глаза ее изумленные, огромные, гневно испуганные. Он поднялся, выпрямился, шагнул, и она повалилась ничком, молча закрывая руками голову. «Маринка, это я, Маринка!» Растерянно звал он, подбегая к кровати. «Это же я, Мариночка!» Ему показалось, что у нее от испуга разорвалось сердце. Она уже отвыкла от шуток. Она не узнавала его, вползавшего в комнату на четвереньках в кепи. Проклятая кепка! Андрей сорвал ее и швырнул на пол. Руки его дрожали, он потрогал Маринку, погладил ее плечики, и она забилась в беспомощном, не по-детски горестном плаче, припадая лицом к постели. Андрей вытащил ее из кроватки, сел с ней прямо на пол, с трудом оттаскивая от ее лица судорожно стиснутые, мокрые от слез ладошки. Он целовал ее, сам готовый разрыдаться. «Ты разлюбила меня, Маринка!» сказал он наконец с отчаянным укором. Но она зарыдала после этого так, что ему стало страшно. Она вся дрожала почти в истерическом припадке, маленькая, жестоко оскорбленная женщина. Марина. «Ты ты сам, ты сам разлюбил нас с мамой!» крикнула она, задыхаясь от рыданий. «Ты уйдешь к Валентине Ивановне, а у нас родится маленькая, у нас родится маленькая девочка, кого же она будет называть папой?» «Марина!» сказал Андрей глухо и нечаянно сдавил ее. «Что ты говоришь, Марина? Откуда ты знаешь?» «Я знаю!» «Клавдия говорила дедушке Ковбе, я все слышала!» проговорила Маринка сквозь слезы, только теперь по-настоящему пугаясь отца. «Пусти меня! Мне больно!» скричала она, оборвав плач и делая гневную попытку высвободиться. «Я сама буду играть с маленькой, я сама буду беречь ее, но мне жалко!» Слезы снова ручьями полились по щекам Маринки. «Мне жалко, что у нее совсем не будет папы, она же спросит!» Теперь Маринка уже не вырывалась, а плакала, вся распустившись, потная от слабости и усталости. Андрей молча прижимал ее к себе, гладил ее босые ножки. Ему сразу стали понятны и обморок Анны в клубе, и многое, многое другое. Он совсем забыл о назначенном свидании с Валентиной, а когда вспомнил, то оно показалось ему немыслимым. Разве мог он оставить сейчас Маринку снова одну? Птица вдруг ударилась о стекло, потом другая. «Кто это папа?» крикнула Маринка. «Какая же трусиха ты стала!» сказал Андрей, глаза его смотрели на окно с напряженным суровым вниманием. «Это птицы улетают на юг. Они летят сейчас днем и ночью, их так много!» Свет из окна ослепил их, и они налетели на стекла. «Они разбились?» схлипывая осипшим голосом, спросила Маринка. «Не знаю». «Иди посмотри!» Андрей послушно пошел и вернулся почти бегом. «Там никого нет, а высоко-высоко летят журавли». Когда Маринка уснула, еще всхлипывая и вздыхая во сне, Андрей отошел от ее кроватки и стал ходить по комнатам. Он передумал все и, хорошо зная характер Анны, решил, что она умолчала о своей беременности из гордости. Она не хотела связывать, понуждать его, раз уже не было между ними любви и дружбы. Но разве она разлюбила его? Андрей бесконечно вспоминал ее слова, сказанные в клубе Ветлугину, все выражение ее лица при этом выражение счастливой матери. «Для меня лучше то, что есть ребенок». «Конечно, не об одной Маринке думала она тогда, значит, она еще любит его. Какая женщина может так уверенно носить ребенка от нелюбимого, покинувшего ее человека?» «Она простит меня», неожиданно радостно подумал Андрей. До сих пор он об этом не смел и подумать. Она должна простить. Я сделаю все, чтобы она забыла, чтобы она была счастлива. До сих пор он жалел ее, теперь он весь был проникнут преклонением перед нею и вместе с тем острым состраданием. Он ходил из угла в угол по своему кабинету, курил, выбегал на крыльцо, прислушиваясь к шагам прохожих. Он ждал Анну, но она не приходила. И Андрей снова шагал по комнате, курил, думал и, промучившись почти до утра, не дождался. Уснул на диване, усталый, но впервые почти успокоенный. Тридцать четвертое. Когда он проснулся, то не нашел Анны дома. Работа в эти дни заменила ей все, и она отказала от себя в отдыхе. Мысль о том, что ему придется ждать разговора с ней до вечера, испугала Андрея, и он сразу кинулся в контору. Но время было рабочее, и в кабинете Анны теснился народ. Поговорить было невозможно, и все-таки, сознавая это, Андрей вошел к ней. Накануне он почти уверился в том, что она не оттолкнет его, но эта уверенность покинула его, едва он переступил порог, за которым находилась Анна. Он боялся взглянуть на нее, но взглянул и не поверил себе. Кого же он жалел? Кому сострадал? Перед ним сидела женщина с таким светлым и строгим лицом, с таким ярким блеском в глазах, что он растерялся. Движения ее были полны женственно сдержанной простоты и в то же время поражали энергией. И все, с кем она разговаривала, казалось, хорошели и молодели и как бы облученные этой ее душевной энергией. Минут пять Андрей наблюдал и вышел, как прибитый, прежде чем она успела обратиться к нему, с трудом соображая, куда же ему идти и что делать. жалеть Анну такую он уже не мог, но и радоваться тому, что она не нуждалась в его жалости он тоже не мог. Предоставленная ему нравственная свобода испугала и принизила его. Он посидел у себя в кабинете и снова вернулся к Анне. У нее были уже другие люди, но и на них она действовала также неотразимо. Старый Брюзга, инженер с рудника, докладывает о бурении десятины. Анна откликается, внимательно глядя на него. Она делает быстрое движение рукой, повторяя цифру процента. Она улыбается одобрительно и старый инженер как-то весь выпрямляется и расцветает. Они прощаются как два заговорщика и Андрею завидно, что это не с ним, так говорила Анна. Молодой голенастый практикант из горного техникума подходит к ее столу. Анна посылает его на какой-то трудный участок и говорит ему прямо «Работа там предстоит тяжелая, не осрамитесь». В радостном смущении парень неловко отвечает «Как-нибудь потихоньку». Все смеются, улыбается и Анна, взгляд ее становится матерински мягким, лучистым, и опять Андрею завидно, что этот взгляд не для него. «Нет, уж лучше не потихоньку, а так, как мы с вами уговаривались, по-настоящему», говорит Анна, превращая неловкость в шутку. Андрей застал ее наконец одну поздно вечером. Она сидела за столом, освещенным настольной лампой, торопливо записывала что-то в блокнот. Она уже выдохлась за день, энергия ее была израсходована, но и такая усталая. Она была прекрасна. «Сейчас», кинула она Андрею. Он взял стул, но не сел, а, опираясь на его спинку, пытливым взглядом смотрелся в лицо Анны. «Ну?» спросила она. «Что скажешь, Андрей Никитич?» Он молчал. Он увидел, как тяжело дышала она, увидел коричневые пятнышки, которые снова, как когда-то оттянили ее припухшие губы, увидел все ее похудевшее лицо и цветущее полнотой тело. «Анна, значит, это правда, Анна?» спросил он робко. «Почему ты мне не сказала об этом, о себе?» Ресницы Анны опустились. «Конечно, он честный человек, сознание долго привело его теперь к ней, но разве она могла принять его, пришедшего только по велению отцовского долга?» Жестокая борьба чувств прошла по ее лицу легкой судорогой, но она сделала над собой усилие, и взгляд ее ничего не выдал Андрею, ни упрека, ни злобы, не заметил он в ее глазах. «Почему я не сказала? А что бы это могло изменить?» Так же, как он, тихо, но спокойно спросила Анна, «Чтобы ты остался, а потом вечно сожалел об этом?» Это была бы такая напрасная жертва. Она метнулась от него подобно магнитной стрелке при внезапном приближении железа, а подойти так, чтобы притянуть ее совсем к себе, у Андрея вдруг не хватило решимости, нестерпимый стыд овладел им. «Как ты можешь так, так спокойно говорить об этом?» произнес он. Анна закусила губу, слова его возмутили ее, она подняла голову, вызывающе улыбнулась ему в лицо и сказала звонким, неестественно высоким голосом, видишь ли, мне кажется, волнение может повредить нашему, моему будущему ребенку. Тридцать пятое. Стаи уток днем и ночью тянулись с севера, летели, оглашая зовущими криками тусклое небо, над пустеющей тайгой, над черными горами, над белесыми озерами. Выходя поздно вечером на крыльцо конторы или из порткома, или стоя на шахтовом капре, Анна по-особенному вслушивалась в шум птичьих перелетов. Сколько грустных дом улетело за этими птичьими стаями, а грусти не поубавилось, только мягче стала она. «Летите, милые, до свидания», говорила Анна, поднимая лицо к ночному небу, затянутому осенним туманом. Иногда свист быстрых махавших крыльев раздавался совсем рядом, и тогда в молочной муте мелькали бесформенные тени, и резал уши громкий, гортанный скрипучий крик, неслись тяжелые гагары, и нырки поганки тянули на привал на ближний разлив воды. «До весны», говорила им след Анна, «до свидания, милые поганки, вы улетаете парами и возвращаетесь вместе, как трудно вам лететь с вашими короткими крыльями в плотных пуховых шубках, может быть, это трудно сделает вас неразлучными и в перелетах». Холодная мгла оседала на землю. Анна, зябко поеживаясь, шла рядом с Ветлугином, они возвращались с рудника, когда их вызывали посмотреть, как стронулся и начал спускаться вместе со всей отбитой породой метровый целик, оставленный для опыта в камере, отрабатываемый по проекту Анны. Ветлугин был вызван немного позднее, и настроение его не улучшилось при виде стены целика, прямо оторванной от кровли нажимов опускающейся породы. Эта каменная переборка в метр ширины выжималась из камеры беспощадно. «Что-то похожее происходит и со мною», подумал Ветлугин с горечью. «Как устоять против такой страшной силы?» Анна ничего не сказала ему там, но выйдя из рудника под туманное небо, звеневшее криками пролетающих птиц, она произнесла значительно. «Убедились?» «Спасибо», опять он подавленный. «Мне остается одно, уйти со сцены, так же, как этот целик, совсем уйти». «Вы с ума сошли?» с горячностью воскликнула Анна. «Что за малодушие? Разве так просто уходят сильные, ценные люди?» «Я совсем не такой сильный, как это кажется, да и самый сильный, если на него падает удар за ударом, сломится наконец». «И не ценный я. Скажите, в чем моя сила, моя ценность здесь?» «Помните, было совещание, и вы в своем докладе говорили о творчестве?» «Я слушал и казнился, а потом, когда пришел домой, сказал себе, ты жалкий ремесленник, а не инженер-новатор. Что ты создал за свою жизнь? Работал?» «Работать просто у нас теперь не проблема, все работают. Жалкий ремесленник и неудачник в личной жизни. Поймите, мне нечем жить дальше?» «Я не понимаю такого», тихо сказала Анна, тронутая не словами, а тоном Ветлугина. «А разве весь рудник в целом не ваше детище, а шахты, а механизмы, с таким трудом завезенные? А вся эта жизнь, создаваемая на дикой земле, разве она ничего не стоит? В нашей стране умеют ценить и хороших ремесленников?» «Нет, Анна Сергеевна, я потерпел полное поражение в жизни. Поймите, что это не просто упадничество». «Так разве упадничество бывает и при победе?» спросила Анна. «Тогда я совсем не понимаю, что оно означает. Тогда вы попросту сдали и захандрили. Вы помните, когда началось это? У меня тоже все рушилось, и семья, и работа, и вы знаете, я никому не говорила до сих пор, но теперь Андрей знает, значит, и каждый может знать. Я беременна, Виктор Павлович. Мне и сейчас нелегко, но в тот момент, когда был нанесен удар, у меня отнимались руки, ноги, нервные, но не настолько, чтобы я не смогла передвигаться, не настолько, чтобы я могла лишить себя жизни, но подумайте, как это было бы безобразно. Нет, вы лучше представьте, сколько нам еще нужно жить. Анна подняла лицо к небу и прислушалась. Вот опять нырки летят, вот этот крик особенный. Вы знаете, они, эти смешные милые птицы, самые верные супруги. В прошлый раз даже позавидовала им. А что хорошего верности по бессмысленному инстинкту, и думается мне, что со всеми своими терзаниями я счастливейшее существо на земле. Значит, вы счастливы? Нет. Успокоились. Нет, конечно, нет. Что же тогда вас радует? Богатство самой жизни. Тридцать шестое. Вернувшись домой, Ветлугин долго ходил по своим пустым и чистым комнатам и думал о словах Анны. Хороший ремесленник, не тот мастер, что с веселой искоркой на смекалистом лице мудрит у станка, по-новому пристраивая вещь к жизни для пользы и красоты человеческого общежития. Тот мастер сродни художнику, он также знает все муки и радости творчества. Сколько же творческих сил пробуждено в народе, если нет такой отрасли труда, которая не выдвинула бы в общем объеме мастеров-новаторов, чьи имена гремят по всей стране. Все движется, все растет, и второй год невиданные урожаи приносят земля от Черного моря до берегов Тихого океана. Хороший ремесленник это тот, про кого говорят золотые руки, на что не посмотрит, все сделает. Не придумает сам нового фасона, но уж если сточает сапоги или выточит по образу деталь, то играет, светится вещь, как игрушка, и всякий огладит ее, взяв руки. Да, уж если быть ремесленником так-таким, чтобы не плестись за старыми образцами, не тащиться в хвосте событий сереньким обывателям. А я с пристрастием пытал себя Витлугин. Ему представились подземные работы рудника, где он только что был с Анной, и надземные работы он вспомнил, драги, агрегаты, электростанции, и фабрику рудную, и даже тот древний мотор на подвесной дороге, который он с такой веселой яростью отремонтировал и пустил весной. Ладно, шло дело и его рук. Вот теперь долгую гору принимаем у разведчиков. Такое золото! Витлугин подумал о двух иностранных инженерах, приехавших на днях с работниками треста. Как они смотрели, как смотрели! Витлугин неожиданно улыбнулся. Они бы за концессию здесь голову друг дружке оторвали. В спальне Витлугина на полу широко распласталась бурая шкура лося, подарок Валентины. Шкуру эту привез из тайги старатель, муж Марфы, у которой Валентина принимала ребенка. Витлугин вспомнил, как обижался таежник, когда Валентина отказалась принять подарок, и как, наконец, с общего согласия шкура была передана ему, Витлугину. В его большой квартире ей нашлось место. Это была вещь, которой прикасались руки Валентины, как они гладили и теребили этот густой мех. Витлугин постелил на него простыню, потом убрал ее и взял с кровати только теплый плед и подушку. Но прежде чем устроиться на полу, он пошел на кухню, принес дров и затопил печурку, поставленную в углу спальни. В комнатах было пассия немусыра. Он долго лежал, закинув за голову руки, глядя на пламя, игравшее прорезах печной дверки, потом встал и, вынув из ящика письменного стола объемистый конверт, сунул его в печку. Это было его написанное под настроение завещание миру. Тридцать седьмое. Недалеко от шахтового копра на разъезженной тракторами-тягачами дороге Анна встретила пару влюбленных девушку-бодейщицу и молодого забойщика. Придя задолго до начала смены, они мерили расстояние между навалом крепежного леса у копра и шахтовой конторкой. Он, знатный забойщик, шел, захватив свою ладонь и утянув в карман пиджака зябшую руку девушки. Потом он бережно взял и вторую ее руку и так точно танцевать собрался, медленно вышагивал по ухабам. Девушка шла с доверчиво запрокинутым к нему лицом. Он наклонился к ней с наговорами и можно было подивиться, как они не спотыкались, точно поддерживал их густейший сумрак. Они поцеловались на ходу, не замечая приближающейся Анны, и она разминулась с ними, прямо посмотрев в их счастливые лица. Эта молодая радость напомнила Анне о ее собственном несчастье. Воспоминания о другой паре, может быть, также бродящей в потемках, обожгло ее, как соль, брошенная на свежую, кровоточащую рану. Анна замедлила шаги, и прежде чем войти в длинный, уже утепленный к зиме сарай над промывальным прибором кулибиной, оглянулась на пару, которая потревожила ее. Что же, хорошее чувство, влюбленность, подумала она, и снова со всей силой поднялась в ней горечь обиды и утраты. Не надо, сказала она решительно, глядя в упор в лицо неизвестно откуда возникшего смотрителя. Она уже несколько минут стояла в тепляке над промывальным прибором шахты и не видя глядела на мудную воду, мелко бурлившую перед ней по деревянным решеткам. «Нет, надо, конечно, можете приступить», сказала она, спохватываясь, вспомнив о назначенной съемке золота. Кулибина, ее ячишные желоба тянутся от шахтового копра отлогими ступенями на десятки метров. Здесь промываются пески с россыпным золотом. День и ночь заваливается на кулибину эта размельченная естественным разрушением порода, поднятая из-за боя в шахты, день и ночь падают на нее потоки воды. Краснощеки и девушки в ярких косынках стоят с грибками по обеим сторонам промывальных колод, переворачивают и отбрасывают валуны, разбивают вязкие комья. Вот посмотрите, Анна Сергеевна, с улыбкой торжества заговорил смотритель и поднес на отяжеленные ладони гладко обтертый крупно ноздрястый самородок. Сегодня девчата нашей смены сняли с валунами с решетки, сразу заметили, вон какой чистый да желтый, так и засветил, как месяц ясный, когда отмылся. «Килограмма три будет», спросила Анна машинально беря самородок и также равнодушно взвешивая его на руке. «Два семьсот». Тем временем прекратилась подача воды, работницы подняли со дна желобов решетки, ворсистые коврики и начался с полоск. Бережно смывались с плотно сбитых досок на лотки черный тяжелый песок спутник, железняковый шлих и золото, золото, золото. Анна стояла у железного бака зумфа, где делалась доводка, шлих отмывался от металла. Рекордная съемка была сделана, что-то нужное доказывалось этим, а что Анна вдруг забыла и стояла, как иностранка на шаманском обряде, не понимая, зачем так суетились, шумели и радовались окружавшие ее люди. И мне бы вот так, додумалась она наконец, отмыть бы, отделить все лишнее, зря отяжеляющее душу. Тридцатьвосьмое. Два раза поднимала Валентина руку, чтобы постучать в дверь, и оба раза медленно опускала ее. Что, если Андрей не один? Что она скажет ему при других и что подумают, если увидят ее у него в такое позднее время? И все-таки она постучала. И, не ожидая ответа, тщетно пытаясь еще найти предлог для посещения, открыла дверь и вошла. Андрей был один. Он сидел за столом в полоборота к двери и писал, перед ним было столько бумаг. А-а-а, только и произнес он, и улыбнулся невесело. Валентина молча смотрела на него. Побеждая обиду, с новой силой поднималось в ней чувство любви к нему, и лицо ее, пытливо обращенное к нему, все светлело. Идя сюда, она была уверена, что она идет только для того, чтобы объясниться и гордо заявить Андрею, что он может считать себя свободным. Но теперь это казалось ей невозможным. Андрей, смущаясь и жалея ее, отложил карандаш, протянул руку вверх ладонью. Он всегда протягивал ей руку так, вверх ладонью, открыто. Она сразу почувствовала принужденность в его обращении, но ей и самой было неловко. Между ними стол, заваленный бумагами, а за стеклами окон мерещились темноте любопытные взгляды. «Почему ты не пришел тогда, вечером? Я ждала до двенадцати часов. Я так боялась одна в лесу». Заговорила Валентина быстро. «Ты бы мог позвонить уж столько раз». Закончила она шепотом. «Работаю», пробормотал Андрей, неловко усмехаясь. Он понимал, что это плохое оправдание, но и не пытался придумать лучше. Столько работы, что голова кругом идет. Не мог же он рассказать Валентине о сцене с Маринкой, после которой он не пришел к ней, и о том, что Анна скрыла от него самого. И еще он не мог сейчас сознаться ей, что потухла в его душе живая радость чувства к ней. Он был жалок в своем неумении хитрить, и эту растерянность Валентина поняла, как оскорбительное пренебрежение. Оно сразу прибило ее, она даже не смогла рассердиться. «Работа, да, работа», произнесла она едва слышно, вытянула из сумочки тонкий платок, вытерла им увлажнившиеся вдруг глаза и молча вышла из кабинета. Уборщица мыла в коридоре пол, за распахнутыми дверями канцелярий таращились пустые стулья, пахло мокрым деревом и пылью. Веник из прутьев валялся под порогом. Выходя, Валентина споткнулась о него, дверь за нею стукнулась глухо, точно оборвалось что-то. На ступеньках крыльца Валентина неожиданно столкнулась с Анной. С минуту они смотрели друг на друга молча. Эта встреча встряхнула Валентину, мысли ее прояснились. Он, наверное, давно хотел развязаться со мной, подумала она с острой жалостью к самой себе. Ну, разве это любовь? Ну, где же тут любовь? Валентина криво усмехнулась. Может быть, завтра он удостоит меня своим посещением? Неужели я опять все прощу? Валентина тихо шла по улице. Спешить теперь было не для чего, но когда она увидела свой дом, окна своей комнаты, то сразу заторопилась. Она взбежала по ступенькам, на ходу разыскивая в сумке ключ. Руки ее тряслись, и она еще долго возилась над замком, но только вошла, только прикрыла дверь, как сунулась на диван, и начала рыдать, так горестно и торопливо, точно боялась, что ей помешают выплакаться. Тайон подошел к ней, недоуменно ткнулся мордой в ее колено. Ему хотелось выйти, и он повизгивал, поглядывая то на хозяйку, то на дверь. «Пошел от меня!» крикнула Валентина. «Тебе только бы бегать, ты же ничего не понимаешь, жирная ленивая тварь!» Если бы к ней пришел Андрей, чтобы утешить ее, она также оттолкнула бы его. Подумав об этом, Валентина заплакала еще пуще, несмотря на всю жестокость оскорбления, она ждала и хотела прихода Андрея, и сознавать это теперь было особенно тяжело. Наплакавшись в досталь, она откинула с потного лба перепутанные пряди волос, выпустила собаку и в мрачной задумчивости начала ходить по комнате. «Неужели мало еще страданий было в моей жизни?» спрашивала она себя уже лежа в постели. «И он все знает о моей трудной жизни, он сочувствовал мне, и он же добивает меня. И как это легко живут другие, сходятся, расходятся, снова сходятся, и никаких терзаний. Почему же у меня все ложится над душу новым камнем, счастлив тот, кто постоянен в любви, и как хотела бы я быть постоянной? тридцать девятая что же случилось с ним? гадала Валентина на все воды, перебирая одно и то же. Отчего он не придет и не скажет мне прямо? Что он? Боится? Хитрит? Как это все на него не похоже? Валентина несколько раз звонила Андрея по телефону после своего последнего посещения. Один раз дозвонилась, но он так сухо разговаривал с ней, что она не выдержала и первая положила трубку. Ясно, он был не один. Она ждала после этого звонка от него, нарочно задерживалась после работы в больнице, а он не звонил. Он точно забыл о их любви. Валентина сидела в светлой комнате, сметывала к линии парашюта, прижимая материю коленом к краю стола. Рядом на столе ловкие женские руки собирали цветок из лепестков коричневой бумаги. Роза. Рассеянно подумала Валентина. Что же такая грубая? Нет, не роза, решила она через минуту, снова взглянув на работу соседки. Валентине показалось даже, что женщина просто забылась, прибавляя все новые и новые лепестки на проволочный стебелек. Она уже хотела вмешаться, но вспомнила, что будет лес, медведь и зайцы, и значит, розы совсем не нужны. Нужно вот это, еловые шишки, парашюты, пилотки, и еще нужно... До боли в груди нужно увидеть Андрея. Может быть, он заболел? Думала Валентина и тонкими пальцами без наперстка, то и дело накалываясь с ожесточением, гоняла иглу сквозь яркую ткань. Парашют голубого цвета с желтой каймой. Это один большой, а еще будет много мелких, разных цветов, которые спустятся все разом. Валентина пошарила под пестрыми лоскутями, разыскивая ножницы. Ох, если бы она могла среди этого веселого яролаша на столе увидеть маленькую-маленькую записочку, но некому ее подсунуть, а главное некому написать. Ведь если Андрей заболел, то об этом в больнице было бы известно, значит, он просто не хочет. Вчера вечером в его домашнем кабинете долго-долго горел свет, и Валентине так хотелось позвонить ему, но она побоялась, что ответит Анна. Какие они счастливые, сказал радостный голос в женской группе по ту сторону стола, там что-то клеили, звякая ножницами и шурша бумагой. Вся страна сейчас знает и любит их. Валентина тоже интересовалась судьбой якутских летчиц, которые доставили продукты и медикаменты группе моряков с северного пути, но возвращаясь, сами потерпели аварию. Их вместе с самолетом отыскали в тайге охотники из племени юкагиров. Это было такое радостное событие. Валентина руководила подготовкой большого детского утренника, где будет целое авиапредставление. Она помогала готовить костюмы, но все это раньше так, увлекавше ее, шло сейчас само собой, помимо ее сознания. «Неужели все кончено между нами?» подумала Валентина. Она громко вздохнула, подняла голову и увидела Маринку, которая стояла у стола и любопытно всматривалась то, что мастерили женщины. Валентина положила свое шитье, ловко пробралась между стульями, заваленными на крахмалиной марлей, раскрашенными картонами, пестрыми детскими костюмами, цветной бумагой и остановилась перед девочкой. «Здравствуй», сказала она, волнуясь, как при встрече с взрослым человеком и обеими теплыми ладонями приподняла личико Маринки. Сразу поглядели на нее веселые, ясные глаза, но тут же все лицо Марины густо покраснело и она подтупилась, перебирая свои маленькие пальцы. «Здравствуй», повторила Валентина и, наклоняясь к девочке, поцеловала ее. «Разве ты уже забыла меня?» спросила она тихонько, опускаясь перед ней на корточки, лаская ее взглядом. «Нет, не забыла? Почему же ты дичишься меня? Ты что, посмотреть пришла, как мы работаем?» «Нет», еле слышно, сказала Маринка и еще больше покраснела. «Я просто так». Смущение ребенка передалось женщине, она почувствовала себя неловко. Новые и светлых дранок корзины стояли тесно одна к другой на трех шкафах вдоль стены. В корзинах было свежее печенье для утренника. На сдвинутых табуретках, на чьих-то розовых подушках, покрытых белыми полотенцами, лежали горячие зарумяненные пышные бисквиты, и толстая красивая повариха из детского сада хлопотала над ними, отставляя свои пухлые белые с ямочками локти. И вдруг эти круглые бисквиты начали дрожать и двоиться в глазах Валентины, и все задрожало, поплыло, и полотенца, и голые локти поварихи, и светлые драмки корзин. Слезы, что ли, навернулись на глаза. Валентина еще раз глянула на опущенную голову Маринки и отошла, с трудом переводя дыхание. Это Анна настроила ее против меня. И он. Неужели ему хотелось только стряхнуться со мною? Не слишком ли дорого приходится платить за такую прихоть? Валентина взяла свою работу и так близко поднесла ее к лицу, точно хотела закрыться ее. Он пожалеет об этом, сказала она себе машинальным движением, разыскивая и вынимая иголку. Сороковое. Через день после утренника в детском саду Валентина встретилась с Светлугиным возле конторы. В последнее время они даже не здоровались, но он явился к ней по первому зову. Она не думала о том, что опять обнадежила его своей радостно сияющей улыбкой. Ей нужно было только, чтобы все видели, как ей весело с ним. Нужно было, чтобы об этом узнал Андрей. Анна наверное передаст ему, пусть и ему станет больно. Куда мы пойдем? спросил Ветлугин, боясь верить ее оживленному взгляду. Куда хотите, только не домой. Пойдемте к реке, в лес, на гору. Мне хочется побродить сегодня. Смотрите, какой день, совсем как парашют, который мы сегодня спустили. Голубой-голубой, а эти горы желтая кайма. Правда, сейчас теплее, чем в сад, бежала бегом, и мне не было жарко. Валентина расстегнула пуговицы осеннего пальто и ласково взглянула снизу в лицо Ветлугину. Он ответил ей очень серьезным взглядом. На мгновение она смутилась. Имела ли она право играть с ним, зная его отношение к ней? На тот же на лице ее появилась заносчиво пренебрежительная гримаска. Пусть ему все равно не будет больнее, чем сделали мне. Пусть это все отольется хотя бы на нем. Мужчины не хотят попадать в смешное положение, но сами не избегают случая поставить женщину в трагическое. Подумаешь, какие щекотливые создания. Чуть что они начинают бесноваться и корчиться от каждого слова. Им можно ревновать, нам нельзя, нам и любить воспрещается. Ненавижу. Судорожно вздохнув, подумала Валентина, и глаза ее, и улыбка заблестели еще ярче. Так Валентина и Ветлугин прошли по прииску, миновали сумрачные вышки, копры шахт и пошли прямо по траве, высушенной утренними заморозками. Теперь, когда их никто не мог видеть, лицо Валентины тоже стало серьезным. Она совсем перестала смотреть на своего спутника. С ним просто было удобно идти, опираясь на его сильную руку, глядя на носки своих закрытых туфель, осторожно приминавших сухую шелестевшую траву. Идти и думать о своем, совсем от него утаенном. Вот я давно хотел передать вам, неожиданно сказал Ветлугин краснея и смущаясь как девочка. Вот это ваша косынка. Моя косынка? спросила Валентина удивленная. Ах, да, я потеряла ее тогда, когда мы ездили на звездный. Она схватила косынку и, рассматривая ее, сказала, сколько же времени она пролежала там, в лесу. Глаза Валентины затуманились, как хорошо все было тогда. Она опустила голову и долго шла молча. Как странно, как страшно все меняется, сказала она вслух в забытии. Сорок первое. Посмотрите, Валентина Ивановна, сказал Ветлугин, останавливаясь. Валентина вздрогнула и осмотрелась. Но ничего не увидела, кроме того, что они стояли на берегу реченки, блестевшей внизу и глубоко пробитым ею каменом ложе. По берегу, как и везде, покачивалась высохшая трава, рыжал мошок и краснели прутья кустарника. Валентина села, спустила ноги с обрыва. Вид омута, черневшего под крутой излочиной берега, притягивал ее. Она потрогала косынку в кармане, тогда она совсем не заметила, где потеряла ее, на дороге или там, где они с Андреем пили воду, неважно это. Главное было в самой возможности этой поездки, счастливой жизнерадостности, которая переполняла тогда ее, Валентину. «Вы знаете, тихо заговорила Валентина, однажды я видела в таком вот омуте большую рыбу. Это было так странно, когда она проплывала внизу, вода казалась прозрачной и легкой. Дайте мне что-нибудь, я брошу туда». «У меня ничего нет», сказал Витлугин, ощупывая карманы и пошутил хмуро. «Я мог бы спрыгнуть сам, чтобы доставить вам развлечения». «Нет, не надо», сказала Валентина, не сомневаясь, что он и в самом деле может спрыгнуть и отодвинулась от края. «Что вы мне показывали давеча?» Витлугин протянул руку над береговой поляной. «Что?» переспросила Валентина с недоумением. «Трава», произнес он значительно и сел рядом. «Посмотрите, что делается с травой». Валентина совсем отвернулась от реки, напряженно внимательным взглядом окинула берег. Легкий ветер колебал перед нею целый лес сухих травяных кустов, блекло желтых, серебристых, коричнево-бурых, солнце холодно, ярко освещало их до самых корней. Валентина смотрела, не понимая, почти раздосадованная, пока новая красота не открылась ее рассеянному сознанию. Эти сухие травы покачивали головками, венчиками, прозрачными зонтиками, метелками, колосьями, и каждый венчик, каждая метелка поднимали над землей полный пригоршни созревших семян. Мудрой и прекрасной казалась каждая травинка, щедро рассевавшая их на ветру. Вся поляна, осыпанная с краю серой крупой отцветшего курослепа справляла праздник осеннего плодородия. С легкой улыбкой на полу открытых губах Валентина взглянула на Ветлугина. «Я поняла», сказала ему эта улыбка, «но», продолжали чуть сдвинутые ее брови, «меня это совсем не трогает». «Пожалуйста», сказала Валентина вслух, «пожалуйста, поднимемся на эту гору». Она первая встала и сначала тихо, потом все быстрее пошла через сколеблемые в осеннем цветении травы, через молодой лиственничный лесок, пустой и светлый на желтой отосыпавшей хвои земле. «Вы испортите на камнях туфли?» крикнул Ветлугин, догоняя Валентину у каменной россыпи. «Подумаешь, важность какая!» «Хотите, я на руках унесу вас наверх?» «Вы всюду готовы жертвовать собой?» насмешливо упрекнула Валентина. «Вы думаете, это трудно?» «Конечно, трудно, а главное, совсем не нужно. Вот если я упаду и сломаю ногу, тогда я сама попрошусь к вам на руки». Они поднимались по каменистому склону, по росшему редкими кустами кедрового стланца. Справа открывалась перед ними долина прииска, слева из-за волнистого косогора росли им навстречу вершины других неведомых хребтов. «Выше, еще выше!» звала Валентина, задыхаясь от быстрого подъема. Неожиданно за горой с левой стороны раздалось два выстрела. Валентина не успела ничего сказать, как пара диких кос выскочила из-за каменного развала. Серо-желтые, белесоватые, как осенние травы, они замерли на миг, обратив к людям узкие на высоких шеях мордочки. Блестели пугливо их черные яркие глаза, вздрагивали большие уши. Прыжок, полет, тонкие ноги, как стальные пружины, еле коснулись земли, и снова прыжок, и только замигали белые пуховки задов. «Бежим, посмотрим!» крикнула Валентина и рванулась туда, где прогремели выстрелы. Ветвугин бежал чуть в стороне, боясь налететь на нее. В зарослях багульника, в узкой еще зеленой лощине, стоял Андрей. В нескольких шагах от него билась подстреленная коза, она порывалась встать, выгибая шею, вся дрожала, взрывая землю тонкими, точенными ножками. Кровь хлистала из ее раны, пятнала густую светлую шерсть и тут же скатывалась на примятую траву, и трава багровела, прижимаясь к земле от тяжести. Немного не добежав, Валентина поскользнулась и остановилась, подхваченная Ветвугиным. Андрей обернулся, взглянул на них. Суровое лицо его еще более посуровело. Он молча кивнул им, осторожно шагнул и наступил сапогом на запрокинутую шею козы. Тихий, почти человеческий стон замер в воздухе, напоенном терпким запахом осени. Валентина подошла к умирающему животному. Взгляд его налитых слезами и широко открытых глаз был ужасен своим осмысленным страданием. «Как вам не стыдно?» проговорила Валентина и с гневом, даже с отвращением поглядела на Андрея. «Как вам не жаль?» «Не подходите близко!» «Нахмурясь», сказал Андрей. «Она еще может ударить и перебить во многие. Я выслеживал их с самого рассвета», добавил он, обращаясь к Витлугину. «И вам не жаль», повторил тот слова Валентины, страдая больше от жалости к ней самой. «Жаль, жаль, угрюмо буркнул Андрей. Если бы это была эта жаль, тогда и охоты бы не было». «Пойдемте, я не хочу больше смотреть на это», крикнула Валентина Витлугину, и, столковывая по-своему ответ Андрея, резко отвернулась и, не оглядываясь, пошла прочь. 42. Треугольник света мотался над застывшей грязью улицей, падая из-под невидимого в мелкое поросшее абажура. «Какая тоска», подумала Валентина, «не хватает только собачьего воя». На углу переулка она столкнулась с Клавдией и хотела было пройти мимо, но хитрая старуха сама остановила ее. «Вы совсем нас забыли теперь», запела она, пытливо вглядываясь в лицо Валентины своими глазками проныры. «Что-то и не бываете, не заходите». «Некогда все, работаю», машинально ответила Валентина и тут же все в ней дрогнуло больно и горячо. «Работа, работа», ведь это Андрей сказал ей такие слова и также, наверное, солгал. «А у нас все по-старому», продолжала наговаривать Клавдия. «Только Анна Сергеевна полнеть начали, как же, наверное, уж на четвертом месяце прибавится семейство». Клавдия выжидательно помолчала и сразу отметила, довольная, что Валентина стала камушком. «Андрею-то Никитичу сына бы надо, уж так-то любит он с детишками возиться, так любит, вы уж к нам заходите, у нас вам всегда рады», зачастила Клавдия, видя, что Валентина собирается идти дальше. Листья на деревьях в парке, не успевшие облететь, стеклянно звенели. Они были покрыты льдом, и все было покрыто льдом, и грузно провисли между столбами оттянутые необычайной тяжестью обледеневшие провода, мутно отсвечивающие от уличных фонарей. Какие-то мерзлые кисточки задевали по лицу и плечам Валентины. Коса летевшая изморозь хлестала ей в глаза. Валентина бесцельно брела по заколдованной ледяной рощи, и ей казалось, что тускло белые, скрипевшие сучьями деревья, приплясывали во мгле, как скелеты, стуча, извиня, костями. Садовая скамейка тоже обледенела. Работа, работа! Валентина ударила кулаком по скамейке. Разве он не мог сказать мне, что он просто пожалел беременную жену? Почему он не жалел ее раньше, а только теперь, в эти вот дни? Валентина медленно вышла из парка, тяжело ступая по хрустящей дорожке, и опять пошла бродить по улицам, подталкивая пронизывающим ветром. Окна, мутные во мгле непогоды, обрисовывали контуры домов, заполненных теплом и светом. Над домами текла растворенная во тьме бескрайняя громада холодного воздуха. И если бы сжатое тепло со взрывчатой силой раздвинуло стены, если бы свет лишенной стремительности тоже вырвался, тогда они сразу взлетели бы и смешались с тем, что кружилось и неслось над землей в могучем стихийном движении. Так Валентина ощущала свою жизнь. Жизнь, как свет, рвалась улететь, но сгорая, она разрушала свою хрупкую оболочку и в ста крат скорее разрушала она ее и в таком вот напряженном до предела горении. Одежда Валентины вся посидела от снега. Она потеряла перчатки, спрятав руки в карманы, непривычно сутулясь от холода и тяжести, она тихо шла домой. И тут встретила Витлугина. Он был в кожаном пальто. Пальто блестело и скрипело на нем, оно и не могло быть иным в такую ледяную ночь. Вы... Вы ко мне заходили? Нет, я не заходил, я просто так. Я люблю проходить мимо вашего дома, пройти близко-близко, может быть, по вашим недавним следам. Идемте ко мне, я боюсь сейчас быть одна. Что с вами? спросил Витлугин, вглядываясь в ее лицо. Ничего, все работа, прямо голова кругом идет. И Валентина тише добавила, взбегая по ступенькам. Вся жизнь кругом идет. Мы будем пить чай с коньяком, заявила она, входя в комнату. Меня знобило вчера, и я купила бутылку коньяку. Нет, мы выпьем его просто, с лимонами. У меня есть лимоны. Да, я и забыла, что это вы принесли их мне. Вы знаете, где печенье, конфеты? Поставьте стол к дивану, чайник сейчас. Валентина говорила негромко, быстро, весело, пока Ветлугин снимал с нее пальто, лицо ее лихорадочно горело. Вам бы лучше в постель, а я разожгу примус и напою вас чаем. Нет, нет, я здорова, сказала Валентина, прикалывая гребенкой намокшую прядь волос. Я совсем здорова. Она была в черной юбке и светлой блузке, и в этом простом наряде с озябшими красными руками походила на девушку. Разжигая примус на кухне, она обожгла пальцы и долго дула на них, глядя на рыжая облачка огня, дрожавшая над горелкой. Она вспомнила костер, разведенный Анной на острове, их разговоры там, пан-коба, золотой ободок, блестевший из-под темного круга новорожденной луны. Как давно все это было, как чисто и радостно все это было. Сорок третьем. От коньяка перехватило дыхание. Валентина взяла ломтик лимона, посыпанный сахаром. Ей сразу стало тепло. Я хочу напиться сегодня, с мрачной веселостью заявила она. Не надо, у вас будет болеть голова, завтра рабочий день. Что? Работа? Ой, как у меня кольнуло сердце. Нет, ничего, это нервное. Давайте выпьем, и, пожалуйста, бросьте маминой охи, мне от них скучно делается, честное слово. Будет болеть голова. Ну, что за пустяки, когда душа расстается с телом? Она выпила одну за другой две рюмки и, блестя глазами, посмотрела в лицо Витлугина. Он был очень бледен. Вы, мой друг, вы не станете думать обо мне дурно, но у меня такое настроение, такое настроение. Валентина сжала руки, хрустнув пальцами, и, находя слов, повторила. Такое настроение сегодня, и я право, не пьянею, нисколько. Это же такой чудесный коньяк. Смотрите, он светится, как золото. От широкой спины голландки тянуло теплом, и так хорошо, что рядом сидел надежный друг. Может быть, именно в этом счастье Валентины, может быть, это ему, вот такому сильному и покорному, надо было сказать сердечное слово. Она устала от своего постоянного одиночества, и как тяжело, что она все отдала другому, который так жестоко поступил с нею. Недавно он протянул ей руку, как всегда, вверх ладонью, но он сделал это не сразу, и какое странное выражение было на его лице. Так глядят на нищего, не имея за душой ничего, чтобы подать ему. Ну да, что бы он бы дал ей, если все свое богатство отдал уже другой. Валентина потянулась за бутылкой, но вдруг увидела, что Тайон подобрался к кастрюльке с молоком, которую она поставила над окном на полу. Он столкнул крышку и локал лениво, громко. Ты с ума сошел, скричала Валентина. Вот еще новости. Она оттащила собаку в сторону, ударила ее подвернувшейся под руку мягкой туфлей. Тайон заворчал. Ах ты негодяй, еще и злиться. Валентина ударила его сильнее. Тогда он, извиняясь, лег, подполз к ее ногам и замер, заискивающе помахивая хвостом. Она посмотрела на его виноватую морду, и туфля выпала из ее рук. Ветлугин улыбался, глядя на эту сцену, а Валентина стояла вся красная, кусала губы. Такое вот виноватое выражение было прошлый раз у Андрея. Как собака, как побитая собака. Гневные слезы выступили на глазах Валентины. Значит, ничего у него и не было, никакой любви. И как это он сказал в лесу, если было бы жаль, то и охоты бы не было. Значит, ему не жаль меня, одна охота. Валентина резко встряхнула головой и неожиданно засмеялась, но так, что, не видя ее лица, можно было подумать о подавленном рыдании и снова вернулась к столу. Она подняла свою рюмку, задумалась, вглядывая с нее. «Давайте выпьем за нашу встречу», сказала она. Скрытая скорбь смягчила тембр ее высокого грудного чистого голоса, и он зазвучал подкупающе сердечно. «Вы слышите, как гудит за окном пурга? А тогда, когда мы встретились, была весна, такая нежная, зеленая, какая солнечная была нынче весна. Вы помните, как мы встретились? Вы сидели в столовой у окна. Я спросила вас, кто вы такой? И вы ответили «Человек». Как хорошо помню я это». Валентина положила руку на плечо Ветлугина. «Вы слышите, как воет на чердаке ветер, как он шумит на крыше, будто хочет своротить ее с дома? Тогда все разлетится, и свет, и тепло. В такую страшную ночь немыслимо быть одинокой». Валентина проснулась от испуга. Кто-то держал ее за руку. «Да, что же это такое?» Она лежала закрытая простыней и одеялом, но она была не одна. Она повернула голову, готовая вскрикнуть от испуга, и не вскрикнула. Возле ее узкой кровати на коленях, склонясь к ней на подушку, прикорнул Виктор Ветлугин. Серый рассвет вползал в комнату. Было еще темно, но Валентина сразу заметила, какое счастливое лицо у Ветлугина. От ее резкого движения он открыл глаза и остановил на ней взгляд. «Жизнь моя!» прошептал он тихо. «Радость моя!» Он был счастлив. Он был счастлив!» Валентина спрятала лицо в ладонях. «Боже мой, что я наделала!» Отчаяние, прозвеневшее в ее голосе, хлестнула Ветлугина. На сердце у нее захолонуло, желая успокоить ее, он придвинулся, чтобы заговорить с ней, но она обеими руками оттолкнула его. «Я вас ненавижу!» «Как смели вы воспользоваться моей слабостью!» вскричала она, охваченная гневом. Она не смотрела на Ветлугина и не могла видеть, как он побледнел, как затряслись и растянулись у него губы, уродуя лицо гримасой нестерпимой боли. Она только почувствовала вдруг содрогание его большого тела, забившегося на краю кровати в припадке тяжелого мужского плача. «Я вас не трону!» «Я не мог вас тронуть такую больную!» Почти выкрикивал он сквозь глухие рыдания. «Я вас как невесту сберег!» Сорок четвертая Очень редко вспоминала Валентина о своей неудавшейся семейной жизни. Она избегала вспоминать это унизительное для нее прошлое. Теперь оно властно напомнило о себе и весь день на работе и теперь возвращаясь домой, она перебирала все холодно, беспристрастно, беспощадно к себе и другим. Детство, прошедшее под двойным гнетом истерички матери и самодовольного невежды отчима, было чутко больным местом. Не менее тяжкий след оставили в ее памяти замужество и смерть ребенка. Только первые два года в институте были светлым пятном. Стремительные дни окрылявшие силой духовного роста. Слушая какого-нибудь мастера медицинских наук, Валентина испытывала благодать откровения. Перед ней как бы открывался смысл ее собственной жизни, ощущение своей ценности и обязательной нужности, ощущение чистой своей молодости, а нежная признательность всему и доверчивая ожидания счастья, только счастья. Но обернулась иначе. В девятнадцать лет она полюбила человека, обманувшего ее ожидания, и потекла уныло-пестрая жизнь, точно на постоялом дворе. Тот, кто стал ее мужем, оказался подобием отчима. Он не работал над собой, переживая свою короткую в узком кружке славу поэта. Богема затянула его, а он потянул за собой Валентину. Из эстетических соображений и житейских удобств он уговорил ее сделать аборт, потом другой. Она начала болеть, занятия в институте запускались, она захандрила, и тогда появилась грубость, ссоры, одиночество, и, наконец, она, измученная, переехала опять в студенческое общежитие. После этого она прямо с яростью набросилась на учебники и конспекты, и вот она закончила институт. Ей снова стало легко дышать, она снова похорошела и расцвела. В это время бывший ее муж стал опять добиваться встреч с нею. Он очень изменился, стал серьезнее, много работал, много говорил о своей новой работе. Они снова стали жить вместе. Но время, прожитое ими раздельно, явилось поводом для мучений. Он задушил ее ревностью. «Я сама виновата в том, что, зная его, поверила еще раз и пошла к нему», подумала Валентина с щемящей сердце печалью. «Не во что было верить». Новая поэма его успеха не имела. Это озлобило его. Он начал смешивать с грязью всех, кому завидовал. Он опошлял и работу Валентины. В довершение ко всему он стал играть в карты. Однажды она вошла к нему в комнату. В табачном дыму под высоким абажуром блестели сдвинутые кружком лысые головы и среди них лысина ее мужа, слегка прикрытая зачесанными с боков волосами. Валентина вдруг ужаснулась, как он облысел за какие-нибудь три года. Она увидела его лицо, лицо ожиревшего брюзги и распутника. Щурясь, он свирепо жевал папиросу, соображал, подергивая то одну, то другую карту. Валентина посмотрела на других, с кем он просиживал ночи. Ей стало душно. Затхлым мещанским мерком пахнуло на нее от этой компании. А потом он пришел к ней в постель, пьяный, довольный выигрышем и, не замечая ее отвращения, привычным движением обнял ее. И она еще продолжала жить с ним и жалеть его и прощать ему в надежде на что-то лучшее. А разве можно жить, когда тебя целуют мокрым, пьяным ртом, когда тебя обзывают самыми последними словами за самое честное отношение? Можно ли переносить, чтобы на глазах твоего годовалого сына, уже все понимающего, летела посуда, бросаемая в тебя его отцом? А так было до тех пор, пока жалость к самой себе, перешедшая в гневное возмущение, не подняла Валентину на бунт. Она снова ушла, взяв с собой ребенка. Она постарела после этого, на лице ее появились ранние морщинки и веселые глаза ее потемнели. Смерть ребенка была еще более тяжелым ударом, чем все, что происходило в ее жизни раньше. Пережитое ожесточило Валентину. Я никогда больше не выйду замуж, говорила она себе. Если мне понравится кто-нибудь, я сбегу на край света. Вот и сбежала, сказала Валентина, с горькой усмешкой. Сорок пятым Какая пурга велась над землей, какие седые космы. Крыши в раз побелели, когда опала бешено хлиставшая завеса. Стало тихо и холодно стало. Да, тихо стало, а снег все идет и идет. Пушистые хлопья движутся сплошной пеленой. Рыжая собачонка, похожая на лесу, дрожала в углу на крыльце дома. Валентина открыла дверь и позвала ее. У собачонки улыбчивый взгляд подхалима, но она молча проскальзывает в распахнутую перед нею дверь и садится у кучи сырых дров. В коридоре топится печь. Собачонка греется и дрожит. Она могла бы кое-что рассказать Валентине о грусти Андрея, но она только улыбается и встряхивается всей своей шубкой, пахнущей мокрой псиной. Валентина ходит в комнату и думает. Все хотят любви, а она как призрак вечно зовущий. Проходишь словно в тумане и остается одно лишь чувство щемящей тоски. Было что-то прекрасное и рассеялось. Валентина сняла пальто, отряхнула его под порогом и, окутавшись в шалью, принялась ходить из угла в угол. Ей не здоровилось. Должно быть, она простудилась, когда ночью бродила по прииску. Она подошла к окну, приложилась лбом к холодному стеклу. Ее знобило, но голова горела. Вот бы когда умереть, подумала она, и впервые ей не стало жалко себя при этой мысли. Но что я такое? Жила с одним, потом с другим, и не как-нибудь, а в семью влезла. Теперь вот еще Витлугин. Ох, что он подумал обо мне, когда я оставила его у себя. Нет, не подумал, он все понял. Так он любит и уважает меня. Валентина отошла от окна, потирая ладонью на холодавший лоб. Вид у нее был глубоко сосредоточенный. Он лучше нас всех оказался. Как мне жалко его теперь. Страшно он заплакал тогда. Он, наверное, гордился собой, а я его этими словами точно по лицу ударила. Он ушел, как оскорбленный юноша, ни одного упрека. А плечи у него вздрагивали, он плакал, уходя. Вот и Анну мне только теперь жалко по-настоящему. Что же она-то должна была пережить по моей милости? Как она сказала, я и не думала, что замужем так хорошо. У нее любовь не призраком была, а я вместо того, чтобы порадоваться ее счастью, позавидовала ей, попыталась лишить ее этого счастья. Валентина постояла, держась за спинку стула, поглядела в окно. Вот какой ветер, опять все закружилось, и снег какой-то черный идет, или у меня в глазах темно. Каждый скажет теперь обо мне, дрянь такая, а разве я дрянная? Валентина судорожно вздохнула, пристраиваясь лечь на диване. Я чувствовала себя сильной и гордой, пока оберегала себя, но нельзя же всю жизнь прожить в одиночестве, но как я была слепа, как была слепа, почему я обижала Витлугина, почему я оттолкнула такую любовь от себя, оттолкнула возможность такого ничем не омраченного счастья. Валентина закрыла глаза рукой и долго лежала, не шевелясь, точно окаменелая. Но ведь еще не все потеряно для меня, решила она вслед. Никто не избегает меня, не презирает, а товарищи по работе и жалеют. Даже наш милый брюзгак Клементий Яковлевич сегодня сунул мне пакет яблок и прорычал, что мне надо лучше питаться, что я уже не похожа на врача, ни на врача, ни на женщину, а черт знает на что. Да, он так и сказал, похоже на черт знает что. Валентина вдруг опять притихла и глаза ее сделались огромными. Может быть он ухаживает за мной теперь как за распутной, сегодня яблоки, завтра еще что-нибудь. Но тут же представила его миловидную жену и троих детишек и ей стало стыдно до боли. Вот еще бы его оскорбить, он наверное затопал бы ногами, закричал или так же страшно заплакал как Витлугин. Что же не идет Витлугин, какими словами попросить теперь у него прощения? К ночи Валентина совсем разболелась и начала метаться то в жару, то в забытье, и вдруг ей показалось, что около нее в темноте стоит Андрей. Она замерла, страх нового унижения охватил ее. «Уходите», «Уходите», тихо сказала она, «теперь уже все кончено». И столько печальной решимости было в ее голосе, что тот молча отвернулся и с гордость пошел к выходу. Он отворил дверь, свет из коридора упал на его плечо, и Валентина узнала кожаное пальто Витлугина. «Виктор!» крикнула она, поднимаясь. Он остановился, он включил свет и подошел к ней, похожей на тоненькое осеннее, дрожащее под ветром деревце. Шаль, протянувшаяся за ней по полу, походила на ее тень. «Какими словами просить мне простить?» заговорила она, поднимая к нему восковое лицо с пятнами горячечного румянца. «Господи, да вы совсем больны!» сказал Витлугин со страхом вглядываясь в ее черты. «Пожалуйста, не надо никаких слов!» Сорок шестое. Почти двое суток бушевала метель, будто зима утвердилась по-настоящему. Андрей хорошо запомнил эту метель. В эти дни он поверил, что зима уже пришла, как поверил еще раньше тому, что жизнь его настоящая, полноценная жизнь надорвана. В тот же метельный вечер, когда Валентина узнала о беременности Анны, Андрей решил окончательно переговорить с ней. Он всегда был очень прям и даже резок в отношениях с людьми и всегда предпочитал идти навстречу неизвестности. Как он мог в течение стольких дней малодушно избегать всякого объяснения с женщиной, с которой не на счастье связал свою судьбу, что его удерживало? Трусость ли? Жалость ли? Анна отказалась от него. Он был волен располагать собой, а он медлил и уже решив, наконец, в душе, что с Валентиной будет несчастен, но еще не выяснив толком почему, прятался от нее в свою раковину, воздвигнутую стыдом и раскаянием. Теперь, когда Анна так далеко отошла от Андрея, он все чаще думал о прошлом. Оно было прекрасно. И с чем он пришел бы к Валентине, что бы он мог сказать ей? Вот какой настоящий -то разброд! Мучительно напряженно думал Андрей, прислушиваясь к вою ветра, кидавшего стекла пригоршни мерзлого снега. Нет, надо идти к Валентине и все рассказать ей, что я мучаюсь раскаянием, что детей я не смогу забыть и ничего, кроме мучения, не внесу в жизнь с нею. Надо пойти и сказать, а то она ждет и думает разное, тут еще ветер, как с цепи, сорвался. Пусть она осудит меня. Да нет, она не может осудить меня за увлечение, оно было серьезно, я сам все поставил на карту, а вот это малодушие мое, обида страшная. Андрей торопливо оделся и впервые, не таясь, поспешил на квартиру Валентины. Ему казалось, что таиться теперь было не для чего, он шел не к любовнице, а к обиженному им человеку, но дверь ее комнаты была на замке. Он вышел в мутную метельную мглу и направился к больнице. Давно бы так надо, в открытую, строго сказала ему дерзкая на язык сиделка Максимовна, кто или другой, чем обеих-то мучить. Я не с тем пришел, промолвил он, а не с тем так и говорить не о чем, и искать ее, зря тревожить не побегу. Сердито сказала сводница по сочувствию и уже удаляясь проворчала себе под нос, но так, чтобы слышал Андрей. Ох уж эти мужики, и везде эта наша сестра за них страдает. Андрей замедлял шаги, проходя мимо освещенных окон. Нет ли там людей у Валентины? Может быть в тот момент, когда она изнемогая от горя стояла у обледеневшей скамьи он прошел улицей мимо тополей парка. Он второй раз заглянул в ее дом, потрогал дверь и замок и выбежал с тяжелым чувством невольного убийцы. Ветер точно потешался над ним, толкал его то в спину, то в грудь, рвал с него одежду, с шипением расползался перед ним сизой поземкой. Но вдруг в стороне распахнулась дверь, золотой сноб света рассыпался по черно-белой улице и голос молодой, звучный, радостный сказал громко «Ну и погодка! Вот разгулялась красота!» И девичий смех послышался, и пара юных, может быть, та, которая недавно растревожила Анну, играя, пробежала мимо Андрея. Вернувшись домой, Андрей, как был в мокром пальто, лег у себя на диване и зарылся лицом в подушку. Ночью Анна проснулась от страшного звука. Она села на постели, ветер шумел за стеной. Она напрягла слух и услышала подавлено глухие рыдания в соседней комнате. Рука ее судорожно захватила и сжала оборку ночной рубашки. Жалость матери к несчастному сыну пробудилась в ней. Встать, подойти, сказать ласковое слово, но она сидела не шевелясь. Гнев оскорбленной женщины был сильнее жалости. Сорок седьмое. Через несколько дней снег растаял и снова наступило настоящее лето. Удивляя всех старожилов, оно стояло еще не одну неделю такое жаркое, что шоссе посидело от пыли, а по обочинам его и по взборю из-под бурой травяной ветоши проглянула зелень. И точно устав от этой безвременной жары, торопливо стали осыпаться последние листья с ив и тополей. Эксцентрическая погода, сказала Клавдия, греясь под солнышком на завалине дома. Она была в темном шерстяном платье и черном шарфике. Клеймат здесь совсем ненормальный. Несмотря на это решительное утверждение, лицо старой девушки выражало явное удовольствие. Она была чем-то очень довольна и в то же время обеспокоена. Время обеда давно прошло, а она все еще не двигалась с места и только изредка вытягивала свою узкую на длинной шее головку и присматривалась, прислушивалась. Она слышала, как Андрей входил в столовую, как выходил обратно, шумно двинул стулом. «Ничего, подождешь, а распорядиться сам не посмеешь», подумала она, притаиваясь, но тут же оживленно вскочила, увидев идущую к дому Анну. Очень редко теперь Анна и Андрей садились за стол вместе, а Клавдии сегодня это было просто необходимо, подавая второе, волнуясь до сипоты в голосе, она сказала, «Виктор Павлович и Валентина Ивановна сегодня с законным браком, сама видела своими глазами, когда они ходили в поселковый совет». Андрей опустил вилку и закашлялся. Анна покраснела, но оба не произнесли ни слова и не посмотрели друг на друга. «Так она решила вытравить из сердца Андрея», думала Анна о Валентине, возвращаясь на работу. «Да, нашла себе другого и всю любовь вытоптала. Неужели это легче сделать, чем перестрадать одной?» В первую минуту Андрей ощутил от слов Клавдии почти физическую боль и в то же время невольное облегчение. Потом все слилось в чувство грусти. Оскорбленная им Валентина сделала новый большой шаг в жизни, совсем отделивший ее от Андрея. Она точно спряталась за спиной Ветлугина. Думая о ней, Андрей сразу представлял выпуклые карие глаза Ветлугина, его мощные плечи, руки его, которыми он обнимал ее. Встретясь с Ветлугиным, он не мог набраться решимости, чтобы поздравить его, а сразу холодно заговорил о деле. Ветлугин же был добр, уступчив, а когда кто-то, может быть, по примеру Клавдии громко спросил его в присутствии Андрея о здоровье жены, он юношески покраснел от удовольствия. Он был не на шутку счастлив. «Ну и пусть», подумал Андрей, «Так мне и надо. Хорошо, что они счастливы. Он красивый, здоровый». Чувство неприязни к Ветлугину шевельнулось в душе Андрея, и он нахмурился от досады на себя. «Определенно красивый», отметил он из-под «Подобья, посматривая на Ветлугина. Такие нравятся женщинам, но разве эта любовь была у нее, если она могла так скоро уйти к другому? Если назло мне, так это все равно никуда не годится». Сорок восьмое Андрей стряхнул снег с рукавицы, натянул поводья. Перед ним лежала болотистая марь, запушенная молодым снегом. Под белыми кочками еще чернела сморщенная тонким литком вода. Было тепло, и снег валил такими клочьями, что за его живой завесой едва виднелись черный лесок по ту сторону болота и приземистые горы за ним. В этих горах ожидал Андрея Чулков. Нужно было осмотреть участки для новой разведки. Они закончили свою работу на Звездном, и теперь там хозяйничали Ветлугин и Анна. Андрей вспомнил приезд Чулкова с образцами найденной руды, красавицу Канаву на Долгой горе, и то гордое и радостное оживление, которое было в первые дни открытия. Теперь все понемногу улеглось. Андрей чувствовал себя уверенно, но радости уже не было. Сгрохают они там заводище, подумал он о Ветлугине и Анне, и осмотрелся по сторонам. Он проезжал здесь два раза прошлым летом, но снег, щедро лепивший свои хлопья, на что не попало, совершенно изменил вид окрестности. Андрей хорошо помнил только то, что ехать надо было прямо на черневший впереди островок. А там уже начиналась возвышенность, тоже болотистая, но поросшая крупным редким лесом. Тропа где-то здесь, пробормотал Андрей и тронул с места хунхуза. Следы конских ног, налитые черной грязью, остались ненадолго на опушке, где торчали хилые березки, облепленные мягкими комьями снега. Анна сама предложила Андрею взять для этой дальней поездки ее лошадь, вместо его захромавшего коршуна. Тропа где-то здесь, вспоминал Андрей. Он-то не совсем доверял чутью горячего хунхуза, хотя и отдавал должное его смелости. Торопливо выдирая ноги из чавкающей грязи, талой под снегом, хунхуз уверенно пробирался по болоту, раздирал широкой грудью спутанные кусты, шагая по крупному могильнику. Но он упрямо направлялся на пропотевшее от подземных ключей озерко, где ржавая вода окрасила желтизной падающий в нее снег. И вот нервы Андрея не выдержали, он совсем не помнил, чтобы на пути стояла такая широкая мочежина. Правда, они были раскиданы по всей равнине, но меньше незаметней. Конечно, левее, там, где кочки торчали чаще, должна была пролегать тропа, по которой он ездил летом. Пустив в дело плеть, Андрей с трудом заставил толстокожего хунхуза свернуть с облюбованного им направления. Хунхуз, неохотно подчинившись, пошел так же смело, но острые уши его, поставленные торчком над стриженной грифкой, стали мигать настороженнее, и его оскаленной, стрепещущими ноздрями морди появилось волчье выражение. Широко расставляя ноги, он переступал по кочкам, которые оседали под двойной тяжестью лошади и человека, и, сбросив пухлые шапки снега, снова выпрямлялись косматы от жесткой, темно-рыжей осоки. Андрей проехал еще и оглянулся. Дальний лес теперь едва виднелся в снегопаде, но черная полоса, обозначавшая путь лошади, еще темнело отчетливо. «Хорошо, что я свернул его сюда», подумал Андрей, но вдруг странно осел к низу вместе с седлом. Скошенный назад выпуклый черно-лиловый глаз хунхуза смотрел на него. «Ну, что теперь будет?» просто спрашивал взгляд остановившейся лошади. Она не поднялась на дыбы, не опрокинулась, заваливая под собой всадника, когда уже некуда было переступать с последнего зыбкого островка, а с безрассудной храбростью влезла в болото всеми четырьмя ногами. Не зря же ее натравили сюда, пока можно было, она шла. «А дальше как?» спрашивал ее взгляд, ставший сразу кротким. «Ну, милый, ну!» ободряюще сказал Андрей, тронутый кротостью, нашедший на хунхуза, и подобрал ноги выше к седлу. Милый натужно вздохнул и, поверив еще раз, рванулся вперед всем напряженно собранным телом, рванулся и действительно пошел, разваливая грудью черную грязь. Крутые мускулы его шеи сразу налились мелкой дрожью. «Ну, еще немножко!» просил Андрей, приподнимаясь в седле, точно это могло облегчить продвижение лошади. Снег все продолжал падать, и все так же близким и далеким казался желанный ольховый лесок. «Может быть, я не туда правлю?» подумал Андрей тоскливо, осматриваясь и замечая, что правее выделился второй такой же колок. Хунхус шел, выбиваясь из последних сил. Он сам не хотел тратить время на отдых. Близкий уже лес манил его, обещая твердую землю под копытом. «Нет, не туда!» Холодея решил Андрей, видя, как с каждым шагом все глубже заходит лошадь, хрипя от натуги и потянул правый повод. Но Хунхус только устало повел ушами. «Что ж ты сразу не пустил меня туда?» сказала Андрею его движение. И точно вправду осознав эту мысль, поняв неуверенность седока и безнадежность своей попытки выбраться, лошадь остановилась. Силы сразу покинули ее. Теперь болото охватило ее прочно. Андрей встал в седле и, не выпуская поводья, впрыгнул на ближнюю высокую под снегом кочку. Он попробовал тянуть за повод, но едва удержался сам на зыбкой герновой подушке, наросшей на болотном выплавке. И лошадь не тронулась с места, оседая все ниже, кося на человека тоскующим взглядом. Утратив опору под ногами, она все еще искала ее и от судорожных этих движений трясина вздрагивала и как будто вздыхала, податливо расступаясь под тяжестью животного. Жалуясь, лошадь заржала таким тихим, бархатным голосом, что у Андрея сразу растаял в горле тугой комок, и злые слезы потекли по лицу. Он смахнул их и огляделся, он был совершенно беспомощен. Не оборачиваясь на вытянутую с приложенными ушами тонконоздрую морду лошади, Андрей двинулся прочь, опираясь на ружье, как на дубинку, скользя и проваливаясь, и тогда испугавшись, что ее покидают, лошадь заржала пронзительно громко. Андрей полз по кочкам, хватался выдираясь из топи за жесткую осоку, изрезавшую в кровь его ладони, и все время отчаянное ржание покинутой лошади, не переставая, билось в его ушах. Но уже не жалость, а ужас вызывал в нем этот напрасный зов. Он сам, как дикий зверь, боролся за свою жизнь, пока обессиленный не уткнулся лицом в локтевой сгиб своего грязного рукава. Руки его судорожно сжали охваченную ими травяную подушку. «Ох, мама!» сказал он еще и затих. 49. Он лежал запорошенный снегом, и милые образы теснились в его стынущем, точно обнаженном мозгу. Он видел Анну. Она тоже шла по болоту, но шла стремительно. Она приблизилась к нему, подняла и понесла как ребенка, а вокруг волновалась уже голубая зыбь огромного озера. Солнце просвечивало воду до твердого дна. Длинные волосы Анны колыхали с ней, как черные водоросли. Анна легко несла Андрея на вытянутых руках, и волны омывали его ногой от тела. И вот волна поднялась, подхватила его на гребень и кинула обратно в болото. Он лежит на снегу, но волосы его смешиваются не с жесткой осокой, а со светлыми кудрями женщины. Он целует их, эти кудри и целуют ее глаза, но не любовь смотрит из них, а смертельный ужас. Какие они черные, глубокие, огромные. Это глаза Анны. Это Анна стонет там, на болоте. Андрей приподнял голову и снова уронил, но Анна стонала, звала его. Огромным усилием он стряхнул себя оцепенение и понял, где он, что с ним, вспомнил, что Анна жива. Тогда страстное желание вылезть из этого болота снова овладела им. Руки закоченели, и он стронул себя с места, двигая ими, как ластами. И вот он выбрался, выполз, как выползает из болота лось. Когда он поднялся на ноги, то обернулся. Глаза его искали место, где была лошадь. Но снег запушил даже его собственный след. На Челково Андрей набрел по запаху дыма. Таежник уже совсем перекочевал и отсиживался в шалаше на берегу реки. Он ожидал Андрея дня два позже и, числясь в очередном отпуску, охотился на тетеревов. Он успел подбить штук двадцать черных косачей, краснобровых и белохвостых и издюжину скромно-рябеньких тетерок. А потом снег испортил ему все охотничье настроение. Косачи сидят на березках, а у меня в глазах сплошное мелькание. Сердито ворчал он, развешивая и растягивая у костра выполосканную им в реке одежду Андрея. Нагрянет, братва, надолго ли это дичины хватит? Эк, его прорвало, сыплет и сыплет. В метель по тайге ходить немыслимо, она тебе изобразит местность своего жилья не признаешь? Жалко лошадку. Теперь старик Ковба изведется с горем. Андрей все еще не мог прийти в себя, зябнул и жался к огню. Чулков говорил явно пренебрегая собеседником и в голосе его звучало не сожаление о лошади, а осуждение Андрею. Только взглянув на него худого, измученного, облаченного в чужую широкую ему одежду, Чулков смягчился и добавил «Спасибо, хоть сами-то выбрались, бог уж с ней, с лошадью». Затем он снял с огня чайник и стал раскладывать на ящике в шалаше свои продуктовые запасы. Он выпил за компанию стопку разведенного спирта, не закусил, а просто утерся рукой и, выбрав парочку косачей, грузно сел у входа, начал теребить атласно-черные перья. «Хорошие люди, а конетель какая у них идет?» Сердито думал Чулков. «Зачем было в трясину лезть, когда тропа существует? Мысли-то не тем заняты, мог бы и вовсе не выбраться». Гладкая головка мертвой птицы моталась по земле, подмигивала Андрею прижмуренным глазком, а сам Чулков, осыпанный птичьим пером, походил в это время на большого хищного зверя. Он ощипывал свою добычу молча хмуро, и эта хмурь, как тень, ложилась на лицо Андрея. Казалось, рвалась последняя дружба, скупая на внешние проявления, но надежная. Андрею вспомнились ночь на долгой горе и тоскливое чувство отчуждения от работы, от окружающей обстановки. Легче ли ему было теперь? Теперь он просто боялся приближения ночи. Пятидесятое. Челков хотел выйти из шалаша, но оленья шкура, прикрывавшая вход, была придавлена чем-то снаружи. Потом она мягко поддалась, и целая куча снегу обрушилась на голову и плечи таежника. «Ух!» скрипнул он, ощутив за воротником холодное, и что-то ворча себе под нос, принялся отбрасывать снег. Андрей, разбуженный восклицанием Челкова и ворвавшимся холодом, сонно смотрел, как возился в сугробе его приятель. Над тайгой вовсю гуляла метелица, но только увидев косо летевшую поземку, Андрей услышал тонкий посвист ветра, а затем и мощное гудение леса, раскачиваемого бурей. И тогда Андрей проснулся окончательно, и вся неприглядность его положения предстала ему. Он зажмурил глаза, потом закрылся с головой меховым одеялом. Если бы можно было закрыться еще этим снеговым сугробом, который расшвыривал Челков, зарыться и никогда не вставать. Но просто лежать, не двигаясь, было невыносимо. Андрей сбросил одеяло и сел. Челков, загораживая вход своей крупной фигурой, устанавливал в шалаше железную печку. «Эдакий зверь», рассуждал он вслух, «сейчас огонька добудем, чайку сварим, тогда дури себе сколько влезет». Все закидало. Пожаловался он Андрею с тем же вчерашним брюзгливо недовольным выражением. Дрова еле растопил, вот прорвало ее не вовремя. Он быстро растопил печурку, поставил на нее котелок со снегом и присел возле, на кучи поленьев, протягивая к теплу растопыренные пальцы, озябшие и красные. «Теперь нам два дня здесь отсиживаться, покуда ветер не переменится», продолжал он, не поворачивая головы, с обычной манерой словоохотливого человека, привыкшего рассуждать наедине с собой. «Вот уже стихнет, тогда пойдем на ключ, где разведка будет». «К этому времени глядишь и ребята наши подъедут. Жалею я не наказал конюхам, чтобы они обратным ходом книжечек побольше захватили из библиотеки. Теперь мое дело таковское, своя жизнь конченая, то хоть на чужую поинтересоваться. Роман какой почитать, про любовь, про молодых, да про хороших. «Что он меня ковыряет?» подумал Андрей с досадой. А Челков снял с печки котелок и, высунувшись из шалаша, начал тут же у входа добавлять в него снегу. «Молодой, еще не слежался, как пух», приговаривал он. «Вот мороз двинет, тогда другое дело, тогда снег как сахар станет, зернистый да тяжелый, раз зачерпнешь, и сразу полкотла натает». Разведчик снова сел на свое место, но Андрей увидел, что лицо у него особенно грустное и даже унылое. «Не люблю метель», сказал Челков, искосо глянув на Андрея. «И кто это придумал такое безобразие?» «Вы всю жизнь в лесу», ответил Андрей нехотя, чтобы только поддержать разговор. «Вам все это родное уже». «Родное, конечно», пробормотал Челков и оживленнее добавил. «Вот бы живет, к примеру, муж с женой, любит ее, уважает, а она бы горячая, нервная, чуть не по ней пошла рвать. Браницы, истерики всякие, так разве мужу приятно, терпит, да и все, но привычка к этому делу плохая». Челков помолчал, потом сказал со вздохом, «Не люблю сварливых баб, и когда метель не люблю, когда вот этак вьюжит забывает, самому выть хочется». Он снова умолк, а Андрею вдруг представилась Фекла, тоненькая, хрупкая, несчастная женщина, бегущая по лесу с ременной веревкой в руках, и еще тоньше кажется она в мглистых облаках бурана под раскидистым суком дерева. Ветер покачивает ее, треплет тугие косы, роняет, обегая ее, пригоршни снега, и растет сугроб, тянется белым языком к носочкам маленьких унтиков, и снежинки не тают на лбу феклы и на жестких ресницах над тусклым блеском раскосых глаз. «Вот я всегда любовался на вас, Анной Сергеевной», промолвил вдруг Челков, и Андрей весь дрогнул. Так укололи его эти жестокие теперь слова. «Вот, думал, какое счастье людям выпало, и детенок у них, только бы жить дорадоваться, а все наперекосяк пошло». Челков задумался и неожиданно силой сказал, «И как вам не грех было такую женщину обидеть, Андрей Никитич?» Андрей открыл рот, но не смог ответить, он прямо задыхался, глядя на Челкова большими глазами. «Но чего вы стопорщились?» «Обидели, факт, и я при всем моем уважении к вам не могу о том промолчать». «Лежачего бьете?» «Нет, я этого сроду не делал, хотя за Анну Сергеевну побил бы, ведь самую трудную минуту она нам деньжонок подбросила, а вы да за такое сочувствие». «Сочувствие?» перебил Андрей, загорая злым оживлением. «Кинуть в окно кусок нищему это сочувствие?» «Не кусок, а пятьдесят тысяч, да не государственных, а своих». «Вот так выложила из кармана и сказала, возьмите, товарищи дорогие». Не унимался Челков, тоже обозленный, помедвежьи наседая на Андрея. «И не шумите, все равно тут кроме меня никто не услышит, шалаш, лес да снег кругом». «Сочувствие!» уже кричал Андрей. Все напряжение последних месяцев прорвалось у него бешеной вспышкой. Так больно, так заживое задел его Челков. «Да разве только он, Андрей, виноват в том, что случилось?» «А Ага, ты еще кипятишься, ты еще ходишь, привязываешься ко всем, как сумасшедший, как маньяк, как нищий. Ну на тебе и отвяжись!» «А ты, а вы?» «Сочувствие!» «Эти деньги – самое страшное оскорбление в моей жизни!» «А надо было стерпеть!» «Принять их надо было, потому что иного выхода не предвиделось!» «Я в работу на долгой горе всю душу свою вложил!» Голос Андрея прервался на выкрики, охваченному гневом тесно в шалаше. Стукнувшись раза два о жерди наката, Андрей опомнился, но, присев на вьюг, так и застыл с опущенными руками. Чулков смутился, слишком близко, и понятно было ему чувство, оскорбленное в Андреи. «Да разве она так относилась? Не верю я что-то. Не из таких она, Анна-то Сергеевна!» Андрей не ответил, потом, глядя в дверь шалаша на волю, заговорил в тяжелой задумчивости. «Труд — это моя жизнь. Он вот где у меня, в груди, в сердце. В нем все мое значение человеческое, и плевать на него я никому не позволю. Это лучшее, что я нашел в себе и вырастил. А если я, кроме плевка, не заслужил ничего, значит, я пузырь надутый, пустышка. Значит, в обществе мне такому делать нечего, ведь это же смерти подобно. Чулков слушал, а разве он сам не так же мыслит и чувствует? вот 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 бы его сняли с разведки, не доверяя ему это дело и заставили бы выполнять что-нибудь другое, ведь и в нем поднялся бы такой же гневный протест. Неужели могла Анна Сергеевна так оскорбить Андрея? И не напрасно ли он, Чулков, сбудоражил его сейчас? Не лучше ли было промолчать об этом, как молчал он в последнее время, уже зная обо всем. Но ведь она, Анна Сергеевна, и Чулкову снова захотелось обрушиться на Андрея. Зря ты это, Андрей Никитич, себе и другим голову морочишь, думаешь, мы сами рассуждать не умеем. Так хотел было он сказать, но тут же снова почувствовал, что Андрей прав. Прав, что обиделся, когда его не признали на Долгой горе. Прав, что защитил свое кровное дело и довел его до победы. И, однако, подумав, Чулков добавил, вот был у нас случай на разведке. Один разведчик порубил себе руку топором. Парень здоровенный. Сами мы, доктора и знахари, да надоумил его кто-то, что может быть заражение крови, он и ударился на приисковый стан. Покуда добирался тайгой, ни день, ни два прошли. Явился в больницу без ума и еще с порога кричит, доктор, заражение крови у меня. доктор, доктор, нашу повязочку снял, посмотрел, какое же, говорит, заражение, рана-то уж зажила, слов нет, говорит, глубокая рана была, да затянулась. Чулков искосо посмотрел на Андрея. Вот и вы так же, как тот парень перед доктором, а рана-то уж затянулась, и уже сурово Чулков вкинул. Не любите, видно вы ее, Анну Сергеевну. Вот и подводите балансы, кто кому да насколько нанес обиды. Была бы настоящая любовь, она разве так рассуждала бы. Это был новый удар, нанесенный Чулковым. Как будто он, Чулков, кружил вокруг Андрея и выбирал куда вернее ударить. Вот так кружит с ломом у ледяного бугра, наплывшего над подземным источником какой-нибудь зимовщик-таежник. Раз ударил, железо сухо крякнув с треском проламывает пустой вымерший пузырем лед. Еще раз ударил в другом месте. Взлетают голубые осколки над глыбой до звона скованной морозом. Еще разок. И вдруг брызжет прозрачная струя воды и заливает все живым серебром. Так вот раскрылось что-то в груди Андрея. То, о чем он даже про себя боялся подумать, было произнесено полным голосом, и точно лопнула кора, сковывавшая его чувства. Ясноглазая, с тяжелой косой, перекинутой через плечо, Анна предстала перед ним, и он, как прежде, нет, еще сильнее потянулся к ней. Он встал и начал торопливо одеваться. «Куда это вы, Андрей Никитич?» спросил стревоженный Чулков. «Домой». «Домой?» «Этакую-то даль, да пешком, в такую-то непогоду. Что это вам втемяшилось?» «Угодите в прорву, к сивке на поминки, слышите, что на воле-то делается?» «Все равно домой», сказал Андрей, захлестывая шарфом. Лицо Чулкова просияло. «Давно бы так», обнадеживающе промолвил он, молодо блеснув глазами. «Только обождем до утра, котомочку собрать надо, вместе пойдем, одного я вас из-за порог не выпущу». Пятьдесят первое За окном над поселком, над белыми краями гор бледно голубел вечер. Высоко вставали, курились желтоватые дымки с труб. Казалось, весь поселок со своими нежно опушенными крышами медленно поднимался к небу. Ворон толстый, черный, прогуливался по крыше соседнего дома. Он спускался по самому краю крутого ската, вязнул снегу, вынося вперед ногу, выпячивал грудь и живот. Голову он держал прямо, опустив на грудь тяжелый клюв. Плотно прижатые его крылья походили на руки, заложенные за спину, а вся птица напоминала очень старого, очень солидного зубного врача. «Он гуляет», заметила Анна, и ей самой захотелось побродить по свежей пороши. Ана надела кожаное с меховым воротником пальто, каракулевую шапочку кубанку и вышла из кабинета. В коридоре она медлила, впереди шли к выходу Валентина и Витлугин. Он бережно любовно поддерживал ее под локоть и слегка нагнувшись к ней приглушенным, но радостным голосом говорил что-то. Валентина смеялась. Ее смех удивил Анну, она сама отвыкла смеяться за последнее время, ей показалось странным, как это может быть весело Валентине. Она остановилась, разглядывая плакат на стене, подождала, пока они выйдут. Старатель в шапке ушанки, туго подпоясанный кушаком и его такая же румяная подруга улыбались одинаковыми улыбками среди штабелей ситцев и обуви. Анна усмехнулась, тихо прошла по коридору и открыла дверь. Валентина Витлугин стояли на крыльце, держась за руки. Валентина быстро оглянулась, быстрым движением опустила лицо в пушистый мех воротника. Воротник был черно-буро-серебристый, тот самый, который когда-то так понравился Маринке и Клавдии. Но тут же Валентина нерешительно взглянула на Анну. «Я все забыла, забудьте и вы», сказала она этим взглядом, печальным, но ясным и ласковым. Анна покраснела от чувства неловкости. «Поздравьте же нас», просительно сказал Ветлугин. «Вы ведь до сих пор нас не поздравили». «Вы сами знаете почему», чуть было не сказала Анна, но вовремя спохватилась. Хотела сказать, все некогда, но вместо того кивнула на снежные сугробы. «Снег-то какой славный». «Славный да не очень», возразил Ветлугин. «Драги-то у нас теперь начнут обмерзать». «Да, драги, это верно». И Анна пристально посмотрела на него. Он прямо-таки рассвел за последнее время. Он знал все об отношениях Валентины к Андрею, и это не мешало ему быть счастливым. Анна вспомнила, как он хлопотал над пуском второй драги, как однажды усталый заснул у котлована на бревнах. Он был хороший человек, и чтобы сделать ему приятное, Анна пересилила себя, улыбнулась Валентине. «Я рада за вас, желаю вам всякого благополучия», сказала она. «В человеческих мир», грустно издеваясь над собой, подумала она, сходя с крылечка. 52. Она почувствовала себя старой и усталой. Снег поскрипывал под ее ногами, где-то повизгивала пила, и так тоскливо было идти, неизвестно куда, по недавно промятой дорожке. Анна шла, склонив голову, всматривая следы на снегу. Не разгадать уже, не счесть, сколько ног ступало по этому снегу. Так вот и в жизни. Горько рассуждала про себя Анна, представляя полоску четких птичьих следов там на крыше. Прошел Андрей по моей жизни, и каждый следок видать, а пройдет другой, пятый, десятый, и тогда уже ничего не поймешь. Тогда, наверное, и горя такого нет. Ушел один, другой будет, и снова весело. Вот Андрей, изменил и даже скрыть не сумел. Все-таки он хороший Андрей, как ему тяжело сейчас. Все отдал той, все разрушил для нее и остался ни с чем. То, что Валентина так неожиданно ушла к Ветлогину, вызвало у Анны болезненное чувство, близкое к ревности за Андрея. Как можно сменять его на кого бы то ни было? Это еще раз оскорбляло прежнее чувство Анны. Взяли у нее самое дорогое и затоптали. Каприз или месть? Все равно было больно, оскорбительно, тяжело. За прииском дорожка свернула к лесу на перевал, за которым работали лесозаготовщики. «Это они, громкоголосые мужики, проторили здесь дорожку по целине». Анна вспомнила, как уехала от них в прошлый раз. Может быть, именно с того дня началось ее выздоровление. Ей снова вспомнилась песня, спетая для нее Ковбой и его товарищами. «Простая песня, простые слова, а вот поди шты», подумала Анна и повернула к прииску. На Белой улице у избушек и палисадников, где каждая тычина поднимала пухлый кулачок снега, возилась детвора. Стайками шли светлоглазые подростки, помахивая тяжело набитыми портфеликами. Занятия в десятилетке проводились две смены, и звонкий девичий смех разливался по переулочкам. Над переулочками, над крышами домов вторащились верхушки елок, но главное, конечно, было не в елках, а в этих вот портфеликах и палисадниках. Кончилась тайга одиноких хищников, в тайге сажали цветы, и детский смех звенел под елками. Все было просто и удивительно хорошо, даже то, как тяжело рюхали и чесались в хлевушках у бараков молодые приисковые свиньи. Возле порткома Анну окликнул Уваров, он был в меховой дожке в унтах, в длинноухой беличьей шапке. Ты все толстеешь, с ласковой укоризной, сказала Анна и задержалась взглядом на его мягких в белую полоску меховых сапогах. Унты у тебя прямо замечательные. Вот ездил нынче в район, там и купил, а толстею? Это от сердца Аннушка, сказал Уваров и пошел рядом с ней. Сердцем у меня что-то неладно. Влюбился, что ли? пошутила Анна. Уваров помолчал, задумавшись. А что, Анна, если бы нашелся человек, заговорил он чуть погодя с выражением не обидного располагающего участия, но другой человек, который полюбил бы тебя, оберегал, могла бы ты привыкнуть к нему. Я не хочу привыкать, Илья, сразу погрустнев, сказала Анна своим грудным от самого сердца идущим голосом. Я не хочу привыкать, а полюбить мне трудно и разлюбить трудно. Значит, все простила, Анна нахмурилась. Пока только понимать начала и простила. Она невесело засмеялась. Бог простит. Увиливаешь, сказал он жестоко, почти грубо. Как тебе не стыдно, Илья, упрекнула Анна. Не сердись, промолвил он, и лицо его болезненно сморщилось. Я же люблю тебя, как самого лучшего друга, и хочется сохранить тебя в памяти такой, самой лучшей. Сохранить в памяти? Что так? Разве ты уезжать куда собрался? Хочу на курорт проситься. Есть такой для сердечников у нас на Урале, на озере Кисигач. Озеро, Аннушка, как слезинка чистая, скалы, белый песок, сосновые леса. приеду обратно и ты меня не узнаешь. К мальчишкам своим съезжу обязательно. Давно уже я их не видел. Может, гусли из дому привезу, еще дед мой на них играл. Был он из нога и баков, татар, высланных на Урал при Иване Грузном. Гусляр он был. Ни одна свадьба без него не обходилась. Это его изгубило, пьяный в проруби утонул, а гусли на льду оставил. Вот поеду и захвачу их, старые уже, лет им не меньше сотни, а звон как серебро. Хорошо, Илья, сказала Анна задумчивой лаской в глазах и голосе. «Поезжай на Урал и привези гусли». 54-е Торжественно провожали Никанора Чернова. Он уезжал для обмена опытом с горняками Верховий Амура. «Ну, вот и мы начинаем отправлять наших питомцев свет», сказал Уваров Анне после веселого митинга. «Да, завоевываем добрую славу», ответила Анна, вспоминая остальных своих подземных богатырей. Бригада разрозненных ею старателей углубщиков рассеялась по разным приискам, и каждый из них собрал вокруг себя могучую кучку из молодежи. Молва о рекордах этих шахтеров, которые первыми уходят под землю, прокладывая путь остальным, дошла и до Колымы, и до Алдана. А чего стоят забойщики комсомольской шахты, а чем хуже слесари механического цеха и машинисты агрегатов на электростанции? «Растем», закончила она вслух свои мысли, «какие сильные люди подобрались у варов». «Сибиряки вообще народ сильный», с гордостью поддержал у варов, «хотя у нас в стране весь народ такой». «Да, весь народ такой», повторила Анна. Они вышли последними и стояли на возвышенной площадке у клуба, перекрещенной по снегу укатанными до блеска лыжнями. День был выходной и приисковые лыжники собирались за клубом для первого пробега по ближним горам. Веселые, уже увозившиеся в снегу, они с шорохом проскальзывали мимо Уварова и Анны и упруго развернувшись на повороте исчезали за углом здания. «Я раньше тоже любила на лыжах», задумчиво заговорила Анна. «А теперь все некогда». Анна посмотрела на Уварова и спросила «Когда же ты на курорт?» «Успеется», сказал он нехотя. «Может быть, дело и не в курорте». «А в чем же?» спросила Анна. «Может быть, просто зажирел?» пошутил он. «Вчера утром встал в пять часов и пока еще темно было», припомнил старину. «Дал по шоссе километров двадцать туда и обратно. Только снег пылью блестит. Какое уж тут сердце! Мне бы при моей комплекции не в парткоме сидеть, а в забое работать». «Да, сибиряки они народ сильный», повторила его слова Анна и оба рассмеялись. «Андрей в заболотье уехал?» спросил Уваров чуть погодя. «Уехал», с неохотой ответила Анна. Они с Челковым хотели после установки новых разведочных работ подняться на гольцы, где еще в старое время проходила американская экспедиция. «Не терпится ему до весны», сказал Уваров. Проходя мимо поселкового совета, Анна взглянула на единственное окно крошечной пристройки. За светлым на солнце стеклом двигались со спицами носком на них немолодые с жилочками и морщинками женские руки. Вся остальная фигура вязальщицы была не видна. Носок красный с синими полосками. Должно быть, пожилая сторожиха уборщица довязывала между делом обнову внучку. Как он будет весной мелькать по этой улице красными, как гусиные лапки ногами? А вот из этой двери вышла недавно Валентина Витлугина. Даже фамилию сменила. Подумала Анна о ней, как об умершей. Будет она еще долго жить на свете. Может быть, в ее руках зашевеляться когда-нибудь спицы с обновкой для внука, но для Анны она прежняя уже умерла. Все как будто перегорело, подумала Анна, осторожно спускаясь с пригорка. Только спицы в женских руках еще занимали ее воображение. теплые носки с нарядными полосочками на детские ножки. Сколько любви в этом. И все в мире Анны движется с трудом и любовью. Она идет и не насмотрится на людей, живущих вместе с нею в этом мире. Она думает о своем будущем ребенке. Узнает ли он ласку отцовских рук? Брови Анны сдвигаются опять. Морщинки уже отметили привычность этого движения. Что за лихорадка такая? Изумляется она, предчувствуя очередной приступ душевной боли. Ей представляется угол тайги. Над гущей заснеженных лесов прорываются серые на белесом небе голые горы и Андрей. Жмурясь от ветра, карабкается по холодным скалам, чтобы взглянуть на следы и знаки старой поисковой партии. Да, ему не терпится до весны. Беспокойство разведчика толкает его вперед. Ему всюду надо влезть со своим любопытным носом. Анна вспоминает его дерзкий профиль, всю его прекрасную голову и улыбается печальной улыбкой матери. Она снова видит его с Валентиной. Она вдруг понимает его одиночество в работе в то время, когда на пути его встала Валентина. Наверное, она сумела пригреть его сочувствием постороннего делу человека. Ей это было нетрудно. Приступ проходит, потрясая душу Анны, но рождается не ненависть, а огромная грусть и сожаление о прошлом. во всем вспоминается ей чистота, честность и страстность Андрея и снова ей думается, что со всеми ее страданиями она счастливейшая женщина на земле. 54. На взгоре возле своего дома Анна остановилась и посмотрела на игравших внизу детей. Маринка в белом башлыке поверх капора толстая в плюшевой шубке катала на салазках карапуза лет трех. Она бежала по дорожке рысью, притопывая как заправская лошадь, пока ее седок не свалился в снег. Почувствовав легкость, Маринка обернулась. Тепло укутанный мальчик лежал молча, широко растопырив руки, подтянутые большим платком. Маринка посмотрела на него, подняла санки и так, неся их обеими руками, вернулась обратно. «Ну, ты жирный пассажирный», сказала она и заботливо подставила к нему санки. Она помогла ему подняться, заботливо обмела его рукавичкой, заботливо усадила на санки, взялась было за веревочку, но тут же передумала и положила своего жирного пассажирного вниз с животом. Теперь она могла вести его быстро, теперь-то он уже не мог упасть. Анна вошла в дом. Ей хотелось поскорее сесть за письменный стол, раскрыть свои тетради, смахнуть пыль с книг, пересмотреть Маринкино белье, маленькие ее платья. В душе ее робко шевельнулась прежняя радость жизни, бледная еще как росток в наклюнувшемся зерне. Ей казалось, что она вернулась после долгого тяжелого путешествия. «Да, я счастлива», сказала она вслух, и тонкие морщинки, навсегда положенные скорбью в уголках ее рта и между бровями, отметились еще резче, придав ее лицу выражение важного раздумья. «Я счастлива, что сумела выстоять в беде, так неожиданно обрушившееся на меня. Я живу и чувствую, что не опустилась, не обеднела душой, а стала еще богаче». В этом приподнятом настроении Анна оставалась весь вечер, играла с Маринкой, укладывала ее спать. Ей было так хорошо и покойно, что она задумалась. Она подумала об Андрее. Как он там, в тайге? Ей Анне тяжело, но ей, по крайней мере, не в чем раскаиваться. Она опустила книгу, откинулась от стола. Что испытывает в эту самую минуту Андрей, такой одинокий? А что, если он уже ничего не испытывает? При мысли о возможной гибели Андрея Анна похолодела. Она уже не могла сидеть у стола, она встала, прошлась по комнатам. Дом показался ей огромным, пустым, неуютным. В темном кабинете Андрея тускло белели просветы окон. Анна забилась в угол дивана, но даже этот угол, последний в доме, где задержался на время дорогой жилец, утратил тепло его присутствие. За окнами горели звездные россыпи, желтые, теплоучистые внизу и холодно-голубые вверху, над неясными очертаниями гор. Анна посмотрела на холодные звезды и закрыла глаза. На душе у нее было темно и смутно. Болезнь осложнялась. Под утро на кухне постучали в окно, отворилась и снова прикрылась дверь. Анна ничего этого не слыхала. Измученная ночным раздумьем, она спала не на постеленной кровати, сняв только сапожки, укрытые большим пуховым платком. Она не слышала приближения Андрея. Он подошел, бережно ступая, с трудом переводя дыхание, и жадно и робко смотрелся в ее лицо. Она спала тихо со своей обычной манерой, подняв кверху нос и подбородок. Эта манера, которую так любил и над которой всегда подтрунивал Андрей, придавала лицу спавшей такое милое детское доверчивое выражение. Слабо освещенное низкой под абажурой лампой лицо Анны было совсем как в дни юности. «Анна...» позвал он тихо, боясь испугать ее. Еще сонная она взглянула на него, не понимая, но и не пугаясь. Чего же она могла испугаться, если он стоял перед дней, живой, невредимой. Она приподнялась на локте и вдруг в самом деле испугалась. Только глаза его над острыми скулами видела Анна. Ни грязной одежды, ни валившихся щек Андрея она не заметила. Одни глаза его светились полные страдания и любви, и она вся замерла, не смея поверить. Тогда темноволосая кудлатая голова его поникла, бледное лицо мелькнуло перед Анной и зарылась подушки, на которые все еще опиралась ее рука. Анна услышала глухие рыдания, что-то больно перевернулось в ее душе, и она тоже заплакала. Конец книги Читала Уткина Ольга Сергеевна Всем спасибо.